Резонансное дело. Жестокое убийство подростка. Ему разбили голову шлакоблоком, а тело выбросили на пустырь. Правоохранители считают, что убийца – лучший друг. Муж позвонил и сказал, что наш сын – убийца. Следов Артура правоохранители на месте совершения преступления не обнаружили. Истину узнают эксперты проекта. Экстрасенсы ведут расследование. Хаял, посмотри, там дерево упало. Уже прямо поперек дороги. Буквально за минуту до нашего приезда. Дух Андрея. Я чувствую его здесь. Он показывал свое превосходство. Его словно хватают, бросают как щенка в машину и везут куда-то. Бьют. Несколько человек. Старший брат кричит Андрею. Лучше бы тебя не было. На этих фото четыре друга. Сергей, Евгений, Андрей и Артур. Младшему 15, старшему 18. Все они ходили в одну секцию борьбы. Они очень крепко дружили. С детства. А вот эти двое, Андрей и Артур, вообще были неразлучны. Друзья, не разлея вода, так о них говорили. Андрей, настолько он ему доверял, насколько они были друзьями. Артур к ним домой приходил. К ним приезжал на праздники. Но два года назад судьба этих ребят и их семей изменилась навсегда. Даже врагу такому не пожелаешь. Это был 2013 год, сентябрь месяц. Случилось самое страшное. У меня язык не поворачивается это сказать. Андрея убили. Невероятно, но по подозрению в убийстве парня задержали его лучшего друга Артура. Я была на работе, мне уже муж позвонил и сказал, что наш сын убийца. Он убил своего лучшего друга. Судный эксперт сказал, что смерть наступила практически мгновенно. Черепно-массовая травма. Три или четыре удара. Первый был нанесен куском бетона, а второй, не знаю. Там не голова, а просто, скажем, что-то непонятное. Смесь костей с мясом, с кровью, с мозгами и все. Ну, оно было разбито. Нашли во вторник. На той старой разваленной стройке возле центрального городского рынка. Это в 10 километрах от места, где живут колесники. Тело Андрея было обнаружено местным охранником 23 сентября 2013 года около шести вечера. Оно было накрыто старым полиэтиленовым пакетом и присыпано мусором. Ну, это было резонансное громкое дело, потому что несовершеннолетний подросток убивает своего друга. Родные и друзья ребят не могут понять, как такое могло случиться. Но действительно ли Андрея убил лучший друг? Интернет заполнили резкие комментарии. Они были два лучших друга. Ведь всегда они были вместе. И помогали они друг другу. Ведь я знаю обоих и теряю двоих людей. Один в СИЗО, другого убили. Я не верю в то, что это мог сделать сам Артур. Мне очень жаль родителей погибшего и также родителей Артура. Все очень переживают за это. Я даже не знаю, даже мне вообще, конечно, тяжело говорить об этом. Он даже в голове не вкладывается. Просто-напросто. Я же говорю, у него никогда не было агрессии. Странно то, что отпечатков пальцев или каких-либо других биологических следов Артура правоохранители на месте совершения преступления не обнаружили. Кровь на куске бетона, которым совершено убийство, принадлежит погибшему. На этом пустыре как-то киллых следов вообще не было. Слава Богу, насчет этот фрагмент. Это кусок бетона, который при ударе об голову, он сломался. На нем были следы крови. Вот как бы вот это вот нашлось. Основанием для задержания парня было лишь то, что друзья в день убийства встречались. То есть Артур последний видел Андрея живым. Все знакомые друзей, в том числе и родители погибшего, сомневаются, что оперативники задержали настоящего убийцу. Общались с Артуром. Оставляет сомнение то, что он как-то был причастен. Неизвестно, он это или нет. Артур, он как бы уже дуванчик. Не может быть, чтобы он такое сделал, то совершенно какой-то, ну, нелюдь. Странно, что погибший оказался в 10 километрах от дома, да еще и без обуви. На теле Андрея были обнаружены следы волочения. Скорее всего, труп на место его обнаружения перетащили. Может, тело Андрея привезли сюда на машине? Но кто и почему? К тому же у Артура нет автомобиля. Да и тащить тело друга ему физически было бы сложно. Андрей, он моего роста, даже чуть выше меня. Артур, он был на голову ниже. Он хоть крепкий, сбитый, но он маленький, ну, меньше гораздо был. Ну, не может быть, чтобы он такое сделал. Но это несправедливо к нему. Это недоумение. Это просто невера в эту информацию. Такой добрый, позитивный человек-друг. Самое страшное в этой ситуации, что ему на момент преступления там неполных 16 было. Человек там где-то незаслуженно попадает. Там психика очень сильно ломается. И кем он выйдет оттуда? Это очень страшно. Было бы, возможно, лучше бы я за места него села, чем он. Я хочу обратиться к экстрасенсам с просьбой разобраться в убийстве, в причинах убийства моего сына и кто причастен к этому происшествию. Родным погибшего не дает покоя и то, что последние несколько месяцев его брат Игорь каждую ночь видит один и тот же сон. Андрей стоит среди руин, и кто-то бьет его кирпичом по голове. Своё лицо незнакомец прячет. Я рядом стою, и я ничего не могу сделать. Мне прям, знаете, хочется буквально взять или его оттянуть, хотя бы как-то, чтобы у него был шанс. Но Игорю еще ни в одном сне не удалось спасти брата. Всякий раз убийца наносит Андрею смертельный удар у него на глазах. И каждое утро парень просыпается с одной мыслью. Кто это? Я по его лично своими руками то же самое, наверное, ему сделал. Колесники уверены, Андрей с того света хочет, чтобы нашли настоящих убийц. Они должны понести наказание. За это запутанное дело берутся постоянные эксперты нашего проекта. Дважды победитель битвы экстрасенсов в Украине, ясновидец из Азербайджана Хаял Алекперов и финалистка пятой битвы, киевская ведьма Ярослава Федорова. Перед началом расследования экстрасенсы работают с фотографией погибшего. Я просто сейчас спросила умершего, кто причастен к твоей смерти. И вот что получилось. Какие-то четыре человека. Смотрите, одна карта, это карта мужчины. И она мне идет, знаете, как карта насильника. Вторая карта человека, он как скрыт, он прячет свое лицо. То есть такое впечатление мне он идет, как свидетель этого убийства. Ярослава, мне сейчас пришла очень странная картина. Вот, смотрите, дерево какое-то. И вот такая петля. И дальше идут две карты женщины. Одна, она вообще как отвернулась. То есть я не могу понять, кто это, я не могу разглядеть ее лицо. А одна женщина, она, ну как, она как с закрытыми глазами. То есть такое впечатление, что она не хочет видеть происходящее. Дух этого парня показывает мне эту картину. И еще кое-что вот тут. Лицо какой-то женщины. Глаза и словно вот такой круг. Я пока не понимаю, что это означает. Ясновидцы в селе Чмировка. Это в ста километрах от Кривого Рога. Едут к родным погибшего. Добрый день. Здравствуйте. Сергей, Оксана. Очень приятно. Семья, колесник, бизнесмены. Отец занимается лесом, мать – хозяйка нескольких магазинов одежды в Кривом Роге. Всего за месяц до трагедии семья закончила строительство вот этого загородного дома. Теперь Оксана и Сергей чаще живут здесь. Говорят, больно находиться в квартире, где раньше жили с сыном. Ему очень нравилось дарить мне радость. В интернете он искал стихи, оформлял их в красивые открытки, красочные. Потом это все распечатывал. Когда начал зарабатывать деньги свои, он начал мне дарить красивые розы. Но сейчас все это лишь воспоминания, так же, как и для матери Артура. Ее сына задержали по подозрению в убийстве. Артур у нас, честно говоря, он такой, он сильно доверчивый. Он добрый, безотказный. Он всегда шутил, улыбался. Сын Ирине дался очень тяжело. Они с ребенком чуть не умерли. Вообще очень тяжелая была. У меня очень тяжелые роды были. Чуть не потеряла. Тогда мальчик выжил. Но мать и подумать не могла, что спустя 16 лет у нее отберут сына, назвав его убийцей. Тяжело достался своей маме и его друг Андрей. Роды были преждевременные, воды отошли. А плод мы как бы еще пытались сохранить. У него было 56 часов безводного периода. И вообще детские врачи удивлялись, как он живым остался. Тогда Оксана поклялась, что сделает все, лишь бы сын был счастлив. Она и подумать не могла, что ее Андрея убьют. Мне идет как бы в два места. Вот там, где его убили, а нашли его как в стороне. То есть он как понял, как проволоченный и весь такой какой-то как в пыли. Я не могу понять. Тянули потом в другое место. Хотели отмаскировать, да. Неужели тело погибшего действительно перетащили на место, где его нашли? Но откуда? А ваш сын был высокого роста, да? Он был, ну, очень высокий. В свои 18 лет у него было уже практически метр девяносто. Знаете, почему я спрашиваю? Потому что я вижу, как он вас обнимает, и вы словно исчезаете в его объятиях. А еще он постоянно двигает ногами. Вроде как тренировка какая-то. Что это? Ну, он кейкбоксингом занимался. Многие девушки мечтали о таком парне, как Андрей. Многие девочки с ним хотели сидеть за одной партой. Он очень легкий человек. Он всегда с любым человеком надет общий язык. Артуру женского внимания доставалось меньше. Он из не очень обеспеченной семьи, поэтому не мог похвастаться перед девчонками новой одеждой или плеером. Смыслом его жизни был спорт. Он любил спорт. Всегда в школе участвовал. Всегда во всех конкурсах. У него каждый день тренировки. Он младший брат. Он всегда защищал меня. Все думали, что я младшая сестра, а он старший. Друзья всегда хорошо ладили. У них даже была общая мечта – открыть свой ресторан. Андрей раньше окончил школу и ждал, пока друг получит среднее образование, чтобы вместе поступить в университет. Андрей перед смертью чувствовал какую-то тревогу. Действительно, его блог ВКонтакте, но мы увидели, что… Этот статус был такой. Я ринусь в бой, последние схватки, достойные на мой век. Живи и умирай в сей день. Чувствую чей-то страх и слезы. Парень какой-то. Ему сейчас очень страшно. И он почему-то повторяет имя вашего сына. Артур. Но что все это означает? Неужели Андрею кто-то угрожал? Может, Артур что-то знает об этом и молчит? Ведь в тот день друзья пошли гулять вместе. Я прихожу домой. Зашла домой, прозвучал звонок в дверь. К нам пришел Артур. Он говорит, вот сейчас с Артуром поедем в город. Ребята часто ездили в центр города. Заходили в пиццерию, кафе или в местный парк развлечений. Мы попрощались. Ну, как обычно у нас, в принципе, как бы чмок пока. Вот и он уехал. Друзья ушли из дома в два часа дня. Без 15.05 я ему позвонила. У меня был к нему вопрос. Ну, чисто бытовой вопрос. И Андрей ответил мне по телефону таким веселым голосом. Я слышала еще голоса. Были голоса ребят. Кто-то с ним. Ну, то есть он был не один. Я поняла, что он в компании. Андрей пообещал матери, что через час вернется. Но уже через 40 минут ей позвонили из милиции и сообщили, что ее сын мертв. А на следующий день беда пришла и в семью Ирины. Ее сына забрали в милицию по подозрению в убийстве друга. Парня задержали возле школы. Что же произошло на самом деле? Его назвали убийцей. Но я чувствую, что вы не верите в его причастность. Да? Да, да, да. Это так. Того друга, Артура. Почему-то мне показывают, как его хватают какие-то коренастые мужчины. Бросают, как щенка, в машину и везут куда-то. И потом он в какой-то комнате кричит и плачет. О чем говорит экстрасенс? Артура похитили? Но когда это случилось? До убийства или в день трагедии? Сейчас я вижу тех мужчин. Они в какой-то форме. Это, наверное, милиция. Да, да. Мне показывают, что парень сидит за столом. Вокруг мужчины в форме. Они дают бумагу, и он что-то пишет, пишет. Это признание. На следующий день после задержания Артур Поляков написал признание в том, что убил своего друга Андрея Колесника. Эта процедура была изначально нарушена. При первой работе с ним, то есть не было адвоката, не было педагога, с ним работали опера. Артуру Полякову 15 лет. По законодательству запрещено проведение каких-либо следственных действий с несовершеннолетними без присутствия психолога, родителей и адвоката. Более того, задержание должно производиться также в присутствии вышеперечисленных лиц. Может, действительно, под давлением правоохранителей парень просто сломался и взял вину на себя? Так, дело в том, что он мне говорит, что он не видит убийцу. Ваш сын ничего не видел перед смертью. Похоже, он стоит спиной к убийце. И такая боль в затылке, вероятно, на него напали сзади. Согласно выводам экспертов, первый удар Андрею Колеснику был действительно нанесен в затылочную часть. То есть убийца бил сзади. Теоретически, Андрей действительно мог не видеть того, кто наносил удар. Сейчас я пытаюсь спросить у духа вашего сына, кто убийца? Артур? А мне показывают картинку. Ваш сын в воде. Мне он идет, как, знаете, через воду. Только бульки, вот я вижу его лицо, но я не могу его услышать. Я его слышу через толщину воды, но он не утопленник. Нет, он не утопленник. Мы тело его кремировали и приняли решение, чтобы его просто прах пролить в воде. Родители развеяли прах погибшего сына над рекой, недалеко от дома, где так мечтали жить вместе с ним. Дело в том, что стихия огня уничтожает любую информацию. Теперь я понимаю, почему мне так трудно выйти на контакт с духом. Я постоянно вижу его в воде. А почему вы так сделали? Ну, это было его желание, но не явно высказанное, а вот незадолго до этого. Он высказывался по поводу того, что как плохо лежать в земле. И не хотел бы он вообще лежать, чтобы его черви ели. Говорит, ой, какая жуть это, когда человек умирает, его уложат в землю, это самое. Лучше же кремировать. Ну, тогда мы так посмеяли, говорим, ну, в принципе, сынок, да. Невероятно. Неужели парень предчувствовал свою смерть? Тогда родители даже не представляли, что эта невинная шутка может превратиться в ужасную реальность. Нам следует пойти на место, где вы развеяли прах парня. Может, там мы сможем выйти с ним на контакт. Это далеко? Нет, туда проехать нужно. Это 6 километров отсюда. Боже мой, что случилось? Хаял, посмотри, там дерево упало. Боже, прямо поперек дороги. Видите, дерево уже заваляется. Прямо перед его носом упало дерево? Буквально за минуту до нашего приезда это дерево перекрыло нам дорогу. Если бы автобус приехал на минуту раньше, это огромное дерево упало бы прямо на нас. А вот, а тут эта осина рухнула, дорогу перекрыла. Да сейчас, сейчас привезут пилу, а пока, если есть какие-то ветки отдельные, их можно оттаскивать в сторону, отбрасывать, чтобы можно было... Давайте, я вам поможу, может, давайте поможем? Проехать невозможно, поэтому односельчане колесников пытаются помочь экстрасенсам. Ярослава, это знак. Мне еще утром в видении показали это дерево. Ярослава мне сейчас показывает очень странную картину. Сейчас. Вот, смотрите, дерево какое-то. Дух Андрея. Я чувствую его здесь. Но почему он молчит? Ярослава, кажется, он хочет нам что-то показать. Но что? И при чем здесь дерево? Из-за задержки в дороге экстрасенсы добрались до места, где развеяли прах Андрея ближе к полуночи. Мне нужно время, чтобы выйти на контакт с Духом. Смотрите, какой ветер поднялся. Дух пришел. Я слышу голос. Он сейчас говорит, мне хорошо, я сплю. Ну, в Андрея выражение было. Я люблю спать. Спать любят меня. Мы спать любим друг друга. Я пытаюсь спросить у него, что случилось, но он говорит, что не может сказать. Ему стыдно перед мамой. За что? Ну, это не совсем стыдно, больно ему просто, чтобы не травмировать, может, мать. Нет. Именно стыдно. Он говорит, спросите у брата. Он знает правду. Постоянно повторяет. Мой брат. У Колесников было трое сыновей. Старший Анатолий, средний Игорь и младший Андрей. Неужели кто-то из братьев знает тайну трагедии? Но почему он молчит? Страшный крик. Один из ваших сыновей кричит Андрею. Лучше бы тебя не было. Так и было. Мама сразу поняла, что почувствовал экстрасенс. Но на камеру рассказать подробности отказалась. Говорит, больно вспоминать. Однако позже призналась, что всего за несколько дней до трагедии Игорь и Андрей сильно поссорились. Почему-то идет энергетика жадности. Ссора из-за денег была? Да, да, так и было. Неужели семейный конфликт привел к трагедии? Брат убил брата? Экстрасенсы почувствовали, что за несколько дней до убийства Андрея Колесника между братьями возникла ссора. Страшный крик. Один из ваших сыновей кричит Андрею. Лучше бы тебя не было. Так и было. Мама сразу поняла, что почувствовал экстрасенс. Но на камеру рассказать подробности отказалась. Говорит, больно вспоминать. Однако позже призналась, что всего за несколько дней до трагедии Игорь и Андрей сильно поссорились. Почему-то идет энергетика жадности. Ссора из-за денег была? Да, да, так и было. Мы не хотели афишировать это. Знаю только самые близкие. Оказалось, конфликт возник из-за того, что братья не поделили деньги, которые давали им родители. Колесники довольно обеспеченные, поэтому каждую неделю выделяли сыновьям приличную сумму. Но в тот раз Андрей получил больше денег. В общем, они поссорились. Как раз, получается, они поссорились 18-го, по-моему. А 21-го все произошло. Неужели ссора из-за денег могла послужить мотивом такого жестокого убийства? Брат убил брата. Но Андрея его не хватало, на самом деле, очень. Андрей больше общался с братом, чем с вами. Вас почему-то постоянно не было рядом. Всегда какие-то дела. Ну, это такое было. Встречи с деловыми партнерами, командировки. Все это, чтобы обеспечить своих детей. Бизнес забирал почти все время колесников-старших. Хотя сейчас они что угодно отдали бы, лишь бы вернуть сына. Была ссора между вашими сыновьями. После нее я почему-то вижу одного из братьев в воздухе. Они были на отдыхе за границей. Нам удалось проверить данную информацию. Оказалось, что в день убийства Андрея Колесника, его брат Игорь вместе с женой были за границей. Прилетели только 25 сентября. Когда все произошло, мы отдыхали за границей. И когда мы прилетели в Борисполь, набрали отца сказать, что мы приехали. Он плачет, и он сказал мне, что Андрея убили. У меня что-то самого аж плохо стало. Я до последнего не мог этому поверить, что такое произошло с ним. В голове, говорит Игорь, сразу промелькнули последние слова, сказанные брату. Лучше бы тебя не было. Он упал на колени прямо в аэропорту и зарыдал. Когда ты уже узнаешь, что человека близкого нет, насколько ты его действительно любил. Хочется хотя бы увидеть и сказать ему, как ты его любишь. У вас есть еще сын. Самый старший. Но почему-то он словно в клетке. Какую клетку имеет в виду Хаял Аликперов? Неужели тюрьму? Подождите. Старший сын. Он почему-то отличается от окружающих. Его аура вся в дырах. Такое бывает с больными людьми. Да, есть такое. Старший у нас инвалид. У него родовая травма была. Врачи умудрились сделать ему защемление позвонка. Определенно, это было поздно. И нарушилось кровообращение головного мозга, что повлекло за собой отставание в умственном развитии. Анатолию сейчас 29. Почти всю жизнь он провел в закрытых спецшколах. А в последние годы живет с родителями. Вы очень сильные люди. Не оставили ребенка, боретесь за его жизнь до сих пор. Конечно, его не было возле Андрея в день смерти. Но почему дух говорит, что брат все знает? Он Артура считал как братом. Он его в контакте, занес его как родного брата. Артур рассказывал. Ему было с ним интересно. Как братьям. Вот у них такие отношения были, не знаю, братишка, брат. Я опять слышу, что он говорит. Брат все знает. А сейчас я вижу такую картину. Несколько человек очень агрессивно настроены. Кажется, их четверо. И они словно зажали вашего сына в круг. Только раздавал показание, что увидел четырех человек. Четырех человеком могли быть кто угодно. Здесь по этим стройкам все школьники, после школы идут, скажем, может, какие-то игры свои проводят, может, какие-то наркоманы здесь лазят. Ну, что угодно может быть. Неужели это убийцы? Что произошло в день гибели Андрея? Кто и почему его убил? Вашего сына бьют. Какая-то драка. Несколько человек. Но Артур, он находится рядом. Он это все видит. Информации такого не было. Мне все сложнее удерживать связь с духом вашего сына. Он словно убегает от нас. Я за ним просто гонялась. Во сне вы это видите? Да. Я его догоняю, он от меня убегает. Часть какой-то информации дает, но до конца говорит, что я не хочу. И все из-за того, что он боится, чтобы мама не узнала правду. Кто же напал на вашего сына? Это было возле стройки, где нашли вашего сына. Нужно попасть на то место. Здесь Андрей больше ничего не скажет. Я потерял с ним связь. Но дело в том, что, понимаешь, Андрей, он мне все время твердит, брат знает, брат знает, брат знает. Братом он называл Артура. Но с Артуром мы не сможем пообщаться, потому что он сейчас в СИЗО. Нас вряд ли туда пустят. Но я думаю, что мы можем поговорить с родителями Артура. Это кровнородство. Мы можем взять информацию как бы с его родителей. Родители Артура, которого подозревают в убийстве, живут в Кривом Роге. Это около двух часов езды отсюда. Следующим утром экстрасенсы продолжают расследование. Я все-таки поеду к Ирине. Это мама Артура. Как только у меня будет какая-то информация новая, я тут же тебе перезвоню, и мы будем решать, что делать дальше. Хорошо? Да, я тоже сообщу, если что-то узнаю. Все, тогда удачи. Хаял Олегперов остается ждать родителей погибшего. Смогут ли экстрасенсы поставить сегодня точку в этой загадочной истории? Здравствуйте, я Ярослава Федорова, и я веду сейчас расследование по делу убийства Андрея. Здравствуйте, мы слышали, что вы приехали. я мама Артура Полякова, и мы все-таки хотим узнать всю правду, что случилось там. Мы не верим, что это сделал наш сын. Я поняла. Собственно, я для этого и приехала. Можно я немножечко настроюсь? Хорошо? У меня почему-то такое ощущение, что, ну, как бы, мать, это не ваше. Ну, то есть, мне идет ощущение, что вы здесь не хозяйка. Мы снимаем. У нас такая ситуация, что у нас своего жилья нет, мы уже давно снимаем. То там пожили, то здесь пожили. Ирина вместе с мужем так и не смогли заработать на собственное жилье. Поэтому решили купить квартиру в кредит. Однако семью ждало страшное разочарование. С трудом насобирав небольшую сумму, они сделали первый взнос. Но оказалось, что отдали деньги аферистам. Проходите. Хорошо. Я постоянно думал об этих ребятах. Они как две противоположности. У Андрея деньги, родители в бизнесе, у Артура этого нет. Андрей получает то, что хочет, а Артуру же для этого нужны годы труда. Действительно, семья никогда не была богатой. Отец – простой водитель, мать – швея. Двое детей, которых нужно обеспечивать. Денег никогда не хватало. Поэтому Артур начал работать с 12 лет. Он же работал на сутки летом. Карина ему тормозки переносила. Артур подрабатывал летом. Продавал арбузы, раздавал листовки, устраивался курьером. Внезапно мне пришла картинка. Какое-то заведение. Много детей вокруг. Похоже на школу. И Артур бьет кого-то со злостью. Но это не его друг. Выяснилось, что такой случай действительно был. Школьники часто издевались над Артуром из-за его бедности. В школе был инцидент. Учительница сказала, что он просто его ударит за то, что он на вас сказал плохое слово. А тем временем Ярослава Федорова работает в доме. Он, знаете, как четко знает, что в его жизни произойдет чудо. Мечтал, мечтал о прорыве в жизни. Он мечтал свою семью отсюда забрать. Что, мама, ты не волнуйся, мы будем жить не так. Будем жить вообще на берегу моря. Вот прямо видит море. В огромном доме. И у нас будет все. Как бы мы ж все-таки жили вчетвером. У нас жилья своего нету. И неизвестно, когда оно будет. Чтобы заработать на жилье, это надо, наверное, не знаю. За всю жизнь не заработаешь. Просто да, хотелось именно своего, отдельного, чтобы это был наш. Хотя бы какой-то маленький домик. Я увидела такую большую разницу между этими двумя ребятами. С одной стороны у нас Андрей. Человек, который живет в полном благополучии. Практически ни в чем не нуждается. И тут же Мартур. Парень, который живет даже не в своем доме. Его семья, она скитается из одного места в другое. Он думает о том, как бы заработать деньги. Потому что он-то работает. Я не вижу здесь никаких мыслей ни о смерти, ни тем более об убийстве. Боже мой. Смотрите, мне его показывают в кандалах. С закрытым лицом. Он вообще не понимает, что происходит. Почему тут? Единственный человек, за которого он сейчас переживает, это вы. Нам с папой передавал просто записки. Переживает просто за нас. Как мы тут справляемся сами, как мы живем. Я их не перечитаю. Если я буду перечитывать, я вообще с ума сойду. Возможно, сейчас в СИЗО находится невиновный человек. И мать сегодня услышит такие желанные слова. Ваш сын не убийца. Тем временем Хаял Олегперов вместе с родителями погибшего едет на место трагедии. Меня что-то здесь останавливает. Не понимаю. Заброшенное недостроенное здание, где обнаружили тело Андрея, находится в 100 метрах от рынка. Ваш сын. Он стоит здесь, и его окружают люди, которых я видел еще вчера. Начинают бить. Это какие-то взрослые мужчины. Очень плохая энергетика у них. И Артур тоже здесь. Это как-то связано с кражей. Мужчины что-то воруют, а ваш сын и Артур, кажется, это увидели. Возможно, ребята действительно стали свидетелями какого-то преступления. И из-за этого Андрея убили. А его другу удалось сбежать. Или, может, Артура просто запугали и заставили молчать. Сейчас здесь пусто, а тогда было много людей. И мужчины словно забирают что-то. Ваш сын и его друг видят это и начинают кричать. Бегут за этими подонками. Но когда они оказываются в безлюдном месте, мужчины начинают нападать на вашего сына и его друга. Парни сопротивляются. Пахнет свежей травой. Такой запах, как летом. Подождите, а вашего сына убили осенью, да? Да. А эта драка была летом. Что-то здесь не сходится. Нам удалось найти общего знакомого парней. Пообщаться на камеру он отказался. Но сообщил, что действительно год назад, летом, Артур и Андрей подрались с рыночными карманниками. Но чтобы те как-то угрожали или еще раз встретились на пути парней, по его словам, такого не было. Думаю, что нам стоит поехать на место смерти. Там работает мой коллега сейчас, Хаял Олег Перв. В день убийства ваш сын с другом тоже здесь были. Нужно идти сюда. Они пошли сюда. Экстрасенс неподалеку от места, где нашли тело Андрея. Я настраиваюсь на энергетику Артура и вижу в его голове какие-то странные картины. Удары по лицу. То ли он кого-то бьет, то ли его бьют. Если он не хотел умевать, и у него постоянно шли эти картинки, значит, он таки вынашивал эту мысль. Простите, но давайте не будем делать поспешных выводов. Тем временем Ярослава Федорова с мамой подозреваемого в убийстве уже едут на место трагедии. Подержите, пожалуйста, еще карты. Вот эти. Выпадает карта, карта дьявола. Она не обозначает, ну, то есть, какие-то черные силы. Она обозначает, что человек находится в какой-то зависимости очень серьезной. Интересно, что это? Это его папа. Ведет такой прессинг. С вами мужчина, который считает себя хозяином всему. Младя, вы же не собаки. Почему такое отношение именно? Вот я вижу, он его дрессирует. Говорил, что это можно, что это не за, что это как бы в жизни пригодится. А физическое насилие тоже пригодится? Ну, такое было это, да. Ваш муж очень тяжело работает, но он считает, что как я решил, так и будет. И что хочу, так и ворочу. Почему вы, даже вы себя чувствуете, понимаете, связанной? Он к вам относится точно так же. Да, я понимаю, о чем. Я как бы не хочу об этом говорить, но это просто как бы личная проблема. Это было, да, это было. Я просто не хочу об этом. Вот в этом месте его нашли, да? Вот здесь вот рядышком. Андрей сейчас с нами. Может, это и странно прозвучит, но он говорит, что хочет потанцевать с мамой. Во вторник, когда его нашли, он ко мне пришел во сне. Мы не танцевали. Он меня очень крепко обнимал, и мы с ним танцевали. И он говорит, мама, прости меня. Ему не за что просить у нас прощения. Разве что за то, что он нас оставил. Я хочу у него попросить прощения за то, что я, наверное, была где-то об чем-то, когда-то не права. Андрей пришел сюда, потому что он пришел вместе с Артуром. Они сидят где-то, и они как бы общаются. Разговор о деньгах. Что-то Артур очень хотел себе купить. То, что имел Андрей. Кажется, это обувь. Но потратил деньги на что-то другое. Ирина, а вы не знали, что ваш сын брал у друга деньги? Нет. Я вижу, что Андрей дает деньги Артуру. Но не в день трагедии, раньше. Давал в долг. У него по этому поводу никогда не было проблем. Вообще. Вот с чем, с чем. А с деньгами проблем не было. Вот человек полностью адекватный в этом плане. Чего, друзья, давай ему там месяц-два. Ну вообще нет никаких проблем. Он еще скажет, ладно, нет денег. Понимаю. Ну ничего. Все. Стоп-стоп. Все не так, как кажется. Артур почему-то был очень напуган из-за какого-то мужчины. Кого-то боялся. Отца. Артур боится отца. Если бы тот узнал о долге, это было бы ужасно. Парень просил Андрея не говорить об этом его отцу. Андрей говорит, ты меня обманываешь, ты меня обманываешь по поводу денег. Андрей, он показывал свое превосходство. И делал это как бы, ну, знаете, в словесной форме. Так, знаете, с подковыркой. Вы даже не замечали, что ваш Андрей был еще тем задирой. Он часто пытался задеть Артура, что тот многое не может себе позволить. Андрей вскакивает, разворачивается. Он говорит, все, я пошел, расскажу твоему папе. А Артур, он как бы, знаете, ну, он ему вслед, как бы, я типа никогда не думал, что ты, ну, в общем, как это, ну, не то, что там на такое способен. Что ты меня заложишь, он хватает первое, что хватает под руку, чисто от злости. Если бы это была пустая бутылка, то полетела бы, ну, вон, пластиковая бутылка, ничего бы не было. Это был кусок кирпича. Он падает вот так вот, ну, как бы на руку. Так, лицом. Извините, Ирина, мне тяжело вам об этом говорить. Но ваш сын – убийца. Я прошу вас прощения. Я буду молиться. Я не знаю, может быть, мои слова все равно ничего не значат. Я очень понимаю вас, я вам очень сочувствую. Все надежды матери разрушены. Она так хотела услышать, что все это ошибка, и ее сын не виноват. Трудно даже представить, что сейчас чувствует несчастная женщина. Тогда я понял, почему на нашем пути упало дерево, и какую картину еще в начале расследования мне показывал дух Андрея. Упавшее дерево – это осина, дерево Иуды. Петля, на ней повесился Иуда. Дух Андрея хотел показать нам, что причина трагедии – предательство. Он предал друга, когда хотел пожаловаться его отцу. А друг предал его, когда подло ударил сзади. Но на картинке, которую Хаял Олегперов нарисовал в начале расследования, были еще и глаза. Что они означают? Найдут ли экстрасенсы ответ и на этот вопрос? Еще кое-что. Вот тут лицо какой-то женщины, глаза и еще круг. Это изображение есть на теле предателя. Словно тату. Оказалось, что Артур сделал себе на руке татуировку. И она выглядит именно так, как описал Хаял Олегперов. Ваш сын, вот почему-то, ну, даже не обижен на него. Я не знаю, как это объяснить. Извините меня, пожалуйста. Может, я сказала что-то лишнее? Я просто это слышу и вижу, да. Те преступления, которые люди действительно не совершают, а попадают в это самое. Если бы вы могли всем помочь, то, я думаю, вы бы спасли очень много людей, которые невиновны. В нашей ситуации, увы, получалось, что Артур был причастен к этому всему. И еще босые ноги Андрея. Почему-то его обувь вижу на ногах Артура. Оперативники обувь Андрея так и не обнаружили. Однако нам удалось найти свидетеля, который видел, как на следующий день после убийства Андрея Артур ходил в его кроссовках. Артур в этой обуви ходил в школу. Спокойно, без всяких. Как же сильно он хотел иметь то, что было у друга. Все это в голове не укладывается. У каждой из этих несчастных женщин свое горе. Совсем иначе они представляли будущее своих сыновей. Убийство навсегда изменило их жизни. Но они находят в себе силы понять друг друга. И знаете, что еще? Мне тяжело это говорить, но в случившемся виноват не только Артур, но и вы трое. И ваш Ирина муж. Родители должны были понимать, что дружба с мальчиком из обеспеченной семьи рано или поздно вызовет у него чувство зависти, что в конечном итоге и привело к таким ужасным последствиям. Простите еще, если сможете. Ну, потому что так воспитали. Да все мы какие-то ошибки не допустили. Да что-то упустили. Я очень благодарна, во-первых, и Ярославе, и Хаялу за их труд. И хотела бы, наверное, обратиться ко всем матерям, отцам. Порой мы за бытовыми своими заботами, зарабатыванием денег, устройством своего быта, мы забываем о самом главном. О том, что рядом с нами ее вырастают. Маленькие люди, которые нуждаются в нашей ежедневном нашем внимании, поддержке, которым мы должны давать свою любовь ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Наше очередное расследование началось не с письма с криком о помощи и не с последней криминальной сенсации, а с телефонного звонка экстрасенса. В редакцию программы позвонила встревоженная Жанна Шулакова. Пару недель назад в моем доме начали происходить удивительные вещи. Дети наперебой начали рассказывать мне о каких-то невероятных чудесах. Сначала я просто не придала значения всем этим рассказам. Ну, мало ли, детские фантазии. Я установила в нашей квартире видеокамеры. И то, что они зафиксировали, повергло меня просто в шок. Я сидела тут на полу. Мячик вот так сам выпал. Выпал из-под кровати. Было странно. Потому что под кроватью никого не было. Я была в комнате одна, никого не было. Как может быть такое? Мяч в пустой комнате выкатывается из-под кровати, как будто его просто оттуда кто-то вытолкнул. Или стул начинает сам собой просто двигаться. Но странности не заканчивались. Я увидел, как со стеллажа вылетают книги. Сквозняк не мог этого сделать. Когда я увидела все это, я поняла. В нашей квартире орудует что-то потустороннее. И дети находятся в опасности. Но почему я не вижу и не чувствую это? Я перезвоню, подожди. Последней каплей стал случай, когда у нас в спальне внезапно упала люстра. Причем секунду назад на кровати под этой люстрой я сидела и разговаривала по телефону. Но я не понимала, что мне делать. Кто это? Сущность, дух, что пришел в мой дом. Почему он беспокоит моих близких? Все стало понятно тогда, когда Альвина позвала меня из спальни в гостиную. Я сидела и смотрела мультики. Началось шипение. Чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. А потом резко вот так шипеть. Я взяла пульт и нажимала кнопки. Но ничего не получалось. Мама! А ты что на полу сидишь? Смотри, мама. Когда я увидела поверх шипящего экрана изображение женщины, я обомлена. Я вспомнила, что совсем недавно видела это лицо. Ко мне на прием пришел мальчик. Он хотел узнать, кто убил его маму. Женщину, образ которой я увидела на экране. Дух женщины не упокоен. Она всеми силами старается привлечь к себе внимание. Когда на приеме я начала делать расклад на убийцу, я увидела образ могильной плиты. Я для себя трактовала это так. Если мальчик сейчас услышит хотя бы что-либо из моих уст, ему грозит смертельная опасность. Я так испугалась тогда, что буквально вытолкала парня из своего кабинета. Я попросила Михаила Присюжнюка разыскать этого парня. Я должна была ему помочь. По информации, которую предоставила Жанна, погибшей женщине было 34 года. Ее убили посреди бела дня на одной из киевских улиц в салоне собственного автомобиля. Преступник нанес 28 ножевых ранений. Таких резонансных преступлений в столице не так уж много. Я использовал свои ресурсы и нашел сына погибшей. Его зовут Иван, ему 20 лет и он живет в Киеве. Вань, меня зовут Михаил Присюжнюк, я адвокат. Ко мне обратилась экстрасенс Жанна Шулакова. Она попросила тебя найти. Я 6 лет назад потерял мать. Ее убили, обратился к Жанне с надеждой о помощи. Потому что 6 лет уже ведется следствие и никаких сдвигов нет. В картине данного преступления меня поражает дерзость его совершения. Среди бела дня на оживленной улице. Также на определенные мысли наводят тот факт, что из машины ничего не пропало. Получается, убийцей двигали личные мотивы. Однако во время встречи Михаила Присюжнюка с парнем выяснился еще более ошеломляющий факт. Оказалось, что сразу после того, как Ваня обратился за помощью к экстрасенсам, с ним начали происходить очень странные вещи. Пару недель назад обнаружил привязанный к машине снизу мобильный телефон. Я как-то в совпадение не совсем верю. Я думаю, это какая-то часть какой-то слежки. Я боюсь, что те люди, которые убили маму, сейчас могут следить за мной. Когда я возвращаюсь домой, такое чувство, будто кто-то передо мной был в квартире. Я опасаюсь за свою жизнь. И я надеюсь о вашей помощи. Я решил заняться этим вопросом, и мне очень хочется помочь Ване в расследовании смерти его мамы. Кто следит за парнем? Неужели именно тот человек, который так жестоко лишил жизни его мам? Кому она могла перейти дорогу? Ведь Оксана работала простой продавщицей на рынке «Юность». Именно на парковке возле работы ее и убили 22 ноября 2009 года в 16.30. Это была яркая, жизнерадостная девушка, которая любила жизнь, благотворила своего сына. Мне кажется, если бы она могла, она бы весь мир ему подарила. Нанимала репетиторов для Вани. Знаете, она была просто невероятной матерью. Оксана была очень порядочной, отзывчивой человеком. Очень порядочной. И поговорит, и на помощь, и подскажет. Мне стало известно, что существует очевидец убийства. Прохожий услышал звук сигнализации и дикий крик. После чего он подбежал к автомобилю и увидел, что левая дверь открыта. А внутри лежит бездыханное тело Оксаны. Именно этот очевидец вызвал скорую, дал показания правоохранителям, а уже спустя пару месяцев сменил место жительства. Как мне стало известно, очевидец убийства Оксаны Бабич выехал из страны 6 лет назад и больше не возвращался. Этот факт настораживает. Кого мог увидеть свидетель? Кто так поиздевался над Оксаной? Но кто бы это ни был, преступник до сих пор на свободе. И, возможно, именно он сейчас следит за сыном погибшей. Жанна Шулакова отправляется в Киев, чтобы вновь встретиться с Иваном. Она звонит Майе Дзидзишвилле, чтобы та помогла ей в расследовании. Ясновидица немедля вылетает из Грузии в Киев. Жанна Шулакова уже на месте гибели Оксаны. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте. Это ее вещи, которые были с ней во время смерти. Может, мне вам помогут. Вот это место, где она умерла. Да. Хорошо. Подержи, пока, пожалуйста. Убивал именно мужчину. Какой кошмар. Она не сразу даже поняла, что происходит. За ней кто-то следил к этому месту, как будто кто-то ее видит. Видит. И она идет. Возможно, Оксане угрожали. Я решил уточнить у ее коллег и близких, не замечали ли они чего-то странного в ее поведении. И мне таки удалось узнать любопытную информацию. В тот день я подходила сюда к ней, и она сильно была расстроена. Она весь день сидела на телефоне. А потом мне на утро сказали, что это случилось без 25, а это случилось буквально 20 минут, как я ее видела. Может, ты что-то какое-то звонок ебил. Я сам лично слышал даже крики по телефону, как она ругалась. Она два дня ругалась очень сильно. Вот этот человек ее убил. С кем ссорилась Оксана по телефону? Ответ на этот вопрос мог бы очень помочь расследованию. Правоохранительные органы должны были запросить у мобильного оператора распечатки последних звонков убитой. Нам милиция отказалась давать какую-либо информацию, ссылаясь на тайну следствия. Мы отправили официальный запрос в полицию, однако дело не закрыто. Идет досудебное следствие, поэтому любая информация об этом преступлении – следственная тайна. Тут что-то было, а что? Да, здесь была машина. Ой-ой-ой. Ой, больно. Это чья машина? В этой машине вам убили. Я хочу в нее попасть. Это ужасно. Садись. Я хочу видеть. Эту дверь открыли. Сильно сопротивлялись. Руки в крови. Она когда была, были похороны у нее были здесь порядка. Она хваталась, она сопротивлялась, она дралась за свою жизнь. Он ее держал, крепко держал. Бил. Проанализировав все факты и свидетельские показания, я предполагаю, что убийство происходило следующим образом. Убийца ждал Оксану в этом месте. Здесь из-за угла его не видно. Когда он услышал, что сработала сигнализация и увидел, что Оксана открыла дверь, он резко подошел к автомобилю. Подойдя к автомобилю, он открыл пассажирскую дверь, заскочил вовнутрь и резко прижал Оксану голову к сиденью. Начал наносить ножевые ранения. Нанеся последний удар, он отталкивает ее бездыханное тело и выходит из автомобиля. Скорее всего, а именно в этот момент, убийцу увидел свидетель, стоящий в нескольких десятках метров от автомобиля. Но разглядел ли он преступника? Он был один или с кем-то? Он был один, в машине был один. Она и знала, она его видела. И он ее видел. То есть глаза встретились и лицо было узнаваемым. Но кого узнала Оксана в последние минуты жизни? Неужели кого-то из своего окружения? Семья. Почему такая обида на семью? Она не единственный ребенок в семье. Есть кто-то такого же пола, как и она. У нее есть сестра. Твоя тетка, получается. Очень странные взаимоотношения с тетей. У меня неполадки были с тетей финансовые. Она хотела дожить мне деньги. И мы с ней поссорились, и она сказала бабушке то, что все, для меня Ваня умер. На раскладе выпадало, что тетя Ваня – человек со сложным, жестким характером. Такие волевые люди зачастую способны на убийство. Я не стала рассказывать об этом Ване, потому что в отношениях сестер нужно было еще разбираться. Взаимоотношения с ближайшими родственниками – очень важная деталь в любом расследовании. Я решил побольше узнать об отношениях Оксаны с ее родной сестрой Аллой. И то, что я узнал, повергло меня в шок. Она мне рассказывала, что они с сестрой не общаются. Говорила, что сестра ей завидует, понимаете. Были какие-то конфликты, наверное, раз она так считала. Скажи мне, ты подозреваешь свою тетю в убийстве мамы? Ну, мне как-то не логу такое говорить. Мне это неприятно говорить. Наш разговор Ваня попросил не афишировать. Поэтому я оставляю эту часть истории экстрасенсом. Но во время нашей беседы я узнал еще более удивительную вещь. Оказывается, Ваня подозревает не только родную тетю, но и отца. Я думаю на отца. Просто однажды, когда мне приснилась мама, это самый первый раз после смерти мамы, она мне приснилась, она сказала, что ее папа ударил лопатой. Там было конкретно имюх на отца. Но дело не только в том сне. Ваня не доверяет отцу. Владимир был одним из главных подозреваемых в этом деле. Уже спустя час после убийства его задержала милиция, ведь алиби на момент смерти жены у мужчины не было. Весь день 22 ноября Володя провел с сыном, отлучился лишь раз. И именно в этот промежуток произошло убийство. Отец был со мной в селе. Потом, когда... Ну, вот это... Все такое было, что мы когда приезжаем под дом, он выгружается, идет за пивом, пьет здесь на личной площадке, или где-то на лавочке, либо в машине. Пьет пиво, звонит, чтобы мы все доехали. А я говорю, ты всегда, когда у меня погостишь, как приедешь на место, позвони, чтобы у меня душа была спокойна. Приехали с села, поставил машину, выгрузили, пошел, купил две бутылки пива. Встал на лестничной площадке, позвонил к маме. Но почему Владимир звонил из подъезда, а не из квартиры? И действительно ли звонил маме? Ведь на наш вопрос, звонил ли ей сын в тот день, женщина ответила следующее. Он мне так и не позвонил. Звонил? Я всегда звоню, всегда звоню. Так звонил или не звонил? И только после подсказки сына женщина неуверенно меняет ответ. Да, ну, может, и звоню. Кому на самом деле звонил Владимир? Неужели Оксане? И это именно он убийца? Как утверждает мужчина, милиция не нашла в его звонках ничего подозрительного. После 72-х часов задержания Володю отпустили. Не исключено, что Владимир мог нанять кого-то для того, чтобы совершить это преступление. Мотив у него был. Супруги в это время находились в процессе развода и делили имущество и квартиру. Считала, что это ее квартира, и квартиру делить она не собирается, потому что она куплена на ее личные деньги. А Вова собрался ее поделить пополам. Она настаивала, чтобы он оставил ей квартиру и все. Начались судебные тяжбы? Ну да, потому что жить ему некуда было идти. Его это очень пугало. Потому что, скажем так, вся его жизнь строилась за счет Оксаны. Ничего он сам не делал. Жил на ее площадях и все остальное. Он ей даже говорил, я слышал от нее, она говорила, что если ты, не дай бог, меня там бросишь, я тебя убью. Как вы думаете, а папа мог бы убить ее? Я хочу прийти к этому человеку, посмотреть его в глаза и точно знать. Мои ощущения по поводу отца мальчика были двойственные. Я чувствовала, что он очень скользкий тип. Но конкретных причин его обвинять у меня тогда не было. Я хочу узнать, прилетела ли Майя. Тем временем медиум из Грузии Майя Дзидзишвили уже на украинской земле. Она звонит Жанне, и ясновидящие решают разделиться. Пожалуйста, поговори с мужем убитой, а я поговорю с сестрой. Хорошо, я еду к мужу погибшей. Встретимся позже. Село Устиновка под Киевом. Именно здесь со своей старенькой мамой живет муж покойной Оксаны Владимир. Он едва сдерживает слезы. По его словам, он очень устал от подозрений. Что это? Скорбь или показательное выступление? Майя, я прошу, вы мне скажите, из-за чего? И кто виноват? Неужели оно вот так вот тут? Понимаете? Я вижу, как вы еще юным, да без памятства были влюблены в Оксану. И даже плачете, делая предложение руки и сердца. Кто-то на этом делал. Но вместе с тем у меня какое-то странное ощущение большой любви, переросшей в бешеную ненависть. Также я чувствую, что вы – человек, который любит играть на публику. Пока что я не особо вам доверяю. Мне нужно время, чтобы разобраться во всем. Тем временем Жанна Шулакова уже в доме родни Оксаны. Ее встречают родители, покойная, также сестра Алла с мужем Николаем. Добрый день. Меня зовут Жанна. Проходите. Мне предоставляли фотографию для диагностики. Ситуация мне не совсем нравится с тем, что я увидела. Меня смутило, что очень близко выпадает человек, который виноват, скажем так. Очень близко выпадает к семье. Вы готовы услышать любую информацию про каждого из вас? И вам между собой нечего скрывать? Когда я начала раскладывать карты, у меня выпал очень интересный нюанс. Сестры не просто недолюбливали друг друга, между ними была конкретная вражда. Это момент достаточно жесткого соперничества. Кто больше, кто лучше. Это с ее стороны больше было. Ну, у меня муж такой, у тебя такой. У тебя такие дети, у меня такие дети. У тебя такая кухня такого цвета, а у тебя такого цвета. И так далее. И вплоть до, как выглядим внешне, какого цвета шуба, из чего. С моей стороны такого не было. Да, было-было только. Хоть Алла и говорила, что по отношению к Оксане у нее не было зависти, но она лукавила. На картах выпадало, что между сестрами было обоюдное соперничество. Неужели соперничество между сестрами переросло в зверское убийство? Пока что ответа на этот вопрос нет. Но экстрасенсу открывается другая интересная деталь. Какой-то момент общения был даже накануне смерти. Буквально и человек становится в стабильном состоянии в момент смерти. Я так понимаю, что она разговаривала с Антой, потому что выпадает женская карта, близкая к ней. За 20 минут до смерти я с ней разговаривала по телефону. По телефону? Да. Неужели именно Салла, погибшая, громко ссорилась по телефону? Неужели подозрения Вани не безосновательны? О чем говорили сестры, которые до этого почти не общались? Она мне говорит, что в этот день она написала записку Вове, что все, я ухожу к маме, раздевила имущество. Я ей говорю, Оксана, зачем ты это сделала? Ты не могла тихонько взять все и уйти. Ты Вову знаешь плохо, он способен на все, все. Это ее дословные слова. В этот момент засигналила ее машина. Она мне сказала, у меня сработала сигнализация, я сбегаю, посмотрю на машину. Могла ли записка, о которой говорит сестра, рассердить Владимира настолько, что он пошел на убийство? После смерти Вову почему-то интересовало очень сильно. Он спрашивал и через подружек, и через Куму, не помню ли через Ваню или нет, о чем я разговаривала с Оксаной. Почему его это интересовало, я не знаю. Когда я узнал о записке, оставленной в день смерти, то стал еще больше подозревать Владимира. Таких совпадений не бывает. Что в голове у этого мужчины? Возможно, Майя, которая непосредственно общается с Владимиром, почувствует больше? Я вижу, как Оксана стоит в этом доме и закрывает лицо руками. А вы почему-то громко на нее кричите. Речь о каких-то деньгах. Вспоминаете каких-то мужчин. Скажем, что крики по поводу ревности, ну, таких у нас не было. У нас, ну, другие там, другие были, скажем так, нюансы. Это уже не ревность была. Хотя Владимир и отрицает тот факт, что между ними с Оксаной был конфликт, подруги погибшей рассказывают абсолютно другое. Какие у них были отношения? В начале их семейной жизни это были нормальные отношения. Но когда стала Оксана зарабатывать деньги, а Вова стал при ней, тогда уже они испортились. Каждой женщине хочется видеть мужчине мужчину. Она ему платила зарплату, даже он не ходя на работу. Как они к такому странному образу жизни пришли? Ну, Вова же не работала, Оксана решила ему платить зарплату, чтобы хоть как-то он мог себя как-то, не знаю, содержать или что-то. На работу я никакую не встраивался. Оксана работала частично, я с малым был. Она просто вот этой ссори, и это были ссоры, что она доказывала, что это мое, я, ты ничего в этой жизни не заработал, ничего. То есть, ну вот, чтобы или она упрекала в том, что я не зарабатываю сколько, сколько бы она хотела, чтобы как муж зарабатывал. Но у меня на первом плане было спокойствие, потому что мы занимались валютой. У меня на первом плане всегда стояла безопасность нашей семьи, ее и меня. Все. Вот это было на первом плане. Теперь я понимаю, почему вы постоянно ее ревновали. У меня в голове сейчас обрывки ваших ссор. Она упрекает вас в том, что вы не зарабатываете деньги. Я даже слышу, как она называет вас домохозяйкой, а вы ее потаскухой. Вы ревновали ее, потому что она все время была на работе, потому что ухаживала за собой, хотела выглядеть на все сто, и ей это удавалось. Да, она красивая. Я, скажем, чтобы крики по поводу ревности, ну, таких у нас не было. Хоть на камеру Владимир и отрицает скандалы с супругой на почве ревности, мне удалось найти свидетелей, которые утверждают, в семье Бабич доходило даже до рукоприкладства. А некоторые откровения меня шокировали. У него эта ревность была безумная. Она говорила, что он вообще был такой, как деспот. Он ее предавил, он ее унижал. Мне просто интересно, многие ли мужчины симпатизировали Оксане? Да, многие. Она всегда выглядела шикарно, ухоженно. Но я думаю, что это ей было поводом, его это раздражало. Ему нужно было, чтобы она надела длинную юбку, там вышла с ним этой головой, наверное. Даже если там были деловые встречи, ну, там даже никуда не отходя, выходя, все равно ты к тебе приходил любовник. А он эту ревность как? Он как-то вымещал ее на Оксане? Или он мог там побить мужчину, который... Нет, он вымещал это на Оксане. Дрались там конкретно. Ну, он ее избивал. Даже при ванне, при друзьях. И она ко мне приходила ночевать. Но она говорила, я боюсь то, что он может меня убить. Получается, у Владимира, кроме квартирного вопроса, есть еще один мотив для убийства жены – ревность. Это дополнительный повод подозревать мужчину. Я настаиваю, что скандалы между вами были, и в итоге они достигли критической точки. Кроме того, в ваших отношениях я вижу третьего человека. И это женщина. У вас была любовница, Володя. После развода. Я думаю, что вы ее знали и до развода. И до развода? Нет. А как я могу? Я люблю. Оксана меня на самом... И эту женщину я почему-то вижу в погонах. Она очень не любила вашу жену. Неужели еще один человек, имеющий личный мотив для убийства Оксаны – это любовница мужа? Нашему эксперту удалось выяснить шокирующие подробности тех отношений. Любовница себе позволяла позвонить Оксане ночью и сказать, что ты такая-сякая. Угрожала ей? Ну да, обозвала ее. Она говорила, ты ***, ты такой вот, в таком плане. Да, что ты его не любишь, ты его не ценишь. Она замужем. Она прокурор. А потом, как оказалось, что после смерти Оксаны он продолжал с ней общаться, с этой прокурорушей. Могла ли любовница заказать убийство соперницы? Возможно, между ней и Владимиром был сговор? И именно благодаря связям любовницы мужчина сейчас на свободе. Неужели перед Майей стоит хладнокровный убийца? Но Владимир лишь переводит разговор в иное русло. С кем она ругалась в тот день? Понимаете? Не со мной она ругалась. Вот с кем-то она ругалась по телефону. Вот этот человек ее раздражил. Понимаете? Как только вы сказали о звонках, мне пришел четкий образ. И это образ убийцы. Мамочка, успокойся, все хорошо. Мы должны немедленно ехать на кладбище. Я должна кое-что проверить. Когда я общалась с Владимиром, меня насторожил один момент. Он так сильно оправдывался, так мастерски заговаривал мне зубы, что я не могла сосредоточиться и нормально работать. Я хотела поскорее связаться с духом Оксаны, дабы выйти на след ее убийцы. Дух Оксаны с нами. Кажется, убийц было двое. Один исполнитель, другой заказчик. Но я вижу лишь его силуэт. На вид ему лет сорок. Он невысокого роста. А мужчина, вонзивший в нее нож, одет в спортивную одежду. Темная куртка, черная шапка. Среднего роста, коренастый. У него стеклянные глаза. И такое ощущение, будто он не понимает, что делает. Оксана показывает мне обрывки случившегося. И что интересно, после совершенного убийца напуган. Тяжело дышит и бежит к какому-то белому зданию. Я хочу поделиться своими ощущениями с Жанной. Майя с Владимиром уже едут в Киев. А перед Жанной в это время открываются новые подробности отношений между супругами. Еще у меня такой момент. Выпадает все время третий лишний. И который стоит между ей, ее отношениями и мужем. Ее жизнью и смертью. Вплоть до того, что человек агрессивно настроен. Ему на данный момент за 40 вхож в ее семью со стороны мужа. Я так и думаю. Он не является кровником, но он близкий, очень близкий. Причем он близкий мужу. Это кто? Я вот сидела и как раз только вы начали говорить. На 11 этаже живет здесь. Вовен друг. Это друг папы, друг, который они все давали. Это лучший друг. Степан, так зовут этого мужчину, был кумом Владимира. И как оказалось, к Оксане он относился не слишком доброжелательно. Он всегда Вовку настраивал против Оксаны. Он считал, что ей хотелось всегда попасть в высший свет. Вове надо было такая приземистая женщина. Такая, чтобы была услышала, чтобы подала, принесла, приготовила. То, что он Оксану недолюбливал, это точно. Ну, все были конфликты в основном из-за Степана. То есть он ходил к нему, получается, знаете, как. И тот его настраивал против Оксаны, против семьи всей, против родителей, против нас. И вот он приходил, это все выливал на Оксане. То есть драки устраивал и так дальше. Оксана, естественно, начинала идти. И Вове, и шла, и раз была, по-моему, или два у него же. И высказывала, что не лезть в нашу семью. Я пошла в гости. Когда мы заговорили о Степане, у меня сразу же выпала карта наемного убийцы. Это меня очень сильно насторожило. Я должна была проверить этого кума. А почему нам дверь не хотят открывать? О, господи! Здравствуйте! Здравствуйте! А где здесь все по-дому? Это экстрасенсы? Нет, еще нет. А когда будет? Я сейчас перезвоню. Сейчас будет. Мы его подождем на улице. Хорошо. Ваня его знает в лицо. Конечно. Ванюш, пошли. Меня зовут Жанна. Я так поняла, что вас Степан зовут. К нам обратился Ваня. Ребенок хочет разобраться. Ваня хочет понять вообще, ну как бы, что произошло на самом деле. Кто виноват? Как это случилось? Если вы не возражаете, могу я попросить вас поддержать мою вещь. Давайте. Не, не залезай. За верх. Хорошо. Ложите? Теперь отдайте. Вы палец иголкой в состоянии проколоть? Дайте, пожалуйста, мне мою иголочку. Мы поставим эксперимент на крови. Тут не надо раскладов делать. Будет сразу понятно, какое отношение к этим вещам имеет человек. Я думаю, уколоться иголкой – это не так уж больно. Знаете, когда, как, всегда конфликт и что-либо еще сливается, смотрится, считывается с лезвия ножа. Ну что я могу сказать? Да, убивали. То, что у этого человека руки в крови, я почувствовала сразу, как только увидела его. А ритуал только подтвердил мои ощущения. Степану приходилось убивать. Это точно. Неужели экстрасенс вышла на след убийцы? И именно Степан убил Оксану. Однако сознаваться мужчина не собирался. Вместо этого он стал рассказывать о якобы железном алиби. У Кумавьевна, Светошина, двое детей. И у них с отцом в один день, 19-го числа, день рождения. Вы находились в гостях. Чтобы наверняка не возникло уже больше вопросов, Вы сейчас можете позвонить? Просто набрать? Да, могу. Кум, дорогой, скажи. Чтобы уже как бы не возникало вопросов. Кума, привет. Кум дома? Вовка дома есть? Слышишь, такой к тебе вопрос. Помнишь ситуацию, что у друга на юности жену убили? Ты не помнишь? Мы тогда у вас были или не были на дне рождения? В тот момент, когда я попросила Степана позвонить людям, которые могут подтвердить его алиби, от него исходил страх. Это невозможно не почувствовать. И уже через минуту стало понятно, чего он так боялся. Лен, в календаре смотрим. В 2009 год. Вчера у вас? В субботу. Потому что мы всегда по субботу. 21-е, да. Все, до свидания. Все, все, давай. Спасибо. Раз 21-е, тогда у меня точно возникают сомнения, что были на день рождения. Оксана погибла 22-го ноября. А кума Степана припомнила, что день рождения, которым он прикрывался, как алиби, они праздновали 21-го. Невероятно. Но алиби, которым мужчина прикрывался 6 лет, разбилось в дребезги. Неужели перед нами преступник? Чтобы проверить свои ощущения, Женна делает еще один расклад на картах. Когда после ритуала с кровью я сделала еще один расклад, у меня вырисовывалась очень интересная картина. С одной стороны, на нем была явно чья-то смерть. Может быть, и не одна. С другой стороны, Степан был абсолютно не виноват. Я раскладывала снова и снова, но ничего не прояснялось. В этой ситуации было что-то совсем не так. Что-то связано с вашим прошлым и очень много крови. Ну, в армии служил. А где служили? В Афгане. Тогда понятно, откуда такой накал. С вашим прошлым, я не знаю, как вы спите тогда, если так выпадает на картах, это страшно. Но это не та смерть, которую я ищу. Это не та смерть. Человек в гибели матери не виноват. Кровь никогда не врет. Карты никогда не врут. Сказали правду. Я и не собирался обманывать. А как же алиби мужчины, которое не подтвердилось? Неожиданно соседка, проходившая мимо, припомнила, что в день убийства Оксаны Степан был у нее в гостях. У меня был день рождения. И он был и сестра моего покойного мужа была. Чуть не обсудила вашего соседа. Вы стоите и молчите, что человек... Я только что вышла и иду за ребенком. Он как кричать, что я знаю, где был. Одно дело мои слова, а другое ваше, о том, что он не виновен, это разные вещи. Нет, я же говорю, как бы человек убивал. Это однозначно. Но это приходилось. Это я уже поняла, почему. Потому что Афганистан. Но к этой смерти он не причастен. Он только косвенно касается семьи. Я сделала еще один расклад. На нем выпали карты казенного дома и колесницы. Колесница – это машина. Значит, убийцу ждали. И явно возле казенного дома. А казенный дом очень странный. В нем ерунду. Это или монастырь, или больница. Ну, психбольница. Теперь я хочу все-таки, в конце концов, связаться с авторегистрационцем. Так как здесь информация есть, да. То есть мы посмотрели машину. Ну, что я сделаю? Машина видно, да. Люди видно. Видно, как убегал. Видно, где сидели, да. Это все видно. Но меня теперь больше интересует место, где стояла машина преступника. Я, конечно, не собака. И лет прошло очень много, да. Но я хочу попасть на место. Хочу вызвать туда Маю. Алло. Алло. Майечка? Алло. Майечка, я хотела бы очень сильно уже тебя сегодня увидеть. Жанна, я вижу какое-то здание, куда меня зовет Оксана. А у тебя какая информация? У меня на раскладе выпадает, что машина у преступника должна была стоять рядом с лечебницей для душевнобольных людей. Очень напоминает мои ощущения. Мы выдвигаемся в ту сторону. Ну, да, скоро встретимся. До скорой встречи. Жанна уверена, ключ к разгадке нужно искать недалеко от дома, где стояла машина убийцы. Вероятно, это психбольница. Майя же видит строение из белого кирпича. Возможно, это одно и то же здание? В своем видении на кладбище я видела именно это здание. Белый кирпич. Странная энергетика. Убийца был здесь. Его разум будто затуманен. Я хочу провести ритуал, чтобы убедиться, из этого ли помещения вышел преступник. Эти камни покажут нам его путь. Неужели женщина стала случайной жертвой душевнобольного? В рамках собственного расследования Михаил Пресижнюк побывал в психоневрологическом диспансере, находящемся недалеко от рынка юности. На мой взгляд, версия АД вполне реальна. Ну, сами посудите. Пропускная система, как таковая, отсутствует. Никто не фиксирует ни входы, ни выходы. Поэтому, в принципе, человек мог вполне, находясь здесь, даже на стационарном лечении, выйти, зайти на рынок юность, купить или украсть нож, пойти, зайти в тот неохраняемый двор и совершить убийство Оксаны. Смотрите, камни будто отскочили от меня в одну сторону. Это означает, что убийца был тут. Но вышел не из больницы, ведь его путь здесь обрывается. Возможно, на этом месте, куда указывают камни, его ждала машина. Получается, к больнице он не имеет никакого отношения. Нет, это просто совпадение, что он был возле больницы. Но он однозначно был не в себе, и им руководят корыстные мотивы. Я уверена, что Владимир знает убийцу в лицо. На кладбище дух Оксаны дал мне эту информацию. Но тогда я промолчала, потому что не была уверена. А сейчас мне пришла картинка. Володя идет по улице. А навстречу ему тот мужчина, которого я видела на кладбище. Это убийца. Вы на меня не смотрите. Глаза выкатили. Люди сюда специально пришли. Пусть они разберутся. Ну так пусть разбираются. Слушай, а тебе один экстрасенс говорит. Второй. Убили твою жену, убили. Нужно разобраться, что к чему. Ты говоришь, что я ее убил. Чего ты так считаешь? А я точно так же считаю, что ты виноват. Возможно, именно Владимир заказал убийство жены. Ведь мотивы у него были. Мне тяжело утверждать, что вы связаны с убийцей. Ведь в своем видении я вижу только силуэты. Владимир мог увидеть преступника случайно. Где-то встретиться с ним и даже не знать, что это убийца. А что ты видишь, Жанна? Какие у тебя выводы после сегодняшнего расследования? Смотри, Майя, меня интересует последовательность событий. На момент, когда девушка погибла, был развод, был дележ, был финансовый кризис, который нужно было решать. У меня выпадало то, что Владимир знает или четко подозревает того, кто виноват. Вы должны были этого человека видеть. Вы только что совсем по-другому со мной разговаривали. Я закончила съемку. Я не могу работать в этих условиях. Все, что я хочу сказать, я скажу ребенку наедине. Едва ли не впервые за историю программы люди, ожидающие приезда экстрасенсов, так глупо теряют этот шанс, упиваясь выяснением отношений друг с другом. Смотри, то есть то, что получается на раскладе человека, который убивал, она должна была видеть. Человек, который убивал, был в наркотической агрессии, да, и все время идет мотив агрессии. Я не могу утверждать, но фактически человек, который убивал, он связан с наркобизнесом. Да, я тоже ощущаю наркотики, но речь идет об исполнителе. А вот заказчика увидеть очень сложно. Однако мне идет информация, что его должен знать твой отец, убийца из этого района. А где-то рядом с этим местом ему передали деньги за совершение преступления. Разум этого мужчины затуманен. Он наркоман. А ведь правда, район лесного массива, где произошло убийство, считается криминальным. Наркоманские притоны здесь чуть ли не на каждом шагу. Зайдите вон в лес, вот за стоянкой сразу. Ты буквально 10 метров от дороги, и увидите, сколько там спритцов. Если будешь идти с мобильным, наркоманы могут отобрать его средь бела дня. Летом у сигаряйщицы цепочку сорвали. Если идти вот здесь, через парк, срывают цепочки, грабят. Это бандитский район, понимаете? Относительно причастности Владимира остается масса вопросов, которые должна проверить полиция. Прямых улик на него я не нашел. Но мотив совершить убийство у него был, и к тому же не один. После моего возвращения с расследования, дух Оксаны больше не беспокоил моих близких. Я очень рада, что мы взялись за это дело. И смогли Ване помочь хотя бы тем, что дали ответ на вопрос о причастности его близких. Эта женщина очень боится умереть. Более того, она точно знает, когда именно погибнет. Меня мучают сны. Женщина в черном предсказывает смерть. Что я умру 1 ноября в 16.30. Невероятно. Но эта таинственная гостья уже забрала на тот свет более 10 родных этой женщины. Приходила к ней в кошмарах перед каждой смертью. Первый повесился дядя Коля. Потом за столом умерла тетя Шура. Наш папа просто сгорел в кровати. Брат уже разбился вместе с женой. Кто эта зловещая женщина в черном? Почему безжалостно истребляет рот? И как от нее спастись? Это что за херня? С руками не трогать. Вот откуда она взялась? Я вот сто процентов могу сказать. Делалась насмерть. Я не пойму, кому так мне мешали. Как вообще можно быть такими слыми? Кто так тебя ненавидит? В офис проекта экстрасенсы-детективы приехала встревоженная и измученная Жанна Шулакова. Ясновидица с порога ошеломила нас своей проблемой. Ты просто себе вообще представить не можешь. Так а что произошло? Я на протяжении уже сколько времени не могу спать спокойно. Каждую ночь во сне ко мне приходит молодой парень. Он обвиняет меня в своей смерти. Получился. Я его на сто процентов вообще никогда не видела и не знаю его. Я не могу быть виновата в его смерти. А мы как вам можем помочь? Он постоянно мне говорит одну и ту же фразу. Найди затерянные письма. Но, люди добрые, я перелопатила всю свою почту за много лет. А вы его как искали? Я искала письмо с обращением от Жени. Я ничего не нашла. Может, он обращался на проект, я не знаю. Посмотрите у себя, может, у вас в обращениях есть что-нибудь? Какие-то еще данные есть? Женя, парень, что еще? А, подожди. Я первый раз начала видеть эти сны, когда побывала в расследовании в Чугуеве. Надо поискать обращение из этого города. Это небольшой городок возле Харькова. Хорошо. Ребят, а давайте посмотрим в письмах. Нам надо город Чугуев. И посмотрите Евгений. Письма от Евгения или по поводу Евгения. Город Чугуев. Наши журналисты срочно пересмотрели все письма, которые пришли к нам из Чугуева. Но ни одного упоминания о смерти мужчины по имени Евгений не нашли. Должно быть что-то. Ну, нету нигде. Смотрите, осталось только вот это вот видеообращение и все. Мы его полчаса назад где-то получили и еще даже не успели прочесть. Сейчас открываем. А ну, смотрите. Каким же было наше удивление, когда женщина по ту сторону экрана, Оксана Сухомлинова из Чугуева, начала рассказывать о смерти ее брата Евгения. Он погиб летом 2014 года. Брат разбился на машине вместе с женой. Скользкая дорога, дождь шел. Они вылетели с поворота и в этот врезались в газельку с людьми. Машину разорвало в две части. Брат умер у нас в день рождения. Вот, вот, смотри, слышишь? Женя. Это про него она рассказывает. Это про парня с моих видений. Действительно, в нашем роду что-то происходит, смерть. Не оставайтесь соромнодушными, не проходите мимо, потому что, ну, сейчас уже это в четвертый раз к вам обращается полностью. Но как такое возможно? Оксана говорит, что писала в редакцию проекта и лично ясновидится много раз. Однако никто не получал от нее ни одного письма. Это мистика? Или просто сбой в почтовой системе? Но ведь такого не было за все годы существования проекта. Я поняла, почему Женя обвиняет меня в своей смерти. Видимо, сестра обращалась еще до того, как все это произошло. Но дальше больше. Ясновидица шокировала нас своими ощущениями относительно Оксаны. Вот ощущение, как черноты, нагара какого-то. Вот как гарь. А что это может означать? Девушке недолго осталось. Я думаю, что она умрет. Она? Да. И очень быстро. Жанна Шулакова уверяет, что Оксану необходимо срочно спасать. Отправляемся в Чугуев. Героиня сразу же ошеломила нас своим признанием. Она очень боится за свою жизнь. Ведь к ней в ночных кошмарах приходит женщина, которая предвещает неминуемую смерть. Я не могу с этим жить. Мне постоянно женщина в черном предсказывает смерть. Что я умру 1 ноября. И мало того, еще указывает время, что это произойдет в 16.30. Нервы героини на пределе. Это был холодец тетя Стасия. Потом за столом умерла тетя Шура. Потом умерла моя мама. Наш папа просто сгорел в кровати. Там был пожар. Брат тоже разбился вместе с женой. Перед каждой из этих смертей к Оксане во сне приходила женщина в черном. А теперь под угрозой и ее жизнь. Неужели ей пора готовиться к своей гибели? Или Оксану еще можно спасти? Я очень переживаю за свою жизнь, потому что я мама троих детей. Поэтому я обратилась к экстрасенсам за помощью. Чтобы выяснить причины многочисленных смертей в семье Оксаны и спасти ее жизнь, Жанна Шулакова отправляется в Чугуев. В этом расследовании она будет работать вместе с двухкратной победительницей битвы экстрасенсов, потомственной ясновидицей Аленой Куриловой, которая сейчас находится в Харькове. Когда я перед сном читала молитву, просила высшие силы дать мне помощь в расследовании, и я увидела сон. Быстро носились машины, и по центру дороги шла девушка. Блондинка, красивая, молодая. И сказала, кольцо должны вернуть в могилу. Передай ей. И я понимаю, что это послание для нее. Неужели Оксана брала кольцо из могилы? И чье это кольцо? Но что это за история с кольцом? Его действительно взяли из могилы? А если да, то из чьей? И зачем? Как все это связано со смертями в семье Оксаны? Неужели она погибнет из-за кольца мертвеца? Я в видении видела образ молодой красивой женщины. Но тело у нее как бы проткнуто было какими-то копьями или железяками. И она меня все время просила, выпусти меня, выпусти, освободи. Она замкнута в каком-то маленьком тесном пространстве. Как в стене замурована, что ли. Невероятно. Обе ясновидецы, так же, как и наша героиня, видят образ какой-то умершей женщины. Но одна ли и та же эта личность? И кто, в конце концов, она такая? Я хочу взять карты и посмотреть. Карты странно выпадают. Не лезь, не лезь. Ты сама пожалеешь. Совпадение или нет, но на этих словах экстрасенса на улице поднялся сильный ветер. Безоблачное небо почернело. Сорвался град. Об этом даже был репортаж в новостях. Сильный ливень, шквальный ветер и град. Дороги превратились в реки. Машины фактически плавали по улицам. Помимо ливня, на головы харьковчан посыпался еще и град. Съемочной группе пришлось остановиться и переждать непогоду. Ну, посмотрите, куда можно ехать. Какой дождь идет сильный. Мы поехали дальше только спустя час. Кто-то очень не хочет, чтобы мы брались за это расследование. Пока Алену Курилову атаковал ливень, Женну Шулакову, неподалеку от Чугуева, остановила другая помеха. Что-то случилось с двигателем. Чего остановились? Что случилось? Кто с машиной? Наверное, немного перегрелось. Нужно подождать. С полчасика остынет и поедем. А ну, подождите. Сейчас я приду. Вдруг ясновидица, не говоря ни слова, идет в неизвестном направлении. Мотор закипел неспроста, потому что я снова увидела мужчину со своих ночных видений, Евгения. Он показывал сторону каких-то построек. Я пошла оттуда. И, честно говоря, пожалела об этом. Тихо, тихо, я ухожу. Позже Жанна объяснила свое странное поведение. Там реально стоит дух с женщиной. Злая, страшная, горло все черное. Я понимаю, ее кто-то убил. Я ей говорю, покажи, покажи, я помогу. Она говорит, я сама найду того, кто виноват в моей смерти. И отомщу. Если ты будешь лезть, ты будешь следующей. Я свечку поставила, но она ее не сдержит. Надо отсюда уезжать. Поехали. Еще одна женщина. Агрессивная и убитая. Имеет ли она отношение к трагедиям в семье Оксаны? Тем временем сама она место себе не находит в ожидании экстрасенсов. Вместе с дочками встречает их на улице. Увидев съемочную группу, собрались и соседи. Здравствуйте. Здравствуйте, я Оксана. Это мои дети. Я Алена Курилова. Меня зовут Жанна. У нас что-то непонятно происходит. У меня очень страшно сны снятся. Женщина в черном приходит. Она мне предвещает, что я умру в ноябре месяце. Нет ощущения, что вот как задыхаешься. Есть ночи. У меня останавливается дыхание. Вот так душу прям. Видишь? Вот. Прямо вот рука. Рука с когтями. Вот пальцы прям в горло вцепились. И вот чтобы не дышала, чтобы замерла. Прямо бездыханная упала. Сейчас. Смотрите мне сюда. Вот в эту точку ладони. Дороги переворачиваются. Подождите, подождите. Пути нет никакого. Вижу плохого, не вижу хорошего. Сейчас в моем раскладе получается так, что первую унесут маму. И не самой страшно умереть, а страшно то, что вот, ребенок переворачивается. Вот видите? Солнышко, ребенок в перевернутом состоянии. Я бы маму увидела в глазах страх. До этого она как-то вот крепилась. То есть мы можем сами умереть, не создав семью, не родить детей. Я не хочу, чтобы это становилось правдой. Но кто эта женщина в черном, которая одного за другим забирает на тот свет всех близких Оксаны? А главное, возможно ли ее остановить? Ты посмотри. А у меня, ты говоришь, ребенок. Выпадает ребенок. Ну, ребенок какой? По крови ребенок убийца. Подожди. Карты говорили, что во всей этой истории замешано убийство. Но кто кого убил? И при чем здесь ребенок? Жанна, расклад с ее руки снят? Да. Это только она могла. Это только она. Вы никого в детстве не убили, а нигде не были причастны, допустим, когда маленькая была. Я даже на похороны не езжу, потому что я трупов боюсь. И она свой крест, крест, который она несет, она получает через чашу полную крови. То есть она с кровью что-то получает. Хорошо, кровь. Что связано с кровью? Что идет по крови? Убийство. Убийство четко. Это смерть. Я сделала расклад на семью Оксаны. Ни ее мама с папой, ни ее бабушка-дедушка, ни она сама никого не убивали. Откуда тогда в ней кровь убийцы, мы не понимали. Откуда у вас кровь убийцы? Мне рассказывали, что в детстве, когда я болела, вот у меня была свинка, что мне делали переливание крови. Оксане не было и трех лет, когда она заболела паратитом, в народе свинкой. Чтобы спасти девочку, медики делали ей переливание донорской крови. И получается, могли перелить, запросто могли перелить. Кровь убийцы? Ну а почему нет? А кто там знает, какую кровь? Ну группа совпала, еще что-то, медицинские показатели. Поэтому к подбору доноров я очень серьезно отношусь. Если донор действительно убил какую-то женщину, то это может быть она приходит во снах к Оксане и душит ее в ночных кошмарах и пытается забрать на тот свет. Но при чем-то тогда ее родня? В них же нет чужой крови. Это не наша черная женщина. Я тебе серьезно это говорю. Это что-то другое. Давай, наверное, пройдем в дом. Потому что у меня впечатление такое. Ты мне хоть режь. Вот не могу. Вот напрягает дом. Как только я вошла в квартиру, у меня ноги как отняло. Ой, подожди, колено не чувствую. Просто вата. Это был знак о том, что дальше идти не надо. Но кто мне дал этот знак? И с какими намерениями меня хотели уберечь от чего-то? Или эта женщина в черном мешала мне проводить расследование? Сегодня, я говорила, у меня было страшно сюда ехать. Мы начали сюда добираться. Была ясная погода, прекрасная. И тут такой дождь с градом. Тут все. Она не хотела, чтобы я приезжала. Я здесь, если можно, сама похожу. Алена Курилова остается работать в этой комнате. Ее коллега идет в другую. Воет. Что-то воет здесь, товарищи. Откуда же воет-то такой? Оксана! А что там? Ален, что там? Посмотрите, у меня очень большая копоть. Вот тот угол был. Вот тот угол большой. Кто-то со мной говорит, как душа или дух. Приди, приди, кто ты есть? Пойди сюда. Не навсегда, не навсегда. Что-то хочет, что-то просит. Кто мертвый? Кто мертвый? Кто мертвый? Кто мы? Ай! Да ты что? Сейчас бы по тебе как шандарахнуло. Все оцепенели. Вдруг стало очевидно, что в комнате, кроме хозяев, экстрасенсов и съемочной группы, действительно присутствует кто-то еще. Какой-то невидимый гость. Ну, когда упала картина, мне вот это интересно, почему она упала. Тем более, эта картина даже не моя, она осталась от прежних хозяев. Просто перешла мне как по наследству. А я обратила внимание не на то, какая картина упала, а куда она упала. На стопку фотографий, лежащих на столе. Держите свечу. Подождите, подождите. Держим разом, добрым часом, на свече. А это кто? Это Оля, женя. Ольга – это погибшая в ДТП жена брата Оксаны. Неужели она как-то причастна к смертям в этой семье? Подождите. А у этой Ольги, когда погибла, волосы были в белой покрашены. Я ее знаю, Жанна. Она шла по дороге. Эту Ольгу я не сразу узнала, потому что на фотографии у нее были темные волосы. А в моем видении она была блондинкой. Оказалось, что незадолго до гибели Ольга перекрасилась в белый. Жанна, знаете, что она мне сказала? Скажи ей, пускай отдаст кольцо в могилу. Какое кольцо? Вы спокойненько кольцо сняли? Я вообще на похоронах не была. Пускай отдаст кольцо в могилу и показывает мне. Женьку хоронили в закрытом гробу. Кольцо только одели Оле. А Женя без кольца. И не смогли положить. Тело Евгения, брата Оксаны, было настолько изуродовано в ДТП, что мужчину привезли из морга в закрытом гробу. Поэтому родные так и не смогли положить туда его обручальное кольцо. На том свете она без мужа. Мужа там рядом даже нет. Но мне Оля тоже снится одна без мужа. Не могут они быть вдвоем. Не могут. Вот почему дух Жени долгое время приходил в моих кошмарах ко мне один, без жены. Супруги поразнь на том свете, потому что одного из них похоронили без обручального кольца. Ждет это кольцо для того, чтобы он наконец-то к ней пришел. Она на том свете очень мучается, потому что она так его любила здесь, а она здесь с ним не нажилась. Подкопать это кольцо. Она не может так мучиться. Похоже, экстрасенс подозревает, что именно дух покойной Ольги приходит к Оксане во сне и предвещает смерть. И все из-за обручального кольца мужа. Но ведь супруги погибли всего два года назад. А ночные кошмары с женщиной в черном и смерти родных преследуют Оксану значительно дольше. Женщина в черном, она как маньяк с того света, который пришел за своей жертвой. Откуда она взялась? И тут я снова услышала какой-то вой, крик, который я уже слышала в этой квартире. Воет женщина, воет. Я же говорю, уши закладывает. Ох-ох-ох, а шо это такое? Сдохла, сдохнешь сама, сдохнут дети, я тебе отомщу, я тебе сделаю. Это текст идет от пороха. Когда Алена входила, ей постоянно подкашивались ноги, то есть она не могла нормально проходить через порох. И они решили с Жанной посмотреть, вот давала покоя им порох. Ножик несите. Ален, слышишь? Да. Там дыра мафа такая, глянь, иди, а туда аж холод дует. Вот эту отрывай, отрывай эту кнопку. На кнопке была забита. Это шо за херня? Тихо. Ну, тихо, это надо достать отсюда. Ой-ой-ой, а дрянь, а? Вот тебе и холод, вот тебе и могилы. Так, а ну-ка дайте мне пакетик кто-нибудь, тряпочку, бумажечку, что-нибудь. Руками не трогать. Все уже, капец, ножу вашему. Ну, как увидели мясо такое, как именно выдернулись птицы, это поверхов шок. Сто процентов, птичка дохлая, земельку с кладбища, с могилки взяли. Начинают меня начнут ударить. Тихо, тихо, зайчик. Алиночка, Алиночка, ты испугалась очень? Я не пойму, кому так мне мешали. Подожди, подожди секундочку. Как вообще можно быть такими слыгами? Это люди, которые хотят, чтобы вы все сдохли, понимаешь? Потому что у меня, извини за выражение, ноги подкосились. Я порог переступаю, раз и все. Я вот сто процентов могу сказать, делалась насмерть. Причем не только это приносили. Носили что-то еще. Была мумифицирована летучая мышь. Она появилась неоткуда. Она уже была подброшена. Под кладом может быть любой предмет, на который наложена негативная магическая программа. На смерть, болезни, безденежье, скандалы, развод, ну и тому подобное. Но если для этого используют мертвое существо, будь то животное, птица или насекомое, то это обязательно к смерти. Это было страшное зрелище. Это летучая, сухая летучая мышь. Я позвала соседку. Она пришла, мы тоже стояли с ней вдвоем и смотрели. Решали, что с этим делать. Она посоветовала выбрать, сжечь. Очень хорошо. Программа наша Оксана смотрит. Ее соседка тоже. Женщины все правильно сделали с этой мертвой мышью. Нам же нужно было обезвредить следующий подклад. И вообще понять, кто ей эту всю пакость под дверь таскает. Кто так тебя ненавидит? Ну иди, я только одного могу человека. Это женщина. Ох, не нравится. Женщина, обдуманная женщина. Предупреждала женщина за то, что семья разрушилась. Чье забрала? Да не забирала его. Это Диана Макет. Я никогда на него не претендовала. Оказывается, младшую дочь Оксана родила от женатого мужчины по имени Александр. Познакомилась пара на работе в местной администрации. Женщина работала там секретарем, а мужчина юристом. Как-то он начал с самого наперекуры, наперекуры, наперекуры. И мы как-то так сдружились, сдружились, сдружились. А потом в один прекрасный вечер звонит, говорит, как ты посмотришь, что я утром у тебя проснусь. Я вообще не поняла. И он явился. Оксана знала о жене и детях Александра. Но все равно позволила мужчине переночевать. Потом еще раз и еще. В результате забеременела. Это не случайный ребенок, что по залету. Это было осознанно. Мы собирались жить вместе. Он подал на развод. Мы это все планировали. И потом он вот так вот поступает, бросает и уходит. Александр, ничего не объясняя, разорвал с беременной Оксаной отношения. Она подозревает, что такая внезапная перемена произошла не без магического влияния со стороны его семьи. Он мне сам говорил, что мама и жена вместе делали, чтобы он вернулся в семью. Возврат мужа в семью звучит красиво. Но механизм возврата таков. Порча на любовницу. Привязывается покойник. Берется могила. Только женская. Одноименная могила. То есть с именем того человека, которому делаю. Вашу энергию, ваше имя и фотографию несут на кладбище. А кладбищенское несут вам. Следовательно, чтобы вот это кольцо замкнулось, подклад должен быть обязательно. Духа привязали к дому. Я не удивлюсь, если дух, который видит во сне Оксана, это именно та женщина, которая привязана к дому под кладом с могильной землей. Вот когда сказали, что лежит подклад у меня в доме, единственный человек, на который могла подумать Ира. Потому что она всегда винила меня в том, что я разбила семью. Приведите нас, пожалуйста, к тому месту, где живет эта женщина. Мы могли нейтрализовать действия подклада и отвязать покойницу от Оксаны. Но где гарантия, что к ней завтра снова не привяжут мертвеца? Ситуацию нужно было решать в корне. Надо расставить все точки над «и» между любовницей и женой. Сначала я спалю, а потом уже будем к ней двигаться. Женщины все вместе направляются к дому, где живет отец младшей дочери Оксаны. Мне страшно ехать? Страшно. Пойдемте, пойдемте быстро. Спустя 10 минут мы на месте. Ждем, откроет кто-то дверь или нет. Выйдите, пожалуйста. Вскоре на пороге появляется любовник Оксаны Александр. Там идет куча смертей. В той семье. Я знаю. Не дай Господь, ваша жена или кто-то, теща, я не знаю, причастны к этому. И мать, и Ира клянутся, что они никуда не ходили. И ничего не делали. Ты сам рассказывал, что они ходили к бабке. Ты сам это говорил. Ходили сто процентов. Ира нужна. Дайте Иру поговорить. Александр сильно рискует. Нет, ведь последствия этой встречи любовницы с женой не может предвидеть никто. У нее ведра земли там лежат под порогами, понимаете? Извините меня, я никогда в жизни ничего плохого не желала. Не ходила. Я не делала никогда в жизни. Да, это мужа сказали. Так а почему дядя Саша говорит, что вы ходили к бабкам? Я не ходила никогда в жизни. Может, мать ходила? Ну мы не угородить ходили. А что вы ходили делать? Ну, возврат мужа, чтобы он не гулял, делали. Да елки ж ты палки, мы, говорит, не ворожить туда ходили. Конечно же нет. Вы пришли к бабке с просьбой. Сделайте, чтобы муж не гулял. А какими путями та бабка будет мужа в семью возвращать? Это вас не волнует. Приходит женщина и говорит, верни мужа в семью. Бабке скажет три волшебных цыганских «да». Хочешь, чтобы твой был «да». Хочешь, чтобы не шлялся «да». Хочешь, чтобы детей на стороне не было «да». И она уходит счастливая, что совершила свою семейную миссию. А в результате она три раза подтвердила ответственность за то, что будет мотылять бабка. Понятно? А шо там она мотыляет? А бабка под кладик сварганила, под дверь любовницы подложила. При этом с нее взятки гладки. Она выполнила волю заказчика. И ей глубоко плевать, что от этого подклада любовница просто загнется. Бабка всего лишь мастер, делающий свое дело. А отвечать за содеянное придется заказчице. Моя смерть ей принесет облегчение, что наконец-то я ушла из жизни. Но счастье оно ей не вернет. Жанна отрывает линолеум прибитый, понимаешь? Вот так вот отрываем, а там жмение земли, перьев, всего там. Намотано с кладбища, все как положено, понимаете? Там выставлено, когда умрет Оксана, а потом перемрут все дети. И Сашин ребятенок тоже. Вот такой маленький беленький одуванчик. Девочка-красотка, понимаете? Какая-никакая, но кровь. Оксана, предлагали сделать экспертизу? Нет, потому что он знает, что это его ребенок. Он от него не отказывался, он мне против был фамилию дать. Дело в том, что он мне говорил, это не мой ребенок. Все, я туда никогда в жизни не пойду, не буду ходить. Классическая схема. Любовнице мужчина говорил одно, жене другое. А теперь молчит как рыба. Ведь сейчас каждое слово может быть использовано против него. Мне кажется, наверное, там и дядя Саше было самому страшно, потому что он уже понимал, что сейчас будет все. Женщины так разошлись, что все скелеты из шкафа Александра вытащили. Он сыро живет в разных комнатах, и он сыро не спит. Вот так и жены узнают, что с ними последние пять лет никто не спит. Одно говорит, другим другое. Обманутые женщины идут во двор, а Александр убегает, пока цел. Он сейчас там перестанет ходить, и Диана все равно останется уже без отца. И мне надо будет ей рассказывать, куда он делся. Не говорите, что куда-то он делся. Она же не маленькая. Она же когда папа приедет, когда папа приплывет. Нет, он может. Почему? Когда папа рыбу принесет, потому что он у нас моряк. Несчастной женщине приходится каждый раз краснеть и объяснять дочери, почему отец приходит к ней всего раз в месяц, а потом исчезает. Конечно, легче рассказать, что папа моряк и ходит в дальние плавания, чем выливать на ребенка вот такую малоприятную правду. Я никогда не детям, тем более детям и тебе, я никогда плохого никогда не желала. Просто от Ани последовала СМС, я с ней ходила в милицию, что твои дети учатся в 8-й школе, у вас кладбище рядом. Смотри, они не дойдут. Кладбище рядом. Невестка. Это невестка. Невесткой Ирина называет сестру мужа. Это она отправляла СМС-ки с угрозами. Так что обманутая жена ко всему этому не причастна. Та же невестка, да, то есть проклинала и кладбищем грозила, я сделала, тебе дети по кладбищу ходят и так далее и тому подобное. Любое грязное слово, любое черное слово однозначно будет отражаться на состоянии детей. Я не желала никому. Ира, в мой дом у него дорога будет закрыта, я тебе обещаю. Получается, что женщина в черном, которая снится Оксане и одного за другим забирает ее родственников, это не покойница, привязанная подкладом, как мы думали. Но кто же она в таком случае? Я вспомнила, что перед тем, как нашла подклад на пороге квартиры Оксаны, я слышала какой-то странный крик или вой в комнате. Черная наша женщина, она там, по-моему, как-то причастна к тому вою, который я слышала в комнате. Надо возвращаться в дом. Когда экстрасенсы добрались до дома, уже стемнело. Тут я слышала вой. Вой, вот именно вой, женский вой. Было ощущение, знаешь, ну, такое вот, как будто в коробке в какой-то человек. Замкнутое пространство, откуда человек пытается выбраться. Стена, 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 стена. Алена сказала, стена. И меня тут же осенило. Помните, дух Оксаны на невестке, Ольги, сбросил со стены картину? Ай! Да ты что, сейчас бы по тебе как шандарахнула. Оксана тогда удивилась, почему упала именно эта картина. Тем более, эта картина даже не моя, она осталась от прежних хозяев. А это было неспроста. Дух Ольги давал нам знак. Он указывал на предыдущих хозяев квартиры. Они могут как-то быть связаны с проблемами Оксаны. К тому же вой, который мы слышали с Жанной, доносился откуда-то со стены. И тут я обратила внимание на зеркало. Там внутри кто-то был. Мамочка, господи. Ой-ой-ой. Вот оно, вылетело с зеркала. Ты посмотри, у нее дырки прям в животе. Ужас. Фото действительно проколото насквозь. Но кто эта женщина на нем? И как связано с трагедиями в семье Оксаны? Зеркало. Что, ваше зеркало? Оно было здесь. Как я заселилась. А кто это, скажите? Я не знаю, кто это. Пойдемте. Пойдемте вниз. У людей узнаем. Оксана не знала эту женщину с фотографией. А я ее вспомнила. Я видела ее утром, когда готовилась к расследованию. Тело у нее как бы проткнуто было какими-то копьями. Она меня все время просила, выпусти меня, выпусти. Выяснилось, что Оксана переехала в эту квартиру около 15 лет назад. Ранее здесь проживали незнакомые ей люди. Как жили и кем были, она особо не интересовалась. Кто знает, кто это. На раскладе выпадает четко женщина беременная, умирает. Я здесь жила, я смотрела в это зеркало, мое лицо. Муж у меня в погонах. Он как карьеру какую-то делал. Или военную, или, ну, знаете, в погонах мужчина. Зеркало – это как подарок. Принесли на повесь. 23 года живу, таких тут не было. Мы попросим журналистов узнать, кто жил в этой квартире. Наши журналисты раскопали правду. Эта семья живет в доме дольше всех. И помнит, кто здесь жил или умирал. Этого никто не знает, потому что мы здесь дольше всех живем. Соседи рассказали, что на втором этаже, где сейчас живет Оксана с дочками, 30 лет назад проживала бездетная семья. Каждая беременность женщины заканчивалась трагически. Забыла, как ее зовут. Молодая. У нее замирали дети. Он зомполитом в райотделе был. Ну, понятно, почему не могла родить. Подарочек ее мужу уже преподнесли. Зеркало с ее фотографией, которое иголочками-то проколото. Поскольку муж был при почетной должности, мотив напрашивается сам по себе. Зависть. Черная зависть. Во время последней беременности женщина умерла вместе с ребенком. После этого случая соседям стало жутко жить в доме. Их замучили кошмары. Ну, дом, я тебе честно скажу, когда батюшку приглашала, я осветила свою квартиру. Так он сказал, здесь нельзя долго жить. Возможно, именно поэтому предыдущие владельцы и съехали с квартиры, в которой сейчас живет Оксана. Было похоже на то, что замурованная в зеркале женщина сводит в сосвету всех, кто поселяется в этой квартире. Та женщина пережила несколько срывов беременностей и умерла в муках. После смерти она не смогла уйти в мир иной. А оказалась замурованной в зеркале на 30 лет. Понятно, почему ее дух был так агрессивен. Давай делать вот то крайнее. Вот то крайнее. Не хотелось бы. Нам нужно было провести крайне опасный ритуал. И изгнать дух женщины замурованной в зеркале из дома. И разорвать их связь с Оксаной. Вы остаетесь здесь. С нами пойдет только Оксана. Девчонки останутся на улице. Рисковать чьей-то судьбой или жизнью я не хочу. То, что ходит к тебе ночью, сейчас будет здесь. Пока экстрасенсы проводят ритуал, дочки и соседи Оксаны замерли в тревожном ожидании. Поскольку никто не знает, чем все это закончится. Раз у тебя повышенная чувствительность, ты будешь, значит, соответственно, его видеть и слышать, и ощущать, может быть, все, что угодно. Осталось спокойненько. Полоски закрыла. Дыхание теплое, Жанна, нормально. Пол шатается, чувствуете? Она пошла. Она пошла. Когда энергетически сущность отсоединяется от человека, и вот когда происходит вот этот разрыв, это секундная смерть у обоев. Это действительно шок. Энергетический разрыв проявился физически. Ты перестала дышать. Я в шоке. Алена читала молитву надо мной. Началось такое легкое тепло вокруг тела. А потом как какой-то толчок, и мы с Аленой очутились на полу. Кот всегда чувствует, есть зло или нету зла. И кот куда пришел? За спину тебе. Болит? Ну, да, как поясница болит. Дальше что меня интересует? Слабость в ногах, в руках, в конечности. Ватные ноги были. Ну, вот ноги у меня до сих пор дрожат. Ощущения, которые описывала Оксана, говорили о том, что вычетки сработали. Связь с покойницей разорвана, и она не сможет навредить женщине. Но оказалось, у Оксаны во время ритуала было видение. И она увидела эту женщину, которая мучает ее в кошмарах. И смогла рассмотреть ее лицо. И это была не хозяйка квартиры с фотографией, а другая женщина. Я услышала голос, меня зовут Оксана Оксана. Открывая глаза, стоит женщина. Белая, светлые волосы и халат длинный, с оранжевыми цветками. Мы целый день говорим о женщине, которая была в черном. Да не в черном она. Не в черном, она в чем-то оранжевом. Я ее уже видела. И я знаю, где я ее видела. И женщина в черном, и женщина в оранжевом – это один и тот же дух. И я его уже встречала сегодня утром на окраине города, возле каких-то гаражей. Тихо, тихо, я ухожу. Почему у вас она в черном, кажется? Потому что злая. Дух, кстати, может являться в одежде, в которой его или хоронили, или в которой он был в момент смерти. В данном случае, похоже, что женщину хоронили в черном, а умирала она в оранжевом, как и описала Оксана. Но кто эта женщина и за что так жестоко мстит Оксане? Где ее искать и как остановить? Я там была. Там стоит свечка. Твоя свечка? Моя свечка осталась. Я найду это место. Экстрасенсы направляются на окраину города. Неожиданно Алене Куриловой становится плохо. Она просит на минутку остановиться. Мне плохо. Держись. Может, надо же? Тихо, тихо. И тут мы заметили, что к экстрасенсам приближается уже знакомый им мужчина. Дет Сашина возвращение. Это, наверное, самый вообще такой шок. Ну, не то что шок, а неожиданность. Совсем пришел? Или как все? А, посмотрим. Подожди. Не, они его. Если сейчас мы не найдем то, что ее убивают, то фактом не к кому будет идти. Я почему не пришел? Папа, ты пришел. Ты любишь ее. Папа, знаешь, что я хочу? Какие кукли? Я хочу черничку и лимонку. Из мультика и земляничку. Мы оставляем маленькую Диану на отца, а сами направляемся к загадочному месту, где ведьма-некромант останавливалась еще утром. О! Нашла! О! Я же тебе говорю, мое! О! Твоя свеча? Да. Как только мы пришли на это место, сразу же появилась женщина, которая снится Оксане и предвещает ей смерть 1 ноября. Она мне что-то говорит. Марьяна, это ты? Подойди ко мне. Она мне говорит... Папа! Вы в раке были? А ну подожди. Получается, родной папа Марьяны убийца? Да. Это Сергей. Еще в начале расследования на раскладе мне выпадал ребенок, в котором течет кровь убийцы. Мы тогда подумали, что речь идет о Оксане, но на самом деле карты указывали нам на ее дочь, Марьяну. Она рождена от убийцы. Трагедия произошла, когда Марьяна была еще маленькой. Ее отец Сергей задушил женщину, которая пришла к нему починить обувь. Они же там, он сапоги делал, ремонтировал. К ним там женщина заходила, поссорились, схватилась за горло и тот задушил ее. Это место смерти человека, женщины, которая здесь лежала и вздыхала, как собака. У нее осталось двое детей. Говорили, что да, я ее не знаю. Злится она. Ой-ой-ой, злится. На мужика злится. Он виноват. Но у меня получается, что он уже юридически за это ответил. Мне было лет 13, когда он вышел из тюрьмы. Мне нужны были туфли, и я к нему обратилась. То есть говорю, пап, ну так и так, мне нужны туфли, у мамы нет денег. А он сказал, что у него новая семья, у него новая дочка. Ну, я сказала, хорошо. После этого я с ним не разговаривала. Но если муж Оксаны понес законное наказание, почему дух убитой женщины мстит? К тому же не своему убийце, а его жене и ее близким. Здесь есть обида, зло и отчаяние в сторону тебя. Ты не убийца, но ты свидетель. Мало того, ты активно не помогающий свидетель. Идет как соучастник. Он мне пришел домой и сказал, я убил человека. Пьяный пришел, лег и уснул. Я с этой мыслью до утра ждала, что я от него могла добиться. Почему ты не позвонила никуда? Если бы Оксана сразу сообщила бы в милицию, возможно, женщину можно было бы еще спасти. Она была жива еще в тот момент. Она лежала в коме. Ночь была. У меня грудной ребенок. Я не знала, правда это или нет, что он вообще мне рассказывает. Может, это у него пьяные бредни. Потому что он пил каждый день. Когда его менты забрали, узнала правду. Оказалось, что правоохранители проводили расследование и вышли на убийцу только через неделю. Оксана знала о преступлении и все это время молчала. Поэтому покойница восприняла ее как соучастницу убийства. А, произошло это в ноябре. Вот и срок поставлен. Муж убил женщину 1 ноября. Потому что 8 ноября его уже забрали в милицию и не выпустили. Покойная женщина специально во сне Оксане сообщила дату смерти. Дух хотел, чтобы она знала, за что страдает. Она медленно, как маньяк с того света, приходит трощить твой рот. Понимаешь? Вначале ты увидишь эти смерти, ты ими насладишься. Потом почувствуешь свою. Вот тебе даты осталось. Убивайся днями последними твоей жизни. Понимаешь? Я понимаю, в чем проблема. А как ее решить? Жанна, можно взять твою свечу в руки? Да, не вопрос. Она не повредит. Смотришь на пламя свечи, повторяешь за мной. Именем Господа. Именем Господа. Ясновидицы вместе с Оксаной долго читали молитвы. Просили высшие силы закрыть путь убитой женщине из мира мертвых в мир живых. Значит, смотрите. Мы от вас ее отрубили. Чтобы ты и твои дети остались, понимаете? Закрыть глаза. Искренне попросить у нее прощения. И попросить оставить живыми, дорогая моя, твоих детей. Я прошу прощения у тебя за то, что ты не смогла воспитать своих детей. И не мсти мне, пожалуйста. Я жду теперь знак, который мне подаст эта женщина, что я прощена, моя семья прощена, и нам ничего не угрожает. А нам с Жанной на протяжении следующих 40 дней предстоит кропотливая работа. Ежедневно мы будем читать молитвы за упокой убитой женщины и за здравие Оксаны и ее близких. У вас будет все хорошо. Прощаемся. Спасибо большое, что вы назвали. Спасибо. Не плакай. И со мной все. Вы меня слышите, Оксаночка? Слышу. Как вы там? Нормально все. Помнишь вот эту дату? 1 ноября 16.30? Я боялась этого дня. Я весь месяц ноябрь боялась. Просто вот страх, страх стоял внутри и все. Слава богу, я жива, и да, и мне все отошло. Женщина в черном уже не снится? Нет. Мне женщина в черном уже не снится. Слава богу, жизнь у всех налажена. Жизнь наладилась, у вас все будет хорошо. Жизнь наладилась. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам большое. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Шок. В поле с полиэтиленовым пакетом на голове нашли тело девушки. Невозможно себе даже представить, но мать звонила ей именно в момент убийства. начала ей звонить и услышала в телефон. Мамочка, помоги. Я спросила, где ты, и только услышала, что возле кладбища. Руки были полностью от ногтики, сдертые до крови. То есть человек сопротивлялся до последнего. Вот этот дом. Именно здесь Алину держали перед смертью. Вот тебе крышка гроба. Вот вам гроб вашей дочери. Я чувствую, что вы говорите неправду. Не было меня там. Я не уезжал никуда. Во всем вы меня обвиняли. Почему вы так нервничаете? Разве кто-нибудь вас в чем-то обвинил? Алина Дякова. Ей 23 года. И это ее последнее фото. Его сделали в начале декабря прошлого года. Девушка как раз получила повышение на работе. Должность старшей медицинской сестры в Запорожской областной больнице. Замечательная сестричка, которая пришла ко мне где-то 3-3,5 года назад. После окончания медицинского училища. И вот ей предложили перейти в старшие сестры отделения. Алинка всегда мечтала быть врачом. Нравилось в больнице работать. С ней был бы очень хороший доктор. Она в этом году поступила в институт заочно. Но уже спустя две недели какой-то изверг поставил крест на всех мечтах и надеждах девушки. Последний раз живой Алин увидели 13 декабря. По дороге домой она заехала к бабушке в село Новостепнянское неподалеку от Запорожья. Привезла ей лекарства. Она приехала в 17. У нас маршрутка в 17.00. Она приехала к нам. Сказала бабушка, я уеду в 8 часов. В 20.00. Проведав бабушку, Алина торопилась в соседнее село Лежино к маме, дабы поставить той капельницу. Женщина страдает от язвы желудка. Мы созвонились с ней, разговаривали по телефону. В 8 вечера девушка пошла на остановку общественного транспорта. Расстояние между двумя селами 4 километра. Поэтому через 20 минут Алина должна была быть дома. Я пришла домой и ждала, что она вот-вот должна прийти. Глянула на телефон, упущенных нет. Начала ей звонить и услышала в телефон, как она плачет и кричит «Мамочка, помоги!» Я спросила «Где ты?» И только услышала, что возле кладбища. И все, связь оборвалась. Если бы я знала, то следом бы за ней побежала. Кошмар! Оказалось, что маршрутка, курсирующая между двумя селами по дороге в Лежино, действительно проезжает кладбище. Неужели девушка вышла раньше? Но почему? А сколько это было по времени? Где-то 20, может, 25. 20 минут 8-го? 9-го. А с водителем маршрутки разговаривали? Конечно. В этот же день? Не было, не было. Значит, в маршрутку девушка так и не села. А маме по телефону Алина сказала, что она на кладбище, которое находится между двух сел. Как девушка там оказалась? А вы ездили на кладбище? Дочь вы там, я так понимаю, не нашли. У нас кладбище между селами одно, с мужем. Мы быстренько туда машиной приехали. Я звала, кричала, бегала. Пыталась ее набрать. Шли звонки. Но трубку никто не брал. Отчаявшись, мама позвонила в полицию. Не дожидаясь отведенных законом трех дней, правоохранители начали поиски. Приобщились и односельчане. До последней секунды надеялась на то, что вот сейчас мы раз найдем ее, быстренько укроем, и она еще будет живая, мы ее спасем. Пропавшую нашли 15 декабря, через два дня после ее исчезновения. Тело Алины находилось в поле, неподалеку от села Новоалександровка, которое находится в пяти километрах от села Лежино, куда девушка направлялась в свой последний вечер. Алина была раздета. Руки и ноги связаны. На голову надет черный полиэтиленовый пакет. Девушка была мертва. Зачем убийца надел девушке на голову черный пакет? И при чем здесь кладбище? Все это не похоже на обычное убийство. Вообще никакого смысла в жизни. Жить не хочется вообще ничего. По заключению судмедэксперта, причиной смерти Алины Дяковой стала черепно-мозговая травма. Помимо этого, девушка была сильно избита. Дабы разобраться в деталях убийства, наш эксперт разыскала представителей местной самообороны, нашедших Алину, и попросила их показать место, где они нашли тело девушки. Я так понимаю, это вообще какой-то пустырь. Это были раньше фермы, комплекс заброшенный. Скажите, пожалуйста, что вы видели? Там и кровь была под головой, там, пакетишь полностью. Все она побитая была. Криминалисты сказали, что там сразу, что и челюсть поломана в нескольких местах. Руки были полностью, вот ногтики сдерты до крови. То есть человек сопротивлялся до последнего. Человек хотел жить. Муж есть, он на опознание, и сын. Говорит, что хорошо, что ты не видела, пока она была. Алина была так сильно изувечена, что хоронили ее в закрытом гробу. Родные и близкие до сих пор не понимают, зачем убийца так мучил девушку перед смертью. Есть еще одна странная деталь. Рядом с телом убитой лежал ее нательный крестик. Шнурок, на котором он находился, был разорван. Скорее всего, убийца сорвал его с шеи жертвы. Детю, которое всем помогало, всем делало добро. За что такая смерть? И за что можно было сделать с человеком? Но это не, не людей. Скажите, а из ценных вещей что-то было от ней? Польца. Это было на ней. Ага, я поняла вас. Телефон, золотые сережки. Все ценные вещи остались при девушке. Значит, убийство на почве ограбления мы исключаем. По словам близких, Алина ни с коллегами, ни со знакомыми не ссорилась. Что исключает версию убийства из-за конфликтов. На момент убийства отношений у девушки не было. А значит, убийство на почве ревности тоже отметается. Но тогда мотив вообще не понятен. Почему Алину Дякову убили? После убийства Алины Дяковой прошел почти год. Но дело все еще открыто. За убийство девушки до сих пор никто не понес наказание. Следователи ничего не комментируют. Мы приехали с заявлением о том, что я имею права потерпевшего. Он посмотрел, почитал и сказал, Лилия Николаевна, а зачем это вам надо? Это он сказал матери? Да. Наш эксперт отправилась в областное управление полиции, чтобы узнать об обстоятельствах убийства Алины Дяковой. Мы просим у вашей предслужбы абсолютно на законных основаниях, на каком этапе сейчас в следствии. Там расследование еще не закончено. Потому они не готовы о том ничего говорить. Пока правоохранители отмалчиваются, жители района живут в страхе. Ведь кровавый убийца, возможно, уже ищет новую жертву. Какой-то урод ходит здесь и может даже тебе в лицо смотрит и улыбается. Я очень хочу попросить помощи. Чтобы все было расследовано, ну, хотя бы для того, чтобы другие люди не пострадали, чтобы, ну, такая нечисть просто по земле не ходила. За расследование жестокой расправы над молодой медсестрой взялись самые сильные экстрасенсы нашей программы. Ясновидящий из Азербайджана Хаял Олегперов и ведьма-некромант из Харькова Жанна Шулакова. Эксперты уже в Запорожье. Они поработали с фотографией погибшей Алины и сейчас делятся своими ощущениями. Жанна, я пытался настроиться на момент смерти девушки, чтобы увидеть убийцу ее глазами. Но вокруг была лишь беспросветная тьма, а дышать было очень тяжело. Знаешь, Хаял, у меня были похожие ощущения, но только в моем сне. Мне казалось, что я – это Алина. Как будто я нахожусь где-то в маленьком темном замкнутом пространстве такое впечатление, что Алину перед смертью поместили в какой-то гроб. Когда я спрашиваю, кто убийца девушки, священная книга отвечает мне – ищи руку с крестом. Подожди, рука с крестом. А у девочки был сорван на темный крестик. Может, это как-то связано между собой? К тому же девушка звонила матери из кладбища. Меня это все наталкивает на мысль о ритуальном убийстве. От слов экстрасенсов волосы дыбом. Неужели Алина стала жертвой какого-то кровавого ритуала? Подожди, есть еще две подсказки от книги. Рука убийцы кормит собаку и найди девушку, спасенную от зверя. Подожди, получается, есть еще какая-то жертва? Не знаю. Мне нужно время, чтобы в этом разобраться. Поехали. Хаял! Ты что, ненормальный? Он вообще ненормальный. Кошмар. Хаял Алекперов едва не попал под машину. Хорошо, что водитель затормозил. Что случилось с ясновидцем? Что же ты надоела? Что случилось вообще? Жанна, я только что будто перенесся в тот ужасный вечер. Глазами девушки ее увидел точно такой же авто светлого цвета. Может, убийца Алины был на машине? Значит, нам надо искать такую машину по друзьям, по знакомым, по родственникам, может, у соседей. Надо будет спрашивать. Ты что, не пугай меня так больше? Пошли! Экстрасенсы подъезжают к дому Лилии, матери Алины. Здесь ясновидящих уже ждут родные, друзья и коллеги погибшей девушки. Здравствуйте. Меня зовут Лиля. Я мама Алинки. Я тетя Алина. Меня зовут Наташа. Спасибо большое, что вы приехали. У меня убили дочечку. Зверски. Зверски, да. Мы не знаем, при каких обстоятельствах, как это случилось. У нас просто миллион вопросов. Очень много вопросов. Можно руки? Да, да, конечно. Ай, я здесь не вижу. Она приходит как гость сюда. Да. Достаточно часто приходит, но только гость. живет. Оттуда ждете, как колеса шуршат? Ждете, как едет оттуда? Да. Она у бабушки больше живет. Лилия родом из села Новостепнянское. Там жила с первым мужем, родила дочь Алину. Но когда брак распался, вышла замуж во второй раз за мужчину по имени Сергей и переехала к нему в соседнее село. Сереже ему уже, конечно, больше десяти лет. Дочь Алина жила на два дома. По будням у бабушки, а на выходные приезжала к маме. Я не могу словами передать. Как так, что вещи остались, а ее нет, и она никогда не придет. Сейчас я вижу дух мужчины с порезами на теле. Он весь в крови. Наверное, ему лет 30. И книга говорит мне, что это ваш муж. Да, это отец Алинки. Его убили. Много ножевых ранений было. Это мой брат двоюродный. Отца Алины убили спустя несколько месяцев после развода с женой. Из-за того, что пытался спасти жизнь односельчанину. Они проезжали с кумом на мотоцикле и увидели какие-то разборки. Он остановился разборонить или помочь. Это был вообще приезжий, не местный человек. А Стасу попал в сонную артерию. Она же он. Пока довезли на больницу, он умер. Это ваш сын? Да. Я слышу, как вы просите сына присниться. Он мне не снится. Скажите, чтобы приснился хоть разочек. Если это возможно. Сын сейчас слышит вас. Он не приходит во сне, потому что не хочет бередить вашу рану утраты. Не хочет, чтобы вы плакали. Хаял подошел к моей, получается, тетке. Обнял, все. Она, наверное, этого обнятия 15 лет ждала. Она до сих пор не забывает Стасу. Она всегда о нем помнит и плачет. Всегда о нем. Подождите, дайте я настроюсь на девочку. Дайте мне в ручке. В тот момент мне явился дух Алины. У меня прямо кол в горле стал. Мне очень сильно захотелось плакать. У девушки почему-то было огромное чувство вины перед бабушкой. Смотрите далее. Шокирующее разоблачение. Почему убитая девушка просит прощения у родных? И как она на самом деле оказалась на кладбище? Все указывало на то, что убийство Алины было ритуалом. Вот, смотри, пожалуйста. Смотри. Полнолуние. Супер-полнолуние. С девушки сорвали нательный крест. Именно с кладбища Алина звонила матери. Она говорит, что здесь есть люди, которые об этом знают. Не пропустите. Дух девушки укажет экстрасенсам на своего убийцу. Подожди. Почему она за тобой стоит? Абрис, ты виновата. Ты прощения не просила. Я тебе не прощу. И снова в эфире экстрасенсы ведут расследование. Шокирующая премьера сезона. Сегодня самые сильные ясновидящие страны Жанна Шулакова и Хаял Олегперов расследуют жестокое убийство молодой девушки в Запорожской области. Тело 23-летней Алины Дяковой нашли в поле с полиэтиленовым пакетом на голове. Тело Алины находилось в пяти километрах от села Лежино, куда девушка направлялась в свой последний вечер. Алина была раздета. Руки и ноги связаны. Невероятно. Но мама звонила дочери именно в момент убийства. Она плачет и кричит «Мамочка, помоги!» Я спросила «Где ты?» и только услышала, что возле кладбища. И все, связь оборвалась. Такое впечатление, что Алину перед смертью поместили в какой-то гроб. Меня это все наводит на мысль о ритуальном убийстве. Дабы узнать, кто убийца, экстрасенсы решили настроиться на девушку через энергетику ее родных. Но неожиданно у Жанны Шулаковой началась настоящая истерика. Бабушка простить цветы не донесла! На всю жизнь праздник испортила! День рождения! День рождения у бабушки! Умерла на день рождения! Когда Жанна встала на колени перед бабушкой, такое ощущение было, что это именно Алина стоит. Честно. Алинка погибла 14-го числа, это как раз день рождения бабушки. Сейчас я ощущаю, что девушка предчувствовала свою гибель. Незадолго до смерти ей приснился страшный сон, который стал вещем. Да, она мне рассказывала. Говорит, у меня снился сон, и она мне его рассказала. Как будто она бежит, а за ней гонится зверь, который хочет ее растерзать. А какая фаза Луны вообще была? Полнолуние, не пол... Давайте какой-нибудь телефон, я в интернет зайду. 13-е число. Какая фаза Луны была? Вот, смотри, пожалуйста. Смотри. Полнолуние. Суперполнолуние. Все указывало на то, что убийство Алины было ритуалом. В ночь с 13 на 14 было полнолуние. С девушки сорвали нательный крест. И именно с кладбища Алина звонила матери. Моя книга говорит, что девушка погибла, потому что была чистым, праведным и порядочным человеком. Она такой была. Она очень отзывчивая, она всем помогала, абсолютно всем. Но если убийство и вправду было ритуальным, и девушку убили на кладбище, возникает вопрос, как ее тело оказалось в пяти километрах от этого кладбища? Возможно, девушку сюда специально перевезли, дабы запутать следствие. Вот только кто это сделал? Пока у нас нет ни одной зацепки. Давайте посмотрим. Что выпадает у меня? Девочка выпадает. Подожди, ты говоришь, что у тебя убийца, он с семьей. А у меня он сидит один. Он одинок. Он ее знает, он ее видит, и он ей интересуется. Она говорит, что здесь есть люди, которые об этом знают. Брат ее бывшего парня. Брат бывшего парня? А что это за парень? Проявлял к ней интерес. Подойди, пожалуйста, сюда ближе. Это Татьяна, близкая подруга погибшей. Рассказала, что Алина несколько лет встречалась с парнем по имени Сергей. А незадолго до смерти пара распалась. Я ощущаю, что была какая-то ссора из-за ревности. На дискотеке он все время ее засыпал. Он не просто ее вот так, вот знаете, вот за руку, вот дергает прям вот за вещи, да, иди сюда. Она не хотела с ним. Действительно были разборки с этим Димой. Он к ней постоянно приставал. А скажите, этот брат водит машину светлого цвета? У него есть машина? Таня, какая машина? У брата Ланос. Светлый, серебристый. Жанна, ты помнишь, еще утром я едва не попал под колеса светлой машины. Каял! Ты что, ты вообще ненормальный? Глазами девушки я увидел точно такое же авто. Убийца Алины был на машине светлого цвета. Подожди, тогда может это он, может он обозлился и... Как зовут этого брата? Дима. А связаться с этим человеком можно как-то? А фотографии сейчас могу показать. Да, на телефоне фотографию. Смотри. Нет, никак. Я не вижу на нем метки убийцы. Да, он действительно интересовался вашей дочерью и, возможно, даже ощущал к ней влечение. Но все это было только на словах. Мужчина никого не трогал. Мы проверили алиби Дмитрия. В ночь с 13 на 14 декабря он находился дома с женой и ребенком. Получается, Дмитрий не причастен к убийству Алины? Тогда кто загубил эту милую и добрую девушку? И почему экстрасенс почувствовал ссору из-за ревности? Подожди. Почему она за тобой стоит? Абрис, ты виновата. Ты прощения не просила. Я тебе не прощу. Не просто изменил, он сделал мне вдвойне больно. Это о чем? Дело в том, что когда она встречалась с Сережей, у них были скандалы и сложные отношения. Сережа ходил вместе с моим парнем в магазин и у него остались ключи от моей квартиры. И когда Алина увидела у Сережи ключи, она устроила ему допрос. Алиночка нам рассказывала, что она на нее обижалась. У меня были с ней ссоры из-за Сережи, но у нас с ним ничего не было. Алина правильно обижалась. Люба проявляла интерес к ее парню, Сереже. Заигрывала с ним. Она и обижена была, и злиться будет, пока прощения искренне не попросят. Вообще это подло. Это просто подло. Жестоко. Приходить в дом, обнимать, жалеть. Как дочь будут для вас в ту секунду, когда ты даже искренне не попросила прощения у покойной девочки. Погодите, что это значит? Сейчас книга говорит мне, что правоохранители кого-то задержали. Неужели есть какой-то подозреваемый? Они взяли, арестовали по горячим следам человека. У нас сомнения по этому поводу. А почему его взяли? Потому что он сидел и только вышел под амнистию. Родные погибшей девушки считают, что правоохранители задержали первого попавшегося ранее судимого для того, чтобы по-быстрому закрыть дело и успокоить общественность. Тем более, что убийство произошло в кону нового года. Поэтому вполне возможно, что правоохранителям просто не захотелось портить статистику. смотри, смотри. Он не за убийство до этого сидел. Он что-то брал у людей. Он вор. Он кражей занимался. У него нашли ее наушники от телефона и телефон. Подозреваемого зовут Михаил. Он житель села Тарасовка, вблизи которого нашли тело Алины. При обыске у Михаила обнаружили мобильный телефон убитой. Именно поэтому мужчину и задержали. Но что если телефон ему попросту подбросили те же сотрудники полиции? А реальный убийца сейчас на свободе. Книга говорит, что на девушке остались ценные украшения. Что-то напоминающее листочки. Есть. Это были золотые сережки, которые так она и умерла, они были на ней. А он не забрал ничего. Золото не взял с нее. Как тогда получается он вор, он рецидивист, он забрал телефон, Хаял Олег Перов говорил, что у убийцы есть семья. У задержанного Михаила как раз есть жена и 13-летняя дочь. То есть он соответствует портрету, который дал экстрасенс. Но Жанна Шулакова утверждала обратное, что убийца Алины человек одинокий, что он был знаком с жертвой и испытывал к ней чувства. Михаил же с Алиной знаком не был. Это подтверждает все знакомые и близкие девушки. Неужели правоохранители ошиблись и опасный убийца действительно на свободе? Дочь звонила вам с кладбища. Она плакала в трубку, плакала, мамочка, помоги. Значит, на кладбище ее преследовал убийца. И там должен был остаться его энергетический следователь. Значит, надо ехать к кладбищу. Для того, чтобы выйти на связь с Алиной, я использовала красное вину и изображение пентаграммы. Это один из способов вызова души умершего человека. Дайте, пожалуйста, руку. Алина не пришла сюда пешком. Ее привезли на машине. Алинка никогда не садилась к чужим людям в машину. Нет, никогда. А я этого и не говорил. Тот, кому девушка села в авто, был ей знаком. Сама села? Да, потому что доверяла тому мужчине. Шок! Уже второй раз за день экстрасенсы говорят о том, что Алина знала своего убийцу. Но кто? Я знаю просто, что она не садилась в попутки. Она была в принципе осторожным ребенком. В машине ехал, кого она более-менее знала. С Михаилом, мужчиной, которого задержали по подозрению в убийстве, Алина была вообще не знакома. Она его не знала. Это явно не тот человек, которому она доверяла. Но экстрасенсы чувствовали, что убийца Алины водит машину светлого цвета. И автомобиль Михаила подходит под это описание. Хотя, с другой стороны, мало ли сколько в окрестных селах светлых автомобилей. я вижу, как авто, в котором ехала Алина в тот вечер, поворачивает сюда и останавливается. Убийца начинает цепляться к вашей дочери, хватать ее за руки. Девушка понимает, что она в опасности и ей нужно бежать. И она убегает. Дух повел меня вглубь, но двигалась она настолько быстро, что мне пришлось бежать за ней. Туда, туда. Бежит, плачет, кричит, она боится. Она с дороги сворачивает, получается, как в посадку. Только за что-то очень сильно зацепилась. кусок чего-то прямо как вырывать пришлось. Капичом с мехом был. В день исчезновения Арину искали все близкие и знакомые семьи. Пытались обнаружить хоть какие-то следы. Кусочек меха. Нашли ребята, те же работали вместе с Сережей, с отчимом. Они нам позвонили и сказали, тут есть какой-то кусочек меха. Она телефон достает, она говорит, что я вижу кресты, кладбище. Такое вот ощущение, она хочет сказать, что я знаю, должно, как имя прозвучать, она не услышит. Я не услышала. она просто раз и оборвалась на вздохе. Она спотыкается, но вот там, далеко. Ее догоняют. Она еще по земле пытается ползти. Она у нас борец. Она будет вырываться, она будет биться до последнего. А потом только удар один, второй, брызжет кровь. Кровь везде. Она не только, у нее вся голова вот здесь справа. Все справа вот так. Живого места нет. Девочки видели, подружки видели в морге. В прошлом я был военным, видел много крови и страшных ситуаций. Но даже на войне люди не были так жестоки, как этот зверь, поиздевавшийся над беззащитной девушкой. Честно говоря, я даже на похоронах к Лиле подходила и спрашивала, Лиле, а ты уверена, что это наша Алина? Она говорит, я уверена, там родинка есть. Это она. В это невозможно поверить. Узнать родную дочь лишь по родинке на теле. Дабы понять, кто настоящий убийца, экстрасенсы отправились к месту, откуда девушка в последний раз звонила маме. в том гул такой в ушах, вот как пустота. Плохо? Эй, похуй я. Девочки, найти водички. Боже, ужас какой, Это как ребенок настрадался-то. Она пропустила все через себя. Это вот настолько плохо было Алине. Не могла даже пошевелиться. она этот телефон пытается спрятать. Она боится его потерять, потому что боится, что не найдут, что не спасут. Ой, Боже, она зовет, она все время зовет, она кричит. Она прям так кричит. Мама! До сих пор слышу в ушах зов, потому что я слышала его по телефону. Я его ни на минуту не забываю. Она меня ждала и звала, она надеялась, что я ее найду. Подожди, удары разные, один такой, как тупой, вот как палку вот такую взяли и что-то такое длинное, как труба, что ли, труба металлическая. Здесь нашли, вот на этом месте, люди, которые помогали нам искать, они нашли такую небольшую трубу, вот именно вот тут, недалеко. Ну, труба, похоже, вот кто водитель знает, вспомогательная трубка для рожкового ключа, лично, на ней было круг. Тут два орудия убийца и двое мужчин. Их два. Шок. Получается, убийц было двое? По словам родных, Алина посещала несколько лет секцию восточных единоборств, обладала хорошей физической подготовкой, поэтому, скорее всего, она сумела бы дать отпор одному нападающему. Она у нас, девочка, была боевая. То есть, как бы, если рассматривать вот этого человека, которого арестовали, он хиленький, ну, она бы с ним справилась. Жанна, теперь понятно, почему я видел, что убийца человек семейный, а ты говорила, что он одиночка. Мы видели двух разных мужчин, и они оба причастны к смерти Алины. Она лежит, она уже не слышит, она уже практически не видит. Плохо, очень, вот, но она не умерла. То есть, она жива. Сейчас я вижу, как девушку куда-то тащат и кладут, будто в какой-то гроб, а сверху накрывают крышкой. В моем сне мне казалось, что я, это Алина. Как будто я нахожусь где-то в маленьком, темном, замкнутом пространстве. Алину перед смертью поместили в какой-то гроб. Погодите, кажется, я понимаю, что это было. Багажник машины. Алину отсюда куда-то увезли. А где нашли ее тело? В поле, в поле нашли. А вы можете показать вообще, где это? Хотя бы приблизительно просто на одну вот, да, в ту сторону. Поехали туда. Муж, муж знает точное место, потому что мы не видели, нас туда не пустили. Да, хотя бы приблизительно поехали туда. Тогда, в декабре прошлого года, родные не пустили Лилию на место, где ее дочь нашли мертвой. Боялись, что сердце матери просто не выдержит страшной картины. Сейчас женщина едет туда впервые. Идем, Лиля. Это какая-то свалка. Лиля, держись. Держись. Я чувствую, что нам нужно идти в ту сторону. Вот сюда? Нам бы тут не увязнуть. Вот это место. Здесь нашли тело Алины. Сюда же пришел и представитель местной самообороны. Он первым заметил тело девушки в поле во время поисков. Да, да, вот здесь она лежала вот так вот. Я вижу, как она лежит лицом вниз, а руки и ноги у нее связаны. Пакет на голове замотанный скотчем, руки связаны назад и ноги скотчем замотаны. Я чувствую, что девушка почему-то была раздета. Она лежала сюда голая. До сих пор я думал, что убийство вашей дочери имело ритуальный характер. Но сейчас я понимаю, что убийцы хотели изнасиловать Алину. Если бы ваша дочь добровольно согласилась на половой акт с теми мужчинами, то могла бы остаться живой. Но она ни за что бы на это не пошла. На момент расследования этого дела экстрасенсами экспертиза вскрытия еще не была готова. Поэтому никто не знал, была ли изнасилована Алина или нет. Но перед выходом программы в эфир мы получили копию экспертизы. В ней говорится, что в теле Алины Дяковой обнаружена сперма. На данный момент ее сверяют с образцом задержанного Михаила. Результаты пока неизвестны. Сейчас я вижу, как двое мужчин привозят вашу дочь сюда на авто. Она завернута в какую-то ткань. В одеяло какое-то видно завернули и сюда уже вдвоем принесли. Сигарета тлеет, дым идет. Сигарету кину и пошли. На месте, где лежало тело Алины, криминалисты действительно обнаружили окурок сигареты. Его забрали на экспертизу и сверили слюну, которая была на окурке со слюной подозреваемого Михаила. Образцы не совпали. Тогда у меня возникает логичный вопрос. Кому принадлежал этот окурок? Погодите, тогда не было темно. Солнце вставало. Алину привезли на это место уже утром. Странно. Девушка исчезла в восемь вечера. А экстрасенс говорит, что сюда ее привезли утром. Получается, Алину всю ночь где-то удерживали. На место, где нашли тело, Алину привезли уже мертвой. Именно поэтому на голову девушки надели полиэтиленовый пакет. Убийца боялся, что во время перевозки тела в машине останутся следы крови. А на весь вечер и всю ночь пробыла в маленьком, замкнутом, грязном, темном, холодном помещении. Сыростью пахнет. Знаешь, как сарай. Сарай. Она позвонила мне, и она мне говорит тихим голосом, я не знаю, где я. какой-то сарай, посадка, и опять все отключил. Правоохранители отказались сообщить нам, удалось ли им по телефонному номеру отследить населенный пункт, с которого звонила Алина. По описанию самой девушки, место не совпадает ни с кладбищем, откуда она звонила первый раз, ни с тем местом, где нашли ее тело. Так, где всю ночь находилась Алина Дякова? Беленький дом и окошечки такие с синим, как вот рамочка синяя. Я не знаю, это не сарайчик, это маленький домик. Жанна, а вы можете показать, можете найти этот дом? Думаю, мои джины могут показать дорогу. Давайте сядем в авто, я помолюсь и попробую отыскать этот дом. Экстрасенсы отправляются на поиски. Удастся ли им найти место, где девушка провела последние часы своей жизни? Сейчас нам нужно ехать прямо. Возле дома, где удерживали вашу дочь, есть какое-то кафе или магазин? Железение какое-то. И еще я слышу собачий лай. Ваша дочь тоже его слышала перед смертью. Юрий, нужно повернуть влево. Ясновидящие заезжают в село Тарасовка. Где-то здесь, по их ощущениям, убийцы удерживали Алину. Я чувствую в ладонях тепло. Это означает, что мы приближаемся к цели. Погодите, вот здесь. Это магазин? Магазин, я нашел магазин. Давайте выйдем. Нам нужен был дом, на котором будет стоять метка убийцы. Давай пойдем туда, куда поведет маятник. Ты посмотри. Вот это где-то рядом. Я чувствую, что мы на месте. Вот этот дом. Именно здесь Алину удерживали перед смертью. Это здесь? Это здесь? Невероятно. Неужели именно здесь удерживали девушку перед смертью? Есть кто-нибудь дома? Иди на мир. Где остальные? Скажите, кто здесь живет? Миша жил. А вы что здесь делаете? Вы тут живете. Присматрю товарища, а ну. Мужчину зовут Дмитрием. Он живет по соседству. Говорит, что присматривает за этим домом. И тут мы замечаем во дворе светлое авто. Убийца Алины был на машине светлого цвета. Возможно, это та самая машина, в которую Алина села в день своей смерти? А почему этого Михаила задержали? Потому что, говорят, что убил девочку. Это Миша. Получается, это дом этого Миши, которого подозревают? Получается, что вот в этот момент я вспомнил о подсказке, которую дала мне моя книга «Рука с крестом». Сначала я думал, что рука с крестом это рука убийцы, сорвавшего нательный крест с шеи девушки. Но мне в голову пришла другая мысль. Возможно, это тату? Скажите, у Михаила есть татуировка на руке? Ну да. Это татуировка в форме креста? Да. Получается, мужчина, которого задержали правоохранители действительно виноват. Но если экстрасенсы правы, он совершил это преступление не сам. Кто же второй убийца? Я хотел бы настроиться на момент убийства Алины. Можно нам зайти во двор, чтобы поработать? Когда мужчина привязал собаку, у меня в голове промелькнула страшная мысль, но я должен был ее проверить. я чувствую здесь энергетику Алины. Именно здесь ее связали, а потом изнасиловали. Но я тебе другое покажу. Я тебе покажу крышку гроба, которую ты видел. Сейчас я вижу, как девушку кладут будто в какой-то гроб, а сверху накрывают крышкой. Ты понял? Вот тебе крышка гроба. Вот вам гроб вашей дочери. Я не могу здесь находиться, мне плохо становится. Дайте я выйду. Это ужасно. Было страшно смотреть на этот сарай и знать, что там умирала моя дочка. Ждала помощи, и там она провела как бы последние минуты своей жизни в этом грязном вонючем сарае, так и не дождавшись помощи. Скажите, а пса кормите вы? Ну да. Книга говорит мне, рука убийцы кормит собаку. А вы видели Михаила в тот день? Когда? 13-го. Ну конечно. Без бухал с ним сидел. То есть вы были у него в гостях и вместе употребляли алкоголь? Выпил я по две рюмочки. Он говорит, давай зайдем помиримся. Скажите, а в котором часу вы были в этом доме? Да, вечером. Без 27 или в пол седьмого. Получается, за полтора часа до исчезновения Алины Михаил выпивал у себя дома вместе с Дмитрием? Ага, а были у него еще гости? Вы видели кого-то еще? Ну, была первая его жена, сожительница и дети, и все, больше я не видел. Хорошо, из мужчин вы, получается, были только он и вы в доме. Ну, да. К чему клонит ясновидище? Неужели этот мужчина как-то причастен к убийству Алины? А что было после того, как вы с Михаилом выпили по рюмке? Он мне говорит, братан, давай поедем в Камышевах, купим там водки, закусить. То есть он предлагал продолжить застолье? Да, он две недели до этого пил. Запой был? Да. И вы поехали с Михаилом за водкой? Нет, я говорю, а что меня с тобой ехали? И пошел домой, 15 минут восьмого. А через час мама звонила дочери, дабы узнать, где она, в то время как та находилась на кладбище и пыталась спастись от своих убийц. А есть свидетели? Я сам живу. На столом в обед вы сидите один над тарелками. Ну да. Получается, один преступник, которого задержали, он семейный. Именно его в своем видении видел Хаял. А вот второй у меня на раскладе выпадал одиноким. Дмитрий живет один. Мы не знаем, что и думать. Против Дмитрия нет никаких улик, но и свидетелей того, что мужчина был дома в момент убийства тоже нет. У меня к вам последний вопрос. Вы были знакомы с Алиной? Нет, я ее и не знаю, как ее и звали. Я чувствую, что вы говорите неправду. Вы ее знали. Вас связывает работа. Ну, в лицо. Я слесарем работаю в областной больнице уже 6 или 7 лет. Ну, мы-то встречались, я ее в лицо видел в больнице. Я сантехник, хожу по кабинетам. То есть она вас знала, и вы ее знали? Ну, да. Невероятно. Этот мужчина только что утверждал, что не знает Алину. А теперь выясняется, что он работал с ней в одной больнице. Почему Дмитрий говорит неправду? Он что-то скрывает? Вы знали Алину очень давно. У вас была какая-то совместная поездка куда-то далеко. Говорите правду. Ну, по брусевке от больницы. Класс. Это два или три года назад было. Ездили неоднократно он говорил и не знаю как его зовут. Я понятия не имею. А потом через какие-то минуты он говорит мы три года назад вместе ездили на море в одной маршрутке. Вы с одной больницы. И ты даже имени ее не знаешь. Я вижу он врет. Он тупо врет. Девочка села только в машину к знакомому человеку которого она знала и не боялась. Не было меня там. Я не уезжал никуда. все вы меня обвинять. Дмитрий у вас очень странная реакция. Почему вы так нервничаете? Разве кто-нибудь вас в чем-то обвинил? Ранее Дмитрий никогда не привлекался к ответственности имел нормальную работу. Поэтому подозрения экстрасенсов вызвали у меня сомнения. Но поскольку вечер нет никакого алиби, я решила провести собственное расследование в отношении этого человека. Я расспросила односельчан об этом человеке и была шокирована тем, что услышала. Скажите, а это Дмитрий он вообще агрессивный? Он не то, что агрессивный, он неадекватный. Он когда выпьет, глаза как у бугаяр на лбу. Он нападал уже на кого-то? Порезал у нас тут ножницами мужика одного по словам соседа Дмитрий с пьяну накинулся на односельчанина, который отказался одалживать ему деньги. Более того, выяснилось, что за день до убийства между Дмитрием и Михаилом тоже произошла ссора. А почему они поссорились? Знаю, что они там пили. Я так понял, что Дима стал приставать к дочери. К Мишиной приемной дочери. Я не знаю, сколько ей. 15, да, наверное. По-моему, в девятый класс ходит, потому что мать ее кричала «Ты что? Как там, педофил?» Так вот же она, девушка, которую спасли от зверя. Погоди, есть еще две подсказки от книги. Рука убийцы кормит собаку и «Найди девушку, спасенную от зверя». Какой ужас! Получается, этот мужчина чуть не изнасиловал несовершеннолетнюю дочь соседа? Ну, это еще больше доказывает то, что он стопроцентно соучастник. Для него ничего не стоило беззащитную девочку поднять руку. Мы лишь говорим то, что чувствуем. Обвинение – это дело правоохранителей. Я очень прошу ваше дело настоять в милиции. Пускай возобновляют следствие. Это не конечный результат. Ни у одного руки в крови. Настаивайте, потому что никто за вас это не сделает. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы это звали, что вы вам помогли. Очень сильно хотим поблагодарить, потому что получили очень много ответов и услышали много правды, которой не было до сих пор. Мы очень благодарны и всей команде СТБ, и особенно экстрасенсам. Огромнейшее спасибо. Все, что случилось с Алиной Дяковой, просто не укладывается в голове. Мы обращаемся к правоохранителям с просьбой прислушаться к тому, что почувствовали экстрасенсы. Вполне возможно, все происходило именно так, как они рассказали, и убийц действительно было двое. Мы просим проверить причастность к этому страшному преступлению соседа задержанного, с которым они вместе выпивали в тот вечер, когда девушка исчезла. Это Никита. Ему всего год, и его уже нет среди живых. Умер при загадочных обстоятельствах. Я проснулась, он лежит, у него глаза были открыты, но он не реагировал абсолютно никак. Мама малыша сейчас беременна. Ей снятся кошмары, что умирает и ее старший сын, и еще нерожденный ребенок. Один мальчик ушедший, второй на подходе, должен уйти, и третий получается. Женщина построила дом, хозяйку, она приходит за детьми. Почему мои дети имели? Фу, какой ужас. У них вот здесь под... Зависел! Женщина, она напала на меня только что. А что в колодце? Ты хоть жива? В колодце! Это видео из семейного архива семьи Адамчук. На кадрах маленький Никита. Ему еще не исполнилось и годика. Малыш только научился ходить. Мальчик выглядит здоровым, веселым и счастливым, но уже через несколько недель Никиты не станет. Именно в тот день, когда родные решили его крестить. В субботу должны были утром проснуться, ехать его крестить. Мама мальчика никак не может прийти в себя от шока. Назвать причину смерти малыша до сих пор не могут ни врачи, ни правоохранители. Я проснулась и он лежит, у него глаза были открыты, но он не реагировал абсолютно никак. Ребенку был всего год. Он проходил плановое медицинское обследование и никаких отклонений в его организме выявлено не было. Заключение врачей шокировало. Тяжелое отравление неизвестным веществом. Но чем именно и как оно вообще попало в организм малыша? Эксперты до сегодняшнего дня не установили, какое именно вещество стало причиной смерти мальчика и в составе чего оно могло быть. Уголовное производство по факту смерти мальчика до сих пор открыто. У Аллы есть еще один сын Иван. Мальчику пять. Женщина говорит, что в последнее время она видит кошмары, в которых ее старший сын тоже умирает. Недавно снилось, что я почему-то стою на кладбище и говорю за упокой Вани. Мать боится, что ее старшего сына тоже подстерегает опасность. У нас очень редко даже и болит. А сейчас в последнее время у него кровь сильно с носа течет. Действительно, даже во время съемки Ване стало плохо. Мама, мама, мама. Я просто боюсь, чтобы я и Ваню не потеряла. Алла вместе с семьей живет в селе Днепровка Запорожской области. Молодые супруги вместе уже шесть лет. Александр строитель. В селе работы нет, поэтому муж часто ездит на заработки. Вот это получается мы с Никитой с роддома забирали. Сашка с Никитой он очень любит детей. Он что своих безумно любит. Чужих он с чужими нянчится. Берем память с тобой скучились. Сейчас муж Аллы тоже за границей. Большую часть времени женщина дома одна с детьми. Гибель сына сломила молодую маму. Она потеряла смысл жизни и постоянно плачет. Очень сильно она переживала и просто Бога просила, чтобы ей дали еще одного ребеночка, чтобы она не сильно так убивалась Никиткой. Спустя полгода молитвы Аллы были услышаны. Она снова забеременела. Сейчас на седьмом месяце. Однако в последнее время молодую маму начали мучить кошмары, в которых умирает и ее новорожденный малыш. У меня неделю назад снился сон, чтобы через 10 дней ребенок умрет. Алла в отчаянии. Говорит, не переживет, если что-то случится с ее Ваней и еще нерожденным малышом. Переживаю, чтобы дальше мои дети еще не умирали. Помочь молодой матери согласилась участница 13-й битвы экстрасенсов в Украине Лариса Гуцану. Она эмпат, чувствует на себе боль других людей, а также все, что они переживали раньше. Получив письмо, ясновидица сразу начинает работать с фотографией Аллы. Когда я настраиваюсь на эту девушку, я возле нее чувствую еще одну женщину. И мне вырисовывается такой образ женщины средних лет с темными волосами по плечи, с таким грузным тяжелым подбородком. Она когда смотрит на меня, у нее такой пронизывающий взгляд, что у меня аж мурашки по всему телу. Я хочу выйти с ней на связь и спросить, кто это, кто эта женщина. Боже, она говорит, что ей нужны дети этой девушки. Она говорит, что она может прийти за ее детьми. Ужас. Кто эта женщина, которую чувствует ясновидица, и почему хочет забрать детей Аллы? Неужели невинным малышам действительно угрожает опасность? Вместе с Ларисой Гуцану разбираться в этом деле будет харьковская ведьма-некромант, победительница пятого сезона битвы людей со сверхвозможностями Жанна Шулакова. На фотографии молодая женщина. Такое ощущение, что вся покрыта зеленой вязкой противной тиной. Она стоит и в окружении мертвых детей. Ужас какой-то. Если ничего сейчас не поменять, дальше действительно могут быть смерти. Это ужасно. В ожидании Аллы экстрасенсы делятся своими первыми ощущениями. Ведение сразу возникает, как глыба льда, в которой заморожен этот маленький мальчик. Скрюченный весь такой. Знаешь, вот жутко. Ну, автоматически, да, хочется взять, обнять и обогреть ребенка. А я когда работала с фотографией, у меня было такое ощущение, как будто образ женщины, которая забирает этих детей, прям выдергивает или как охотится на этих детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алла, это мой сын Ваня. Привет. Случилось такое уже одно несчастье. Я боюсь как-то за детей своих, потому что происходят какие-то несны и какие-то приметы плохие. Идемте присядем. Ребеночка можно позвать сюда. Да, мы сейчас его поймаем. Ванечка! Пошли лодки смотрите. Жанна Шулакова решила сначала пообщаться с сыном Аллы. Поэтому пошла прогуляться с ребенком по парку. А Лариса Гуцану осталось работать с его мамой. Какие-то вот сны у меня особенно в последнее время очень страшные сны по поводу того, что ребенка потеряли. Когда я работала с вашей фотографией, у меня действительно была опасность насчет детей, которых вы родили. Опасность действительно существует. Женщина была очень напугана и неспроста, потому что я слышала какой-то женский голос. Я слышала, как этот голос говорил, я заберу их у тебя, тебе не нужны дети. Но я не стала ничего говорить Але, надо было разобраться, что и к чему. Я, когда настраиваюсь на вашего мальчика, у меня такие ощущения были, что он у вас мудрый человечек, понимает вас, где-то даже начал помогать, он такой бесхлопотный. он очень взрослый, он до своего возраста, даже в садике все, он чересчур. Старший сын Ваня всегда был спокойным мальчиком, но в последнее время он стал бояться своих снов и оставаться дома один. Когда мы с сыном Аллы отошли от всех, мне пришло вдруг такое видение, как будто мальчик попадает в какую-то вонючую зеленую тину, его туда начинает затягивать, он просто там задыхается. Я поняла, что ребенок тоже в опасности. Мне совсем не страшно дома сама? Страшно, да. Куда ты ходил? Я уже бросал кашу. Он практически не спит. Он плачет ночью, кричит что-то там ночью не надо или еще что-то. И вот утром просыпается и он не помнит того, что он кричал. Вот сегодня ночь он вообще практически не спал. Ну да. Очень странно. Мы гуляли с вами, я смотрела, с ним неудобно было карты раскладывать. Выпадает состояние какой-то злой сущности. Причем женской злой сущности. Это странно. Объясню почему. Я не скажу, что человек жив или мертв. То есть сущность сама по себе она знаешь как бы нейтральна. она здесь и там как-то одновременно. Она присутствует одновременно в двух измерениях. Это достаточно злобная, сильная, страшная. То есть в принципе ничего хорошего от таких сущностей ожидать не приходится. Я боюсь, что она угрожает, потому что выпадает ты видишь один мальчик ушедший, второй на подходе, должен уйти. И три, поэтому три и третий получается. То есть очень странно. Это странно. Не плачь, не плачь, не плачь, не закрывайся. Мы пришли выяснять, будем помогать, чем сможет. Не плачь, хорошо. Такое ощущение было, что Алла открыла какую-то запертую дверь, за которой стояла смерть. Но откуда взялась эта неизвестная сила? И почему угрожает забрать у молодой мамы детей? Знаешь, тут очень странно получается, Ларис. Я бы сказала, что ребенок сгорел изнутри. Он как заснул, ребеночек. Еще у меня такое чувство, как будто вы в доме видели такой момент, что он как будто спит, но у него открытые глазки. Было у вас такое? Такому? Ну, он уже дома впал в кому. Никита приболел еще за неделю до смерти. Мальчик плохо ел, у него поднялась температура. Родные думали, что все это из-за зубов, которые резались у ребенка. У него, получается, полезло четыре зуба. Естественно, он себя вел, как капризный ребенок, чуть-чуть молока попил, чуть-чуть воды попил, машинкой погрался, бросил, он спал. Если бы молодая мама знала, как она ошибается. В тот день, когда Никиту должны были крестить, какая-то неизвестная сила подняла Аллу в четыре утра. Она подошла к кроватке, в которой спал сын, прикоснулась к нему, но малыш не шевелился. Лежит, у него глаза были открыты, но он не реагировал абсолютно. 19 июля 2014 года Никиту привезли в больницу. Его сразу направили в реанимацию. Ребенок находился без сознания. Точный диагноз врачи установить не могли. Устанавливалось сердце, они его спасали. Там врачи сказали, что он выживет. Алла до последнего надеялась, что сын выживет. С утра до ночи сидела у кроватки малыша, почти не спала. Пела его любимые колыбельные, но Никита уже маму не слышал. Мы в церковь ходили и молились, и плакали. Он в реанимации под капельницу, я с ним на ушко разговаривала. Никита пробыл в реанимации ровно 7 дней. 25 июля 2014 года он умер. У Никита. И он на небе уже Никитка. У него сердечко сторонилось. Мама мне это очень давно рассказала, что он на небе. И в тот момент я увидела какую-то женщину в возрасте с короткой стрижкой и она кричала «Я его отравила!» «И всех их отравлю я». Но что это за женщина, о которой говорит экстрасенс? Неужели годовалого мальчика действительно отравили? Но кто и почему? Когда настраиваюсь на ребенка, я не вижу вас возле него, я вижу женщину возле него. Свекровь. Она делала как подношение. Я была как раз в балагане, пошла собирать помидоры. Как раз свекровь по факту смерти было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Под подозрение попали родные мальчика. От этого просто волосы становятся дыбом. Неужели ребенка отравила родная бабушка? Но ведь медикам точно неизвестно, какое именно вещество вызвало смерть Никиты. Это не свекровь. Она отравить не травила. Человек делал как подношение. Хотел угостить. Не отравить, угостить. В тот день в доме гостили родственники и соседские дети. Как оказалось, арбуз, которым якобы отравился мальчик, ела вся семья. Никто из членов семьи, в том числе и дети, которые тоже ели ягоду, не отравились. Это могла быть людская зависть. То, что принесет боль. Вам могли завидовать. Алла действительно считает, что все случившееся в ее жизни из-за зависти людей. Ведь у нее прекрасная семья, дети и муж. До свадьбы мы знакомы были шесть лет. У меня подружка пришла к нему во двор сюда гулять, притащила меня. Ну, так и познакомились. Он был на севере. Ну, как-то так он приехал севером, мы подали заявление в ЗАГС. И все. У меня прям картину вижу такую, что мне идет горсть земли, какая-то кукла, и в нее втыкают иголки. Просто втыкают с какой-то злобой, чтобы извести человека, и чтобы человек умер, чтобы его не было на этой земле, и, то есть, вот, сгрызть этого человека. Кого именно имеет в виду ясновидица? Аллу. Неужели женщина подверглась какому-то негативному магическому воздействию? До того, как вы сошлись вместе, у него была другая девушка, у вашего супруга. Эта девушка так сильно хотела за него замуж. Так может, эта бывшая девушка Александра как-то причастна к тому, что происходит в семье Аллы. Она не имеет отношения к паре. До того, как создалась пара, этих общений уже не было. Оно осталось там, где-то за бортом, за бортом брака, до того, как брак вообще состоялся. Агрессия такая идет. Семейная и черная, что это? Ух ты. Борьба. Люди, которые занимались темными делами, черными какими-то делами. Получается, у моего родного деда, у маминого папы, три сестры. И всегда бабушка моя покойная и вообще в селе говорили, что они три ведьмы. Три ведьмы. Они людям и порчи делали, и иголки в плентусах, и всякую вот эту вот гадость. Одна из них слепая, а две других я не знаю. Кто-то в семье у вас уже умер. Мне вот как бы идет женщина, такая взрослая, мне идет. Что-то связано, вот грудь, удар такой сильный мне идет. бабушка, у нее рак груди, она умерла от этого. То есть, что-то делали, как бы порчи насмерть. Когда умер дедушка Аллы, его три сестры хотели поделить имущество брата между собой. Однако его жена, бабушка Аллы, им отказала, поскольку хотела переписать дом на детей. Они начали ей угрожать. И потом, ну, вроде как, там у бабушки в плентусах иголки откуда-то вязались, и все на свете, ножницы какие-то там в дверях. Неужели ритуалы, проведенные сестрами дедушки, повлияли и на его внуков, детей Аллы? Почему моих детей именно? Еще, когда работала с вашим фотографией, я видела женщину низкого роста, с такими вот волосами по плечи темного, с таким грубым подбородком тяжелым и с очень злыми такими глазами. Какую женщину описывает ясновидица? Кто она? Что мне еще интересует? В собственном доме человек постоянно имеет знаки того, что рядом с ним ходит смерть. У меня, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Не страх какой-то был, а вот я себя вот чувствую там, как будто вот меня задавлют что-то. Я не понимаю, что со мной происходит. Боже, какой ужас. Причем знаки какого плана? Что-то горит, то есть это, может быть, вспыхивать лампочки, трещать розетки, искрить провода, телевизор, ну, все что угодно. То есть оно будет просто так все в доме сгорать. У нас постоянно коротят розетки, у нас загоралась проводка. Вот пожарище. Загорелся телевизор, то есть, если бы я еще полчаса спала, мы бы все там горели. Такое действительно было. Алла говорит, что пожар случился на Пасху. Утром семья собиралась идти в церковь, светить куличи. Алла начала кричать, мы сразу ничего не поняли, просто ничего, загорелся телевизор. Так может, опасность заключается в самом доме? И зловещая сущность, которую видят экстрасенсы, как-то связана с жильем Аллы. Животные в доме тоже на это реагируют. Такое ощущение, что они... Подают знаки какие-то. Мы завели собаку, она выла в окно мне. Это стопроцентный знак. Понимаешь? Животные всегда видят больше, чем люди. Они могут видеть и сущностей с потустороннего мира. И такое было ощущение, что сущность стала постоянным гостем в доме Аллы. Неужели сила, которая, по словам ясновидец, поселилась в доме Аллы и забрала жизнь маленького Никиты? Эта сила, она воплощается. Я не могу понять, какая, но она реальна. Она реальна, она существует, она физически существует, понимаешь? После этих слов Алла рассказала, что всего за несколько дней до приезда экстрасенсов видела жуткий сон, от которого волосы дыбом становятся. В кошмаре она вышла из дома, а во дворе стояла какая-то женщина. Я говорю, Алла, никто не смог приехать. Приехала я, я у тебя приехала с плохими новостями, ты сейчас родишь и через 10 дней ребенок умрет. Можешь отсчитывать. Алла еще долго плакала после ночного кошмара. Но что это за странный сон? И почему детям этой молодой женщины угрожает опасность? Когда вот на детей настраиваешься, чувствую какую-то силу, которая вот ходит вокруг, вырывает детей, вон он. Надо ехать домой. Там, где мальчик жил. Это может быть сущность, это может быть дом, это может быть все что угодно. Скажите, пожалуйста, а у вас же ребенок, сын, он же слышал до смерти. Когда с Никитой случилось такое, я четко слышала, у нас по чердаку, когда проходишь, слышно шаги, то есть чердак очень тонкий. И я знаю, что я слышала шаги, обычные людские шаги. Я еще так перепугалась. Я думала, кто-то средь белого дня полез, думаю, не постеснялся. Я же вышла, лестница, на чердаке никого нет. А вот недавно лежал Ваня, я в обед его уложила, он говорит, мама, там на чердаку кто-то ходит. То есть ребенок чурнелел. Я тогда услышала, сейчас, получается, сейчас еще и Ваня это все видит, слышит. Я тебе говорю, надо ехать в дом. Мне так плохо. Мне так плохо. Она напала на меня только что. Толфетка у кого-то, ларите кровь идет. Это невероятно. Что происходит с ясновидецей? Кто на нее напал? Сейчас экстрасенсы направляются к дому, где живет семья Адамчук. Мне так плохо. Мне так плохо. Толфетка у кого-то, у Ларисы кровь идет. Это невероятно. У Ларисы Гуцану из носа пошла кровь. Но ведь за несколько часов до приезда ясновидец и с Ваней происходило то же самое. Что это? Простое совпадение или какая-то мистическая закономерность? Я вижу эту женщину. Она на меня пошла. Такое ощущение, как будто она как хотела меня ударить. Она пришла не за мной. Когда мы ехали только в автобусе к дому Аллы, я вдруг увидела, что вокруг нее начинает сгущаться желтое, зеленое. Это какая-то страшная тина. Мне, честно говоря, стало просто страшно, потому что в любой момент могло произойти все, что угодно. и это угрожало всем вокруг. Тихо, течет сильно. Ко мне пришла вот эта женщина, она такая ощущение, как будто... Дайте еще салфетку. Лена, дай салфетку. Она напала на меня только что. Она пришла и такая, говорит, я тебя сейчас вот это задушу, но она как будто не ко мне пришла, а как за твоими детьми. Понимаешь? Боже, это мой ужас. Я сейчас вот... Давай, сюда. Сейчас, сейчас. Все. Ты вытрись, а то оно там течет у тебя все время. Пришла вот эта... Она говорит, я пришла за ее детьми. Она приходит за детьми. Она говорит, я пришла за Ваней. А почему именно за Ваней? Почему за мной? Ну, моими детьми. Кто она вообще такая? От слов ясновидецы у женщины шок. Это увидела соседка и подошла, чтобы успокоить Аллу. У нее что, реально кровь пошла? Да, она... Она вот... Мы снимали, получается, мы вот, ну, все, едем, и у нее моментом вот так юшка идет. Я такого еще вообще не видела. Она начинает падать прямо в салоне. Она не может... Она упала в салоне. Скажет, возьми себя в руки чуть-чуть, пожалуйста. Мне дома. Немного успокоившись, Алла подходит к экстрасенсам. Кажется, Ларисе Гуцану тоже стало лучше. Но какую женщину она увидела? Эта женщина, она мертва. То есть ребенка отравил дух с потустороннего мира. Он злобный, он убивает детей. Я вижу женщину, я вижу, чувствую, что она как едет на велосипеде на какой-то праздник. Ее как будто как сбивает машина или что-то летит на нее, она падает и умирает. Она умерла на том перекрестке. Она была вся окровавленная. Вот такое чувство, что ее дубиной ударили. На этом перекрестке женщина была, с работы ехала, начала переезжать дорогу, велосипеда, а рыбу, машина везла, в цистерну. Да. И она ее ударила. Дом Аллы стоит именно на том перекрестке, где произошла трагедия. Неужели этот случай имеет какое-то отношение к тому, что происходит с ее детьми? Такое ощущение, как будто я как будто я стою на каких-то трупах здесь. В смысле на трупах? Мне здесь идет, что здесь люди умирают часто. В этом месте? Да, вот здесь. Есть такое? На этом перекрестке наверное человек 8 может быть. Или 10 пойми. И на перекрестке сбивали. Сейчас так было. тут я вот тут. И вообще вот на нашей руне вот это перекрестка. Это смертей много было. Да ну ничего удивительного, если на старом кладбище дорога стоит. Это там кладбище получается? Ну вот это вот. Я не знаю, какое оно большое. Вот там есть кусочек, пару могил. Это старое кладбище, здесь дорогу построили. А, да, да. И тут видно. Это кладбище было. Для этого места осветить вот это все? Выяснилось, дом Аллы тоже стоит на территории бывшего кладбища. Но ведь другие семьи живут здесь спокойно. Следовательно, причина несчастья не в этом. Тогда в чем? Давайте домой. Свой дом Алла с мужем купили 3 года назад. Неужели именно в нем причина всех бед? Давайте уже пройдем. Я настроюсь на двор. Я не могла сдвинуться с места. И все только потому, что ко мне лоб в лоб подошел дух женщины. Она мне просто приказала стоять. Лариса Гуцану остается во дворе, а Жанна Шулакова и Алла заходят в дом. Что почувствуют экстрасенсы? А стульчик Никиты? Ну, это был Ванин, потом Никита. Ну, и Никита сидел, правильно? А это, получается, тоже от Никиты осталось с собой? Не все. Не все. Половина нового это я перестирала. Ну, готовимся. Кроватка тоже не его. Ну, здесь же с детьми жили, правильно? Да, да. Что-то тут есть. Это просто невероятно. В комнате сам включился телевизор. Это что за фигня? В доме становится жутко. Неизвестно откуда слышен странный стук. Это, может, в кухне? Ну, что? Все нормально? Целое все? Все целое. Ты дадай. А что тут есть, я не могу понять. Что за гарь такая? Что случилось? Что это? Что это? Это в печке. Как в печке? Это невероятно. Но в печке действительно слышны какие-то странные звуки. Женщина. Женщина, которая в белом. Вот я видела женщину в белом. Очень высокую такую. Ну, где-то с вашего роста. Алла говорит, женщину в белом она видела в доме. Призрак ходил по комнатам. Но самое страшное, с недавних пор снова начал появляться. Ну, я не знаю, может, это странно звучит. Не было. Поздний вечер был. Мы сидели, получается, в спальне. Я действительно видела, ну, как прошла женщина. Вот женщина с длинными волосами. А затем молодую маму начали мучить кошмары, в которых эта потусторонняя сущность ей угрожала. Женщина в белом. В белом. Но она... Слушай, может, это Таша увидела Лариса? Лариса! Ларис! Жуткий дом. Что там случилось? Телек включается, в печке стучит. У меня на раскладе выпадает круг семьи и женщина в белом. Ну, ты достаточно высокая женщина худоща. А, высокую я видела. Ну, белую женщину, вот именно я видела, как раз она в этих дверях проходила. Высокая такая, у нее длинные волосы, какое-то белое одеяние такое. Она на меня посмотрела и прошла туда. Я вообще подумала, что это та тетка, которую ты видела в автобусе. С таким грузным вот подбородком, со злыми такими глазами. Такс, ну-ка, давайте еще чуть-чуть здесь поработаем. У меня как будто опалил какой-то огонь. Ну, вот именно в том доме, где мы находились. Только горел не сам дом, а как будто, как что-то, как лики святых. Смотрите, подождите, я когда зашла в два двора, я пришла вот сюда и здесь начала работать. Мне выпала вот женщина, выпала мне женщина и вот эта женщина, она что-то палит, как лики святых, понимаете? Вот здесь спалили вот эти иконы. Женщина построила дом. Дом построила баба Паша. У нее дочка. Смотри, Жанночка, хозяйка имела дочку. Эта дочка, она сожгла в эти иконы. Здесь долго жила эта же дочка, которая спалила иконы. Это ужасно, потому что сжечь иконы это очень большой грех, это неправильно, потому что икона это как бы божественная защита. Но если их уничтожить, то человек просто лишается этой божественной защиты. Баба Паша была верующая, женщина у нее была много икон. А вот эта вот дочка ее, она была то ли баптисткой, то ли я не знаю кем, но она икон не признавала. За то, что женщина сожгла иконы, за то, что она уничтожила их, она понесла страшную расплату. Это была смерть. Действительно, в селе говорят, что женщина, сжигавшая иконы, вскоре умерла ужасной смертью, сгорела за несколько месяцев. У нее был рак легких. Но какое отношение эта страшная история имеет к смерти Никиты и тому, что угрожает другим детям Аллы? Мне почему-то идет, что вот этот двор, как будто вот здесь кто-то как похоронен. Прямо во дворе? Младенцы или что. Тихо. Спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, я не могу. Тихо. 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 Ты присядь отсюда. Где вы взяли? А что в колодце? Ты хоть жива? В колодце. Я не знаю, мы приехали, он был уже засыплен. Много-много мусора накидано. Их тут три штуки таких ям. Про колодец тут еще что-то известно. Что такое ощущение? Как будто здесь что-то не все. Вот мальчик, ощущение мальчика, что его выбросили прямо в холод. Смотри, мы когда ехали, я тебе говорила, что на фотографию наслаивается лик мальчика. Я говорю, такое ощущение, что ему очень холодно. Помнишь, я тебе рассказывала? Боже. Глыба льда, в которой заморожен этот маленький мальчик, скрюченный весь такой. Знаешь, вот жутко. Как будто его взяли и выбросили в этот холод. Он в этом холоде умирает. Мне показали какую-то картинку. Идет женщина, и в руках у нее сверток. Там ребенок. Она несет его к какому-то колодцу. И просто она его туда кидает. Она его просто бросает туда. Он умирает. Никто не мог понять, о чем идет речь. Поэтому мы расспросили местных жителей и узнали, что десять лет назад в селе жила женщина, которая выбросила своего новорожденного малыша в колодец. Именно в тот, который находится во дворе Аллы. А там говорили, что женщина какая-то бросила ребенка. Она сумасшедшая была, что ли? В колодце ребенка и утопила. А потом и сама умерла. Мальчик, который не нужен своей маме. Его бросили. Его выкинули. Смотри, выбросили. А какое оно отношение здесь имеет к этому дому? Женская суши. Но она как забирает детей. Травит. Дух этой злой женщины, которая преследовала меня весь день. И из-за которой меня буквально парализовала во дворе. Мне идет, что эти дети, которые она забирает, это брошенные дети. Бог нам дает детей. И мы за этими детьми должны смотреть. Никому не пожелаю, чтобы мама потеряла своих детей. С другой стороны, ты тоже виновата. То есть ты закрывалась от детей, ты не имела контакт с ними. Никто не понимает, о чем говорит экстрасенс. Алла молчит. Что все это означает? На данном этапе это не семья. Это корыто, которая держится на плаву. Я не знаю, на каких соплях. Постоянно здесь что-то происходит. Да, оно такое есть. Я иногда действительно сама себя боюсь. У меня столько злости иногда выпирает. Как оказалось, Алла очень часто ссорится с мужем. Все из-за того, что чувствует себя покинутой. Поскольку большую часть времени мужчина находится за границей, а мать остается с детьми одна. Огород, дом, все на ее плечах. Вот мы можем проснуться. Он выходит, делает кофе. У меня раз, как щелчком. Клинит, начинаешь просто доколупываться до чего-то, орать, кричать. То есть пиляет друг друга ни за что, ни за что, ни за что. Тут же попадет под это ни за что и ребенок. Будет находиться рядом. Он выхлопит тут же под затыльник. Я не могу даже себя контролировать иногда. И когда меня там Ваня подходит и что-то спрашивает, у меня это такую агрессию бешеную вызывает. Когда она с меня шпрёт эта злость. Точно так же агрессивно, как на Ваню. Запросто могли. И на Никиту. Было такое, что даже Ваня плакал с Никитой. Я закрывалась в комнате, закрывала уши. Я как с ума сходила. Я не могла их слышать. Меня все раздражало. Я с ребенком не играюсь практически. Я не хочу играться. Нам Бог дает детей не как игрушки. Мы их должны оберегать. Дать им какое-то будущее, что-то им дать. А у вас постоянно вот родился хорошо. Вам просто дети очень легко достались. Вы еще не знаете, как это люди молятся для того, чтобы просто хотя бы зачать и почувствовать себя беременной. Он не чувствовал, что он здесь нужен просто ребенок. Понимаете? Он не чувствовал никакого внимания, никакого отношения к себе. Вы просто подходили и смотрели, уходили. Вы только дали слабинку и все. И вот эта сущность, вот эту женщину, которую я видела, она забирает тех детей, которые дети брошены просто. Она забирает их, потому что они смотрят за этими детьми. Миллионы сущностей ходят по земле, но все человек сам притягивает к себе. И сущность их, и всех остальных тварей. Если Алла не примет эту истину, она так и будет продолжать терять своих маленьких детей. Ну, я не понимаю, как мне это так контролировать. Я не хочу на них кричать, но я не знаю, почему. Я понимаю, что я неправильно делаю, я не знаю, почему я это делаю. Это лень. Лень. Работа над собой. Лариса Гуцан уведет Аллу в дом, чтобы привести ее в чувства. Жанна Шулакова во дворе. Попросила отойти почти всю съемочную группу. Говорит, будет ставить защиту на дом молодой семьи. И этого никто не должен видеть. Вставай. Врачусь. Что-то чувствуешь? Ну, вообще тепло так. Все хорошо? Я тебя здесь оставлю для того, чтобы ты себя хорошо чувствовала и бодренько вставала. Свечечку будешь поджигать перед иконой Божьей Матери с ребенком на руках, ты становишься настоящей мамой. Вот. И никаких сущностей в дом не зайдет и никто ничего не сделает. Это каждый день вот под палец? Ну, не каждый день, но периодически надо делать. Ты оберегаешь, ты так молишься за своих детей. Ты не допускаешь, чтобы ничего плохого сюда не зашло. В основном заключается все в тебе. Вот. А затем уже в каких-то сущностях ты должна оберегать свой дом. Почему женщина-берегиня Тома? В первую очередь кто? Мама. Потом жена, кума, теща, зять, кто хочешь. В первую очередь мама. И несите ответственность за детей, за то, что вы говорите, за то, что вы делаете. Не воспринимай это как обязанность. Живи с ними этой жизнью. Потому что ты потом будешь жалеть, когда они вырастут, что ты не прожила эти дни с ними, а прожила их сама в себе. Но если это будет через десять лет, и ты, проснувшись утром, поймешь, что здесь тебе хорошо, а куда делать эти десять лет, ты знать не будешь. Потому что ты их потеряешь. И когда Ваня будет подростком в шестнадцати лет, понимаешь, а ты не сможешь вспомнить, как он выучил азбуку и как он пошел в первый класс, потому что тебе было плохо в этот момент, вот это будет страшно. Не ограждайся от них. Не теряй вот эти дни каждый день. Не теряй эти дни их жизни с тобой рядом. Я просто не могу себя не обменять. Если бы вернуть время, я бы все поменялась. Меняй себя. После встречи с экстрасенсами жизнь этой женщины изменилась. Она решила начать все с чистого листа. Пока мы готовили программу к эфиру, Алла родила. Мальчика назвали Богданом. Сейчас ему четыре месяца. Растет здоровым и спокойным. Со старшим Ваней тоже все хорошо. Вот как бы все у нас на данный момент хорошо. И нигде у нас пока, слава Богу, ничего не происходит. Задумываюсь, если бы я не обратилась, а мало ли бы как это все закончилось. В общем, беременность всегда ходила нормально, дела нормально. То есть абсолютно все было нормально. Я доносила, родила, с ребеночком все хорошо. Кровавая трагедия в Полтавской области, которая шокировала всю страну. Молодую талантливую девушку-пианистку, красавицу и умницу нашли мертвой в ста метрах от дома. С разбитой головой. Лица не было. Лица полностью не было. Мозги на дереве висели. Это надо было с такой силой бить. Господи, верни мне мою дашеньку. Мне в жизни больше ничего не нужно. Убийцу до сих пор не нашли. Жители села напуганы. Выходить на улицу после того, как стемнеет, уже очень страшно. Мы боимся за жизнь своих односельчан. А правоохранители не дают никаких комментариев. Во закону я не имею права на это давать. Единственная надежда родителей на помощь экстрасенсы. Я чувствую, что кто-то смотрит ей прямо в глаза. Он говорит что-то неприятное, плохое. И она, получается, бежит. Бежит, 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 бежит. Убийца. Я чувствую его энергетику. Кажется, мы вышли на его след. Вот здесь, остановите. Выходим, выходим. Сюда зашел убийца, девушки. Это его квартира. Полтавская область. Село Чапаева Чутовского района. 14 февраля 2015 года здесь произошло убийство, от которого просто стынет кровь в жилах. В праздник всех влюбленных, когда молодые люди дарят друг другу валентинки и признаются в любви, какой-то изверг лишил жизни юную местную жительницу. Девушку изнасиловали и убили со зверской жестокостью. Череп девушки был проломлен. Лицо изуродовано множественными рваными и проникающими ранениями, нанесенными тяжелым тупым предметом, предположительно камнем или кирпичом. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшей. Ею оказалась жительница села Чапаева Дарья Яковцова, 21 год. Дарья была поздним ребенком. В семье ее просто обожали. И для родителей гибель дочки стала настоящим ударом. Возле Дашеньки вот все как-то. Жить хотелось, радоваться жизни. Мне всегда говорят, у тебя же есть еще дети. Конечно, есть. Я их люблю, но у меня Дашеньки просто нет. Убили мою дочь, которая была солнышком. Она никому никакого зла не сделала. Она улыбалась. Мне очень тяжело о ней вспоминать. Мне... мне очень больно. Дарью в селе хорошо знали. Всегда вежливая и приветливая. Умница и настоящая красавица. Этот ребенок был золотой на все село и на всю Полтавскую область. Это не ребенок. Это был просто ангел. Всегда выручит, подскажет, не останется равнодушной. Ну, очень хорошим человеком она была. Мы все переживали это. Жалко. Потому что девочка хорошая была. Жалко. Дарья училась в Полтавском национальном техническом университете на архитектора. Одновременно работала в кафе. Увлекалась игрой на фортепиано. В свое время даже завоевала титул лучшего виртуоза Полтавщины. Ну, Даша, я не побоюсь этого слова, она была виртуозом. У нее была очень хорошая техника пальцев. Мы играли произведения Мусоргского, Чайковского. Вальсы ей очень нравились. Пианино у Даши стояла, приходишь, постучишь, она там сидит и играет. Прям видно было всегда с окошка. Каникулы и выходные Дарья проводила у родителей. В день Святого Валентина тоже приехала в Чапаево. Вечером пошла с подругами на местную дискотеку. Домой так и не вернулась. Она не пришла вовремя. Я ей всегда звоню. Она мамулечка, я через пять минут уже буду. Я ей в эту ночь звонила. Но мои звонки отбивали. И так было три раза. Когда я позвонила еще в следующий раз, то телефон уже был отключен. На следующий день, 15 февраля, мать обратилась в местное отделение милиции с заявлением о пропаже дочери. Через несколько часов тело девушки обнаружили всего в 100 метрах от дома, в посадке. До сих пор такое ощущение, что это неправда, что такого с нами вообще не могло случиться. Сотрудники правоохранительных органов допросили всех, кто был в тот вечер с Дарьей на дискотеке и видел ее перед смертью. Оказалось, около двух часов ночи девушка попрощалась с друзьями и одна ушла из заведения. Никаких конфликтных ситуаций и ссор с кем-либо из присутствующих у Дарьи в тот вечер не возникало. Я каждый день хожу на кладбище, каждый день прошу, Дашунечка, ты мне по-любому должна сказать, по-любому должна мне объяснить. Мы же, по сути, вообще не знаем ничего о ее смерти. Странно, но в ту же ночь, всего в 45 километрах от села Чапаева, произошло еще одно жестокое убийство. В вечер 14 февраля в городе Полтава была изнасилована и избита 32-летняя полтавчанка. От множественных повреждений жизненно важных органов она скончалась в реанимационном отделении городской больницы. Кошмар. Два страшных зверских убийства в одном районе. И Дарью, и вторую девушку забили до смерти. В одну и ту же ночь. Неужели в округе орудует маньяк? Очень часто маньяки и серийные убийцы планируют свои преступления в определенный выбранный день. Учитывая символику праздника Дня всех влюбленных и сексуальный характер совершенных преступлений, вполне возможно предположить, что эти убийства связаны между собой или даже совершены одним человеком. Правоохранители избегают каких-либо комментариев. Вы ведете, как говорится, свое расследование, мы ведем свое. Давайте, чтобы мы друг другу не мешали. А паника среди людей с каждым днем растет. На милицию рассчитывать нечего, понимаете? Потому что убийцу так и не нашли. Обращались, руками разводят и все. Последняя ниточка, за которую мы цепляемся, вот эта передача, нам надо найти убийцу. И мы очень просим, чтобы вы нам помогли в этом. Нам это просто необходимо. За дело взялись сильнейшие эксперты нашего проекта. Дважды победитель битвы экстрасенсов, а сейчас член жюри программы, ясновидец из Азербайджана Хаял Аликперов. Благодаря его сверхъестественным способностям уже раскрыты десятки резонансных криминальных дел во всем мире. Вместе с азербайджанским экстрасенсом убийство полтавской студентки будет расследовать финалистка 14-го сезона битвы, цыганская ясновидица Рубина Цибульская. Работает с картами и зеркалами. Судьбы людей читает по их ладоням. Она уже в Полтаве ждет приезда коллеги. Здравствуйте, я с приездом. Здравствуйте, Рубина. Рубина, перед тем, как выехать на расследование, я видел странный сон. Сегодня во сне эта девушка пришла ко мне. Она держала в руках карты веером. И говорила странные вещи. Дескать, они не убийцы. Далее, будь внимательным, след начинается там, где упала последняя капля. Кровь на документе укажет путь к убийце. Потом сказала, человек с огнем на ноге прячет зверя. Хаял, а у вас есть этой девушке фотографии? Да, конечно. Походу. Спасибо, Хаял. Очень странно, Хаял. Я вижу очень молодую девушку. Но когда я настраиваюсь, я вижу картину. Стоит женщина седая. И у нее нет половины лица. Мне сейчас показывает что-то похожее на полумесяц или на букву С. Это как-то связано с убийцей. Я не понимаю, что это. Или татуировка. Или первая буква имени. Очень тяжело расшифровать. Чтобы разобраться, что случилось с девушкой, нам нужно собрать все это как мозаику в единое целое. В тот же день ясновидцы выехали в Чапаево. Там их уже ждут родители погибшей девушки. Возле дома собрались и сельчане, в надежде узнать, кто так жестоко поиздевался над юной красавицей и за что. Все эти люди любили Дарью. Они хотят справедливости и боятся за своих детей. Так зверски изнасиловать и убить, и остаться безнаказанным? Вы что, девушка лежит в могиле, а он ходит, ест и пьет? Еще и здоровается, не дай бог, с нами. Душа болит. И мой ребенок тоже приезжает домой. А убийца не найден. Никто не мог подумать, что у нас в селе есть люди, которые могут такое сделать. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Рубина. Я Дашенькина родителям Надя и Саша. Я очень вам сопереживаю, как мама. Все, что в наших силах, мы сделаем. Можно пройти? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Помоги. Ее лица я не видел. Подумал, может, что-то случилось с моей сестрой. Перезвонил. У нее все хорошо. Это приходил дух вашей дочери. Но почему брат? И только сейчас я догадался, это как-то связано с религией. Не так ли? У Дашеньки мусульманские корни. Я наполовину мусульманка. У меня отец ислам исповедовал. Я понял. Мне нужно прочитать молитву, чтобы попытаться установить контакт с духом вашей дочери. Я почувствовал, что дух Дарьи рядом с нами. Но я не видел ее. Только картинка. Колода карт в мужской руке. Но при чем здесь колода? Да и экстрасенс уже видел картинки с картами еще до начала расследования. Мне было бы значительно легче почувствовать информацию через личную вещь вашей дочери. У вас же есть что-то, что было при ней в момент смерти? Что-то металлическое? Да, есть. Это два колечка и серьги, которые были при Дашеньке, когда ее убили. Проходите. Хаял, сюда. Хаял, сюда проходите. Вот это Дашенькина комната. Вот эти вещи были на Дашеньке в день убийства. Господи, это... Оно даже с кровью невозможно. Да. Вообще... Это страшно. Это невыносимо вообще. Это что это с ней случилось? Я не могу. Я выйду. Фух, господи. Ясновидице стало плохо. Она сильно встревожена. Я просто не слышу ничего. Ты понимаешь? У меня такое, как контуженное полностью. Я не слышу ничего. Что? Что делается? Что это? Выпейте, пожалуйста. У вас уж какой-то. Спасибо. Чувствую резкую боль в голове. Словно удар, который просто оглушает. Далее я слышу, как скрипит снег. Так, словно кто-то по нему ходит. Какой кошмар. Прям бьет. Движение в руке. Несколько раз. Один, два, три. Ой, господи, как... Прям забивает. Прям забивает. Вообще... Как нету-то ее. Как лица нету. Голова полностью все здесь, все истекает. Да, в экспертизе так и было указано. Хоронили в закрытом гробу. Это ж кошмар. Попрощаться даже не было возможности родителям. С ребенком. Я спрашиваю у нее, кто это сделал. Однако она не видела своего убийцу. Он подкрался сзади. Согласно выводам экспертов, первый удар действительно был нанесен в затылочную часть головы. Но он был не смертельным, а только лишил девушку сознания. Учитывая это, Дарья действительно могла не видеть своего убийцу. Я вижу, как ее тело куда-то тянут. Ведь были следы волочения? Следы волочения, да. Экспертиза нашла следы волочения. Кроме того, в показаниях местных жителей, которые обнаружили труп, есть сведения о кровавой борозде на снегу. Она начиналась возле дороги и заканчивалась возле места обнаружения тела девушки. В тот момент дух девушки обратился ко мне. Она сказала, папа был рядом. Но как такое может быть? Я даже боялась подумать о своих подозрениях. Шок. Слова ясновидецы пугают. Неужели отец убил родную дочь? А можно мне вашу руку? Смотрите мне в глаза, Саша. Саша, в тот момент, когда ее убивали, получается, вы были рядом. Я чувствую ее энергетику рядом с вами. В тот момент, когда это произошло. В этот период, когда все это произошло, вот ночью с половины третьего, вот до трех, вот этот вот период, папа как раз Дашин шел на электричку, на станцию. И он проходил мимо этого места. Это просто не укладывается в голове. Отец погибший проходил всего в нескольких десятках метров от места, где убийца жестоко издевался над его любимым ребенком. Если бы он только знал, возможно, спас бы свою дочь. Я ощущала, что дух девочки был постоянно рядом с нами. Она очень переживала за своих родителей, особенно за папу. Я тогда подумала, неужели ее смерть как-то связана с отцом. Саша, я чувствую, она очень сильно за вас переживала. Постоянно какая-то угроза, какой-то страх у нее из-за вас. Угрозы. Именно за вас она переживала. Извините, Хаял, мне нужно с тобой на секундочку посоветоваться. Что имеет в виду цыганская ясновидица? Неужели Александру кто-то угрожал? При чем здесь Дарья? Может, ее смерть – это месть отцу? Но за что? Понимаешь, здесь что-то не так. Здесь были какие-то отцу угрозы, связанные с деньгами, с махинациями. Угроза, угроза смерти и его семье. Я тоже почувствовал что-то плохое. Кажется, это связано с азартными играми. И я снова вижу карты. Я хочу вот спросить у отца. Пойдем, Хаяла, я хочу спросить. Саша, можно вас? Я хочу вот с вами поговорить. Отдельно хочу поговорить. Можно? Скажите мне правду. Что это за угроза? Угроза семье связана именно с махинациями, с деньгами. Именно вам и вашей семье. Лично мне никто не угрожал. Не надо скрывать. Мы же все-таки для того, чтобы здесь расследовать. Дух вашей дочери сейчас говорит мне, что у вас было много долгов. Александр, сейчас я увидел, как вы играете в карты. Это страшная зависимость. Работаю, работаю, пошу и все деньги туда отнес. Заработал, отнес, все. Да, конечно, проигрывал. Ну, самое большое за месяц. Сто тысяч я проиграл. Просто у меня такое ощущение. И оно очень схоже с тем, что у меня вот был друг. В этой семье они их всех убили. Их убили за долги. Он увлекался, потому что увлекался именно играми. Картами, картами, картами. Был у меня, был у меня друг, что убили всю семью. Пожалуйста. Это просто не укладывается в голове. Неужели страшная гибель девушки расплата за карточный долг отца? Я чувствую, что за долги вы отдали ценные. Вы отдали, расплатили с ценным. Чем-то расплатились. Что имеет в виду ясновидица? Расплата жизнью родной дочери? Это просто кошмар. Дух вашей дочери говорил в моем сне. Они не убийцы. При этом она показывала мне карты. Карты не убийцы. Следовательно, карты здесь ни при чем. Оказалось, отец Дарьи имел небольшую коллекцию ценностей – старинных икон и часов. Чтобы рассчитаться с многочисленными долгами, он все продал. Часы и иконы продавал. Иконы были хорошие. Ну, уже нет. Она переживает, чтобы вы снова не начали играть. Он пообещал Дашеньке, что он не будет этого делать. Я раньше играл, это уже 10 лет назад я играл. Сейчас я вижу Дарью нарядно одетую. Она словно кружится возле вас. Это последний раз, когда вы видели дочь. В тот вечер она тут наряжалась, бегала всегда к тому зеркалу. Она в голубой тунике, которую я ей связала на день рождения. Красивая, нарядная, накрашенная. Улыбается и говорит, мамуль, ну я пошла. И вот этот вот ракурс, он до сих пор передо мной стоит. Я еще вслед говорю, Дашунечка, ну ты смотри там аккуратно. Это последний раз, когда я видела Дашеньку. Мать до сих пор не может себе простить, что ничего не почувствовала в тот момент. Я смотрю на часы, Дашуня должна вернуться уже. Я ночью встаю, одеваюсь и выглядываю, с какой стороны она будет идти. Я вот первые дни, когда Дашеньке не стало, я выходила вот как раз на вот этот вот Питачук, где я ее обычно встречала, криком кричу, Дашуня, Дашуня, вернись, Дашенька, вернись. Я прошу ее. Какая связь была глубокая, я не знаю, насколько я ее чувствовала, я могла предугадать. Не могла как, я так могла. Несчастную мать с трудом успокоили. Понять, что именно она сейчас чувствует, сможет не каждый. Ведь женщина потеряла самое дорогое, что у нее было. Мама ее каждое воскресенье провожала на поезд. И вот они идут, знаете, как две подружки. Всегда ее вела за ручку. В одной руке держала руку Дашеньке, а в другой сумку. Такие нежные, трепетные отношения у них были. Ой, Господи. Наденька, можно карту разложить, посмотреть? Да, хорошо. На столу можно? Удобно здесь, да? Да. Присаживайтесь. Можно руку? Угу. Эта карта показывает, как молодую девушку. Дашу, да. Идет компания, друзья и общественное место. Все правильно. Дашенька праздновала День Валентина в кафе. Там было очень много ее друзей. За ней кто-то следил. В этом месте, получается... Я тоже чувствую, что злоумышленник следил за девушкой. Получается, убийца в тот вечер был в кафе и выслеживал свою жертву. Неужели Дарью действительно лишил жизни какой-то маньяк? Чтобы почувствовать больше деталей, нам следует сходить в то кафе, чтобы поработать там, на месте. Кафе, скорее всего, у нас закрыто. Но место возле кафе, пожалуйста, мы можем показать. Каял, вы что-то почувствовали возле этого шкафа? Да. В отражении я видел несколько картинок, как ваша дочь совсем маленькая, а потом растет, растет. Дашенька совсем маленькая была, когда папа привез. Он любит старые вещи. Девчонки росли возле этого зеркала. Она очень любила крутиться перед ним. Когда Дашенька была маленькая, она оставила какую-то отметину на шкафу. О да, еще не ходила в школу, могла царапать, и вот там написала. А вот там написано, мама. Она не ходила еще в школу. Правда, мама написана, да, мама. Еще она мне показывает на отца. Показывает какую-то сдобу, выпечку. Подождите, это символично? Вы назвали ее как-то так? А, булка! Булка! О, булочкой я ее называл, булочкой. Боже, но об этом точно никто не знал. Вот это нигде никогда не звучало, что Дашенька у нас булка. Просто ошарашила. Но этого точно никто не мог знать и никому мы не рассказывали. А что-то она показывает. Нам все-таки стоит поспешить в кафе. Я чувствую, что там мы нападем на след убийцы. Идемте. Кафе открывается только вечером. Мы до последнего надеялись, что владельцы все-таки пустят нас, чтобы экстрасенсы смогли там поработать. Однако связаться с ними было невозможно. Чувствую, что хозяин где-то рядом, но почему-то боится открывать нам свое заведение. Что это означает? Неужели этим людям есть что скрывать? Придется вам здесь работать только за пределами кафе. Сейчас я проведу ритуал, чтобы настроиться на эти трагические события. Ясновидцы довольно долго настраиваются. Что они почувствуют? Смогут ли выйти на след убийцы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я чувствую, что она сидела ближе к двери с того угла. Девочки, скажите, где Даша сидела? Она сидела. Вот так стояла стоика диджея и первый столик, и они сидели. Первый стол, да? Да. Я чувствую, что кто-то смотрит ей прямо в глаза. Это мужская, очень негативная энергетика. Это молодой мужчина. Он сидит напротив девушки. Он настроен очень агрессивно и словно чего-то ждет. Но он говорит что-то неприятное, плохое. И она получается... Бежит! 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 Убегает сюда! Я вижу этого парня. Он идет за Дарьей. Нам нужно идти по их следам. Ссора, страх, страх. И боязнь ее. Она бежит. И с кем-то говорит. Бах! И такой удар! Оглушительный удар! Прямо... Я ничего не слышу. Оглушительный удар. Это прямо здесь происходит, где-то здесь. Мы не знаем. Правоохранители точно не знают, где именно злоумышленник напал на Дарью, где он нанес ей первый удар. Известно лишь, что на место, где нашли тело девушки, ее притащили. Чем оглушили Дашеньку? Что это было? Тяжелый предмет. Деревянный. Она как палка. В вещественных доказательствах есть палка с кровью. Вот она в этом месте. Вот тут живет мужчина. И его сырье нашел. Паша, расскажи, где палку нашел. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы видели палку эту, да? Чем вот удар был в видео? Ну да, обычная палка. Ну вот, было где-то такой длины. Ну а выломали где-то там подальше. Светки так, да? Ну да. Уже... Просто отломанная палка. Не заготовка, я думаю. Да, да, да. Кровь была на ней. Ну, как? Милиция сказала, вещество бурого цвета. Судя по всему, убийца не готовился к преступлению. Он спонтанно выломал палку, когда, по словам экстрасенсов, шел следом за девушкой от кафе. Палка была найдена в том месте, на которое указывают экстрасенсы. Но кто этот жестокий убийца? И за что лишил девушку жизни? Она шла, разговаривала с ним. А она разговаривала с человеком, которого любила. Понимаешь? Получается, у Дарьи был любимый парень. Но кто он? И где находится сейчас? Экстрасенсы работают на месте, где Дарью последний раз видели живой. Девушка вышла из местного кафе и пошла в сторону дома. Так кто же на нее напал? Она шла, разговаривала с ним. Она разговаривала с человеком, которого любила. Понимаешь? Это был знакомый, знакомый. Они познакомились совсем недавно. Просто я не понимаю. Она с ним разговаривала, это получается... Это он убил ее? Это она от него получила удар? Ведь она шла, разговаривала с ним. Подождите, она с ним разговаривала по телефону. Этот мальчик был в Полтаве. Его не было. Как нам стало известно, правоохранители установили, с кем в последние минуты жизни разговаривала по телефону Дарья. Это был ее знакомый из Полтавы Дмитрий. Девушка созвонилась с ним около двух часов ночи. Дмитрий и Дарья были знакомы несколько недель. Друзья девушки утверждают, между ними была симпатия. Они знали друг друга две недели. Она говорила, что он хороший человек, мне нравится с ним общаться. Правоохранители проверили алиби Дмитрия. Он действительно находился дома, в Полтаве. Я слышу какой-то странный шарх. Словно телефон кладут в карман и какие-то мужские голоса. По словам Дмитрия, они разговаривали с Дашей всю дорогу, пока она шла от кафе. И внезапно девушка замолчала. В трубке послышалось шуршание, как будто телефон положили в карман. На заднем фоне Дмитрий услышал мужской голос. Но связь оборвалась. Больше дозвониться парень к Дарье не смог. Ее телефон был отключен. Кровь, видишь? Кровь идет. Он получается, как тащил ее. Как тащит? Тащит. За руки. Сюда. Вот это место, где ее нашли. Ощущения привели экстрасенсов именно на то место, где нашли тело Дарьи. Поможет ли им это напасть на след убийцы? Она лежала на спине, получается. Да там она лежала. Там, здесь. Здесь, здесь. Она на спине лежит. И головой, получается, как здесь. Вот здесь. Вот она. Чувствую, что она была вот в таком положении. Да, вот так. Намоленный песок – это самое сильное средство. Над ним несколько недель морились семеро верующих людей, с которыми я сотрудничаю у себя на родине. Он даже в самых сложных случаях помогает установить цепочку событий из прошлого. Я мусульманин. Такие вещи мне трудно говорить, тем более родителям погибшей. Но именно в этом месте убийца насиловал вашу дочь. Были опущены штаны, и вроде задрена кофта была. Ну, я же говорю, я там был. Я не смог просто смотреть. Я же не мог подойти вот так и смотреть. Вы же поймите меня. Это просто ужасно. Но я увидел, что душегуб наслаждался всем этим процессом. К тому же раньше он уже переживал подобное. На его счету есть еще одна изнасилованная девушка. Это просто не укладывается в голове. Но кто этот зверь? Неужели здесь, в Полтавской области, действительно орудует маньяк-убийца? Подожди, Хаэл. Это что получается? В это время еще кого-то убили? Она, по-моему, юрист была, эта девушка. Старше немного. Но ее тоже убили. Изнасиловали, убили. Я не чувствую связи между этими двумя преступлениями. В том случае, о котором вы сейчас говорите, справедливость установлена. Скорее всего, убийцы сидят в тюрьме. Нам удалось получить информацию об убийстве молодой женщины в Полтаве, которое произошло в ту же ночь, что и убийство Дарьи. Экстрасенсы оказались правы. Убийц было трое. Их задержали через несколько дней после совершения преступления. Улик, которые бы указывали на их причастность к совершению убийства Дарьи, не обнаружили. Хаэл, я тебе уже это говорила. Что когда я видела фотографию вашей дочери, я сразу увидела картину седой женщины. Я ее вижу. Саму вашу дочь Дарью. Седую. Седую. Саму ее. Она вся поседевшая. Заключение судебно-медицинской экспертизы действительно подтвердило, что волосы девушки были седыми. Такое изменение цвета волос возможно только в случае сильного испуга и тяжелого стресса. Это просто ужас. Невозможно даже представить, что пережила несчастная девушка в последние минуты своей жизни. Сейчас дух девушки говорит мне странные слова. Где упала последняя капля крови, найдешь след. Кажется, я сейчас понимаю, что это означает. След крови ведет туда. Идемте. Убийца. Я чувствую его энергетику. Кажется, мы вышли на его след. Вот здесь остановился. У него просто, получается, кровь капает от него. От него, от Дарьи. Весь в крови. И по нему прям течет вся кровь. Он весь в крови. Он садится в какое-то авто. Здесь кровь теряется, получается. Я посмотрю через свое зеркало, и оно мне скажет. В машинах я плохо разбираюсь. Но я вижу, что легковая машина. Он сел в нее, и она похожа... Фары похожи. Вот у нее светят фары, как у девятки. Такие они, как квадратные. Нам нужно понять, куда он поехал. Нельзя терять след. Ты чувствуешь, что нам то направление, да? Именно далеко. Нам ту сторону. Пойдем в машину тогда. Ясновидцы и родители Дарьи садятся в автобус. Хаял Олегперов указывает нашему водителю, куда именно ехать. Местные жители на своих автомобилях направляются за нашей съемочной группой. Напряжение растет. Неужели сейчас экстрасенсы найдут убийцу? И посмотрят зверю в глаза. Вот здесь, остановите. Выходим, выходим. Я вижу, что на плечах этого мужчины раньше были погоны. Это просто не укладывается в голове. Неужели Дарью изнасиловал и жестоко убил сотрудник милиции? Он вышел из машины и куда-то побежал. Сейчас. Я вспомнил подсказку из своего сна. Кровь на документах подскажет путь к убийце. Нужно туда. Я чувствую, где этот документ. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Принадлежала Дарьи. Кроме того, мы нашли свидетелей, которые слышали, как в ночь с 14 на 15 февраля около 3 часов утра автомобиль Сергея Морюхи ладу серого цвета заводили. Совпадение это или нет – вопрос. Хаэл, этот человек заходит в это место. Вот сюда зашел мужчина. Но я не знаю, где живут морюхи. Я уверен, что здесь. Дверь экстрасенсам никто не открывает. На шум вышла соседка. Добрый вечер. Мы – эксперты программы «Экстрасенсы-детективы». Пришли к вашим соседям. Их сейчас нет? Я знаю, что они появлялись. А когда вы их видели в последний раз? Видела недавно. В школу приходила жена этого Сереги. В садик приходили. Забирали вещи, забирали документы. Как оказалось, в квартире семьи Сергея Морюхи уже несколько месяцев никто не живет. В населенном пункте один детский сад и одна школа. Все друг друга знают. Поэтому, когда семья уехала из города, их начали подозревать. Кровь девушки, Дарьи. И именно ее след, след чувствуется. Прям вот, что на чем-то белом. Как то ли на кафеле, то ли на как белое что такое. Правоохранители проводили обыск в квартире, в которой проживала семья Сергея Морюхи. На ободке ванны действительно были обнаружены следы крови, которая по судмедэкспертизе принадлежала Дарье Яковцовой. Это просто невероятно. Ведь кровь погибшей не могла сама по себе появиться в квартире. Это бесспорное доказательство причастности кого-то из ее жителей к смерти Дарьи. Но почему же тогда убийца до сих пор не наказан? Что это? Халатность правоохранителей? Или здесь что-то другое? Я увидел, что в ту ночь в квартиру забегает не только взрослый мужчина, но и молодой парень, оба в крови. Убивал молодой парень. Он был в кафе и танцевал с Дарьей. А потом пошел за ней, изнасиловал и жестоко лишил жизни. Нам удалось выяснить, что 17-летний сын Сергея Морюхи, ученик местной школы Анатолий, действительно в тот вечер ухаживал за Дарьей на дискотеке в кафе. По словам очевидцев, парень был в нетрезвом состоянии и вел себя вызывающе. В тот вечер на дискотеке в кафе он ее приглашал. Морюха, он ее приглашал танцевать. Говорят, парень объяснил, как у них дома появилась кровь погибшей. Дескать, увидел Дарью на дороге. Девушку якобы сбила машина, и он пытался реанимировать. А дома понял, что весь в крови, и начал ее смывать, оставив следы на ванной. Он сразу сказал, что это ДТП. Дескать, ее сбила машина, и ребенок как-то оказался здесь. Начал оказывать помощь, то есть искусственное дыхание. Версия, которую озвучил правоохранителем 17-летний Анатолий Морюха, маловероятна, так как на теле погибшей не обнаружено травм, характерных для повреждения столкновения с транспортным средством. Странно, Анатолия Морюху в вечер убийства в кафе видели много людей. Все они утверждают, парень был в желто-голубой куртке, которую после трагедии больше не надевал. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире подозреваемого. Но найти куртку, в которую, по словам свидетелей, Анатолий Морюха был одет в вечер убийства, сотрудникам милиции не удалось. Но если Анатолий не виноват, тогда почему так тщательно скрывает от правоохранителей окровавленные вещи? По словам местных жителей, Анатолий Морюха исчез из села после первого допроса правоохранителей. Местонахождение парня до сих пор неизвестно. Что же произошло на самом деле? Неужели над молодой талантливой девушкой так жестоко поиздевался школьник Анатолий Морюха? Или это сделал кто-то другой, а парень не виноват и его подозревают безосновательно? Парень звонит кому-то. Это его отец. Мужчина на авто приезжает к той дороге, где мы были, и забирает оттуда своего сына. Кричит на него, но быстро прячет от всех. Сначала они едут домой, в эту квартиру, где парень смывает с себя кровь девушке. А потом уезжают оттуда куда-то далеко. Убийца не взрослый мужчина, а его сын. Квитанцию отец запачкал кровью, когда спасал парня. Я считаю так, если ты знаешь на сто процентов, что твой ребенок, выведи его на люди, покажи, вот мой сын, он не виноват. Берите у него отпечатки пальцев, доказательства, он не виноват. Я увидел, что отец забрал его с места убийства. Помог сжечь одежду, которая была в крови. Ведь он когда-то работал в этой сфере и хорошо знает, как нужно действовать. Они сбежали. Но я чувствую, что женщина, мать парня, где-то рядом. Она у матери в Вильнице. Хаял с Рубиной и родители погибшей идут в автобус. Местные жители садятся в свои авто, чтобы указать ясновидцам дорогу. Смогут ли экстрасенсы разобраться в этой запутанной истории? Это этот дом? Хозяева, можно вас? Идет, 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 идет. Пройдите сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Я не хочу, чтобы меня снимали. Скажите, пожалуйста, вы жена Сергея? Да. Как вас зовут? Оля. Я хочу вам задать только один вопрос. Где ваш сын и муж? Я не знаю. Если ваш сын не виноват, то почему он скрывается? Он мне сказал, что я не виноват. И все. Вот что я могу сказать? Вы прикрыли его. Вы прикрываете его. Ты прячешь своего сына, следы заметаешь. Он в крови пришел. Тебе не стыдно? В какой крови? Понимаете, я смотрела куртку, я смотрела штаны. Штаны. Какого цвета куртка была? Штаны. Я все смотрела, там ничего не было. Я сама лично это видела. Я вам говорю, как есть. Невероятно. Похоже, эта женщина только что проговорилась. Ведь когда правоохранители допрашивали ее сына, он сказал, что был в тот вечер в дубленке. Она знает, сама жгла вещи. Она знает, что их нет дома. И она знает, что он виноват. Скажите, пожалуйста, вам есть что сказать матери Дарьи? Я понимаю все. Но он мне сказал, что он не виновен. Честно. Извините, но ведь у вас в ванной комнате были обнаружены следы крови. Я не знаю, там такие две малюсенькие капли. Но ведь они принадлежат погибшей Дарье. Я не знаю, откуда они взялись. Вы понимаете? Ты покрываешь убийцу, тебе не стыдно. Вы нам не скажете правду. Но я чувствую, что ваш муж – это тот человек с огнем на ноге, который прячет зверя. Вот о чем мне раньше говорил дух девушки. Человек с огнем на ноге прячет зверя. Это Сергей, отец Анатолия. Я почувствовал, что у него на ноге есть знак от ожога. Нам удалось расспросить родных Сергея и Анатолия. Оказывается, у мужчины на теле действительно есть такая отметина. На ноге у него шрам от ожога. Сильный шрам. Когда был в армии, там дебоширили и зажигали что-то. Он линул еще и одеколон на ногу. Ну и обожгло ему сверху до низу. Я был просто шокирован жестокостью этого школьника. Чувствую, что родители не первый раз покрывают его преступления. Он часто выходил за пределы дозволенного. И самое страшное, кроме погибшей Даши, на счету парня есть еще одна жертва. Еще одна изнасилованная девушка. Это случилось до убийства Дарьи. Девушке повезло выжить. Поразительно, но об этом экстрасенс уже говорил в начале расследования. Раньше он уже переживал подобное. На его счету есть еще одна изнасилованная девушка. Позволяли ему очень многое. А вот так оно шло и шло. Мог такое украсть. Вороватый такой был. Воровал он с детства. То велосипед когда-то украл, то еще что-то и так пошло-поехало. То газельку продуктовую обокрал. Последний раз скутер украл. И после этого девушку изнасиловал. Куда смотрит наша милиция? Куда? Извините меня за моего плохого ребенка. Поверьте, если это он сделал, он, поверьте, наказание все равно. Или в тюрьме, или оттуда. Все равно ему наказание было. Оля, мне пока оттуда не надо. Мне сейчас здесь надо. Ты мне скажи, где он? Я не знаю. Мать Анатолия Марюхи так и не рассказала, где скрывается ее сын. Я чувствую, что парень находится на территории соседнего государства. Скорее всего, в России. Да, в России. Я вижу, что убийцу найдут. Он непременно будет наказан. Однако, очень хотелось бы, чтобы его родители поняли, что именно они виноваты в том, кем вырос их сын. Покрывая мелкие преступления парня, они вырастили зверя. Спасибо вам большое за проделанную вам работу. Очень вам благодарен. Дай Бог вам здоровья. Рубина, Хаял, я вам так благодарна за то, что вы дали нам какой-то лучик надежды. Для меня сейчас, честно, мне сейчас главнее всего, чтобы он нашелся, чтобы он встал перед судом, чтобы мне за ребенка не так обидно было. Невероятно, однако через два месяца после расследования экстрасенсов Анатолия Марюху задержали. Как и почувствовали ясновидцы, парень находился в России, в Рязани. Сейчас он ждет экстрадиции в Украину. Молодую женщину нашли повешенной на безлюдном пустыре. Вокруг могильные плиты и ритуальное огнище. Здесь не шашлычки жарятся. В этот костерчик сливается кровь. Правоохранители уверяют, женщина покончила с собой. Родные не согласны. Я говорю, я асфальт буду грызть, но я никогда не поверю, чтобы это она сделала. Никогда. По моему раскладу, вашу дочь убили. Она не самоубийца. Рядом с телом жертвы лежала первая страничка ее паспорта. Сам документ исчез. Кто и зачем мог его забрать? Дух покойный показал мне небольшой кусочек бумаги, а на нем нарисован магический глаз. Здесь сатанисты, Хаял. Сатанисты. Они над девками издевались. И бутылки туда пихали, бычки тушили, на животе, на попе. Это еще одна смерть. Фортуна переворачивается. Через пару дней как Лина пропала. Пропала еще девушка, знакомая моей знакомой тоже. Лина шла на смерть ради ребенка. Маленькому Денису Панасенко всего три года. Он, как и все мальчики его возраста, обожает игрушечные поезда, самолеты и пушистых домашних любимцев. Вот котик рыжий, такой живот большой. Но больше всего Денису нравится, когда ему читают сказки. Мама Лина приучила сына к книгам с первых месяцев жизни. Месяцев два было ребенку. И она постоянно читала ему. Постоянно читала эти сказочки. Когда подростки просто удивлялись. Показываешь ему книжечку. А кто это? Дельфин. А это кто? Крокодил. Он все знает. Она всему его научила. Но теперь книги мальчику читает бабушка. Его мамы нет уже полгода. 29 августа прошлого года жительница города Кременчуг 32-летняя Лина Панасенко пропала без вести при загадочных обстоятельствах. Была суббота. В четыре часа дня Лина вышла из дому в Кременчуге, где жила с мужем. Должна была ехать в село Варакуты. Там живут ее мама и сестры Алла и Юля со своими семьями. Маленький Денис тоже был в селе. Лина решила, что будет проще всего лет до пяти, чтобы он побыл в деревне у бабушки. Она просто маля штукатурой, она работала. Родители мальчика много работали. Поэтому присматривать за ним взялась бабушка. На выходные за ребенком приезжала мама. Но в последнюю неделю лета все пошло не так, как всегда. Вечером звонит в четыре вечера и говорит, мама, не получается приехать. Я, почему, что случилось? Ну, давай же наседать, спрашивать у нее. А она, не могу, и выключилась. Этот звонок встревожил мать. Но Лина пообещала, что приедет на следующий день. Я не спала всю ночь, я плакала всю ночь, я была на взводе. Я была готова уже ехать. Я собрала даже ребенка сама. Материнское сердце почувствовало беду. Прошли целые сутки, а Лина так и не появилась. На звонки не отвечала. Я набираю ее номер, идут гудки и отключается телефон. Мать забила тревогу. Набирала всех знакомых и друзей дочери. Никто из них Лину не видел. Когда дозвонилась до зятя, тот был шокирован, узнав, что жена не у мамы. Когда я последний раз видел Лину, она сказала, что я буду ехать до мамы. Зайду до Кумы, возьму там, она сказала, отдаст детские вещи и поеду до мамы. У Кумы Людмилы сын на несколько лет старше Дениса. Поэтому вещи, из которых мальчик вырос, она всегда отдавала Лине. Я собрала, достала рубашечки, сложила в пакет. Она зашла ко мне. Я сделала чай, мы попили чай. Она мне сказала, я с руку Масей побежала, я хочу еще забежать в магазин. Она сказала, купить маму конфеток. И сразу же на автобус. Наши журналисты опросили всех сотрудников автостанции, которые были на смене в тот день. Никто из них Лину не видел. На автобус она так и не села. Лина словно сквозь землю провалилась. Родные больше ждать не могли. Пошли в милицию. Майор милиции такой засмеялся. Говорит, погуляет, ваша сестра вернется. Не пишите заявление, она придет. Он нас убеждал в этом. Но когда три дня прошло, четыре прошло, начало сердце колоть и все. Вот не знаю, не могу и все. И мы сразу приехали. Начали заявление. Правоохранители уверяли, что Лина вернется, пока на окраине города на пустыре не обнаружили ее труп. Женщина была повешена на дереве. Мы поехали, морг на опознание. Я не смогла бы зайти своим сердцем, а она тоже, муж пошел. Он ее опознал. Согласно судмедэкспертизе, Лина Панасенко умерла от удушения. По версии правоохранителей, это самоубийство. Однако все знакомые Лины версии милиции возмущены. Говорят, она не могла уйти из жизни сама. Слишком сильно любила сына Дениса. Таких мамочек, честно скажу, что очень мало. Она очень за ребенком была трепетная. И Дениска за ней очень тянулся. Они очень долго ждали ребенка. Не могла она родить. И долго ждали, она родила. Она так любила ребенка. Я не верю, что она сама это сделает. Бабушка не сказала Денису, что мама умерла. Но он, наверное, пока и не понимает, что такое смерть. Ему тяжело. Ему очень тяжело. Особенно его последние слова. Бежит в спальню, падает на кровать и кричит. Мамочка родненькая, где ты? Для меня это был конец света. Я пошла, взяла его на руки. Я еле его успокоила. Сейчас Денис живет у бабушки. Отец, как и раньше, забирает сына к себе на выходные. Только теперь они проводят время без мамы. Коля несколько дней назад приезжал. Я гуляла вместе с ними, с ребенком гуляла. Еще даже ребенок Дениска спрашивает. Папа, а Алина на меня, это мама? А он говорит, нет, это соседка, говорит, это не мама. Я говорю, я асфальт буду грызть, но я никогда не поверю, чтобы это она сделала. Никогда. У правоохранителей по этому поводу свои аргументы. Визуально никаких телесных повреждений, которые свидетельствовали о факте насильственной смерти, ничего такого не было на теле. Но сестры погибшей Лины утверждают, своими глазами видели следы насилия. Что нам первое в глаза бросилось, это синяк на руке. Какой-то удар и как свернувшаяся кровь. Когда уже опускали гроб, то видели, что за ухом тоже большая гематома. Вполне возможно, женщину ударили по голове, чтобы лишить сознания. А после повесили, имитировав самоубийство. Меня больше пугало именно место, где это произошло. Потому что дальний район. Смысла нет ехать туда, чтобы там повеситься. Зачем? Лину нашли в петле на безлюдном пустыре на другом конце Кременчуга. Место обнаружения тела более чем странное. Оно находится в 10 километрах от дома Лины и в противоположном направлении от маршрута в село Варакуты, куда женщина планировала приехать. Как она туда попала, у следствия ответа нет. Нет ответа и на вопрос, куда делся паспорт Лины. Ведь она всегда имела его при себе. В сумочке, которую правоохранители нашли рядом с телом погибшей, среди обычных для женщины вещей находилась первая страница паспорта Лины Панасенко. Куда делся сам документ, непонятно. Кто и зачем вырвал из него страницу, тоже вопрос. Непонятно, понимаете? Непонятно, много вопросов, а ответов нет. Но самое странное не то, чего не было в сумочке Лины, а то, что в ней осталось. Карты. Я в шоке была. Она в карты у нас вообще никогда не играла. Если карты принадлежали не Лине, тогда кому? Неужели их оставил убийца? Но зачем? Возможно, он хотел этим что-то сказать. И смерть женщины как-то связана с игрой. И самая главная несостыковка. На женщине не было нижнего белья. Хотя, согласно экспертизе, изнасилована она не была. Нигде рядом ее трусики обнаружены не были. Куда они могли деться, следователям неизвестно. Мои вопросы, почему без нижнего белья, а я не знаю. Ну, то есть, ничего они не знают, но ничего не делали. Закрыли и все. Самоубийство и все. Ни на один из этих вопросов у следователей ответов нет. Как Лина оказалась в противоположном конце города на пустыре? Откуда взялись на ее теле гематомы? Куда делось нижнее белье и паспорт погибшей? Почему осталась только одна страничка документа? И откуда в сумке игральные карты? Экстрасенсы, считай, получаются, ну, у меня последняя инстанция, понимаете? Последняя надежда. Мы очень нуждаемся в помощи. Это крик души просто. Я бы хотела, конечно, видеть Алену и Хаяла, потому что я сколько наблюдаю, то особенно они вдвоем в паре. Очень, очень хорошо они работают. Экстрасенсы приехали в Кременчуг и решили поделиться первыми впечатлениями. Вечером я работал с фотографией женщины. Пытался установить связь с ее духом. И она пришла. Однако на все мои вопросы относительно смерти ничего не ответила. Потупила взгляд и молчала. Если дух пришел сам, но не хочет говорить о своей смерти, это бывает в том случае, если человек вот чего-то стыдится. Именно так, Алена. Я попросил ее дать хоть какой-то знак, где мне искать ответы. А она показала небольшой кусочек бумаги, а на нем нарисован глаз, похожий на какой-то магический символ. Возможно, причиной гибели девушки было какое-то магическое вмешательство. Ты знаешь, Хаял, когда я с ней работала, у меня пришло вот такое видение. Стоит маленький-маленький такой белый домик, а вокруг как могильные плиты, такие большие, каменные, и на них вот какие-то знаки по типу рун. Что все это означает? Магический глаз и могильные плиты с таинственными надписями? Как эти не связанные, на первый взгляд, вещи, причастных к смерти Лины? Не пропустите! Экстрасенсы встречаются с мамой и сестрой покойной Лины в центре города. Спасибо вам большое, что вы приехали. Погибла сестра. Сказали, что самоубийство. Мы хотим знать, помогите нам, пожалуйста. Она сама, не сама. Если не убили, то за что убили? Если сама, почему? Сама. Она не могла такого сделать. Зовут Лина. У нее есть маленький ребенок, три с половиной годика. По шейме? Себе-то. Мама, Света. Мама, я приходила к тебе. Я была у тебя. В окно подходила. В окно, как ладонью. Вот такое, вижу руку ее, и так, крик такой безмолвный. Да. Да, было. Несколько дней назад мы с Дениской играли в спальне. Дениска, бабушка, бабуся, кто это стучит нам в окно. Я бы скачала глухой стук, как птица. Один раз. Один раз. И больше не было. Она хочет что-то кричать, она хочет что-то сказать. Ма! Вот слышу ма, и все, ничего не слышу. Алена, когда я взял сестру покойной за руку, услышал женский голос. Он сказал, молитва не читалась. Похоже, что умершую женщину не отпевали, как положено в христианстве. Да, я хотела, я очень сильно хотела этого, и хочу сейчас. Священник отказался отпевать Лину, поскольку вердикт правоохранителей самоубийца. Что же на самом деле случилось с молодой женщиной? Она покончила с собой или ее убили? Но кто и за что? Сейчас. Двойственность. Двойка Пентакли. Двойная игра. Карта денег. Молодая девушка, в руках у нее деньги. В смерти замешаны деньги. О какой двойной игре идет речь? А тем более о деньгах. Ведь Лина с мужем жили небогато. Мне нужно сделать хороший расклад. Большой. Пойдемте. Пойдемте. Хотя бы куда-то сядем. В кафе, да? Пойдемте. Пойдемте, да. Поезжала Дениска бабушка. Нет, он бабусечка. А ты же вернешься? Конечно, говорю, вернусь. Он после всего этого боится провожать. Ой, моя хорошая. Держитесь. Утром в местном кафе немноголюдно. Экстрасенсы могут спокойно работать. Каким же будет их вердикт? Смерть Лины самоубийство или жестокое убийство? Смотрите, я в раскладе в своем заявляю. По моему раскладу вашу дочь убили. Она не самоубийца. Похоже, у женщин немного отлегло от сердца. Их Лина себя не убивала. Быстрее хотелось услышать, кто это сделал. У меня в мысли только это и было. В этот момент я увидел образ Лины. А рядом с ней черный силуэт, похожий на ее тень. Словно рядом стоят две совсем разные Лины. Одна из них радостная, улыбающаяся. Вторая похожа на тяжелобольного человека. У нее глаза какие-то пустые, из них словно выпили жизнь. Вот только кто это сделал и как? Скажите, вы не заметили, что Лина в последнее время стала сама на себя не похожа? Словно другой человек? Да, да, да. Тут вдруг она ушла вся в себя. Задумчивая была. Я видела, что ее что-то беспокоит. Уже вот буквально в последние дни, наверное, 4 или 3, так где-то она звонила и постоянно спрашивала. Мама, у вас там все нормально? Нет, все в порядке. Я говорю, да все в порядке. А Дениска? Нормально, а ты? Нормально. Я не могла понять, почему она спрашивает. И уже потом я поняла, что ненормальный был вопрос. Ну, какой-то он не к месту тогда был. Возможно, у Лины были неприятности, и она не хотела говорить об этом родным, чтобы их не огорчать. Но что же происходило в жизни этой обычной на первый взгляд женщины? Кто и почему ее убил? И оставил трехлетнего ребенка без мамы. Сыночка, сына. Вот она так говорила. Сына, сына, сына. И вам говорила, ма. Вот так. Мам, ма, ма. Ой, ма. Подожди, я сама разберусь. Ма. Вот все, не спрашивай. Все, иди. Это тебе не надо. Ма. Знаете, когда Алена заговорила о сыне покойной, у меня сразу возникло чувство, что Лина пошла навстречу смерти ради ребенка. О, Господи. Что-то было. Ого. Подождите. Невероятно. За спиной ясновидицы на столе стояла ваза с цветами, и вдруг упала. Ни с того, ни с сего. Все были шокированы. Был такой грохот, что все мы вот так резко обернулись, на вазу посмотрели. Она в дребезги разбилась. Никто возле вазы, никто не стоял в тот момент. Это был знак действительно. Подождите. Я слышу вашу дочь. Она винит в своей смерти мужа. Я чувствую, что их отношения были на грани. У меня есть фотографии и ее, и мужа. Да, я хотел бы посмотреть. Подождите, на этом мужчине метка зверя. Он раньше уже был за решеткой. Мы не знаем. Никто и не подозревал, что Лина жила с бывшим заключенным. Выяснилось, она и сама долгое время об этом не знала. Но правда все-таки всплыла. Идет связь мужчины с какой-то девушкой. Он жестоко поиздевался над ней. Нам удалось выяснить, что Николай Панасенко в возрасте 16 лет был осужден за изнасилование девушки. Они над девками издевались. И бутылки туда пихали. И бычки тушили. И на животе. И на попе. И бутылку. Ну, вы догадались, куда пихали. Получается, муж Лины способен на насилие в отношении женщины. Но если он действительно виноват в смерти жены, то за что Николай мог ее убить? Я чувствую, что она узнала правду. Возможно, именно поэтому и решила развестись с мужем. Спор идет за ребенка. Был сильный разговор. Разборки такие семейные были. Николай очень сердился. Получается, незадолго до смерти Лина с мужем поссорилась. И даже решила его бросить. Согласитесь, это серьезный удар по мужскому достоинству. А заодно и мотив для убийства жены. Странным было и то, что когда Лина пропала, Николай убеждал ее сестер не торопиться с обращением в полицию. Я звоню Коле, говорю, пиши заявление. А она придет. Не переживайте. Поведение для заботливого мужа действительно странное. Проверять алиби мужа правоохранители не стали. Поскольку посчитали, что женщина повесилась сама и к ее смерти никто не причастен. Нам же удалось установить, что в день исчезновения Лины, Николай с утра до вечера находился на работе. А после вместе с другом направился в бар, где пробыл до 11 вечера. Это подтверждает и сам друг, и сотрудники бара. А, возможно, убийца хотел, чтобы подозрения упали на мужа Лины. Только я не могу понять. Подождите, подождите. Мне сейчас идет девушка, но это не ваша дочь. Это не ваша дочь, это она светлая, светлая масти, такая светлая, длинный русый волос. Это еще одна смерть. Фортуна переворачивается. Это случилось после смерти Лины. Через пару дней как Лина пропала. Пропала еще девушка, знакомая моей знакомой. Пропавшую женщину звали Ольга Гуржей. Ей было 37 лет. Она, так же как Лина Панасенко, вышла из дома и не вернулась. События происходили почти в той же последовательности, что и во время исчезновения Лины. Телефон через пару часов тоже был не в зоне досягаемости. Реакция правоохранителей была такой же. Да, может, вот нагуляется. Так-то уже нам отвечали. Однако Ольгу, как и Лину, нашли мертвой. Позвонил нам начальник милиции на мобильный и сказал, что едьте в морг на опознание. Она знала эту девочку. Она знала, она сталкивалась с ней. Они очень похожи друг на друга, одинаковый возраст. Одно и то же место проживания – это здесь. Одна и та же причина смерти – это как удушили. 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 Она очень любила жизнь. И человека задушили ни за что. Странно, две такие похожие смерти в одном городе. Неужели в Кременчуге орудует серийный убийца? Так его нашли. Его нашли. А он молодой, ему 22 года. Убийцей Ольги Гуржей оказался ее знакомый 22-летний житель Кременчуга. Этот человек задержан и находится в следственном изоляторе. Сейчас вы видите эксклюзивные кадры задержания убийцы Ольги. Полукурточка ее. Сумка. Где я выбросил телефон? В мусорку. Как ты понял, что она мертвая? Я бы пробовал, пульс не был. Дыхание тоже все. Но причастность данного человека к смерти Лины Панасенко не доказана. Сейчас я спрошу, сколько было жертв. Сколько было жертв. Он Лину не убивал. Это его единственная жертва. Но если этот преступник не причастен к смерти Лины, тогда почему ясновидица почувствовала убийство Ольги Гуржей? Она мне что-то пытается этой смертью сказать. Идет карта иллюзий, обман. И вот двойственность, опять двойственность. Убийца не один и тот же человек. Но на раскладе на обеих женщинах выпала карта двойственности. То есть я понимала, что между смертью Лины и той другой жертвы есть связь. Они были знакомы, они вели какую-то вот двойную жизнь. Но куда они обе вляпались? Давайте поедем на то место, где нашли тело вашей дочери. Я очень хочу. Вы там были? Нет. Мы хотели венок повесить. Нам то, что дело ввел, он сказал, я не знаю, где там находится. Если вы знаете хотя бы район, в котором нашли Лину, то я попытаюсь уже там почувствовать точное место. Поедемте, поедемте все вместе, будем спешить. Мы поехали на другой конец города, в район, где находятся руины бывших артиллерийских складов. Где-то здесь полгода назад нашли повешенную на дереве Лину. Когда экстрасенсы вышли из машины, оказалось, что их уже ждут. Добрый день. Я представитель местной милиции. Буду помогать вам сегодня на этом месте. Чем могу помочь? Спасибо. Меня зовут Алена Акурилова. Это Хаял. Очень приятно. Правоохранители узнали, что в Кременчук прибыли экстрасенсы разбираться в загадочной смерти Лины Панасенко. Поэтому решили приехать на место съемки на случай, если во время официального расследования сотрудники что-то пропустили. Нам самим интересно, что случилось на данном месте. Интересно расследовать, посмотреть, как это работает. И насколько это даст результат или, скажем так, в рамках того, что нам известно, узнаем, что думают об этом именно экстрасенсы. В целом, энергетика места очень неприятная. А тело Лины я вижу справа от дороги. Там еще есть какой-то небольшой водоем или канава. Там, где вот это с правой стороны, там действительно туда-дальше есть... Дальше, туда-дальше вода большая. Мне показывают какую-то низину, и там три дерева. Идемте, найдем это место. Сотрудница органов не говорит, где именно нашли повешенную Лину. Очевидно, проверяет экстрасенсов. Это там, дальше. Оно здесь часто бывало? Часто бывало? Вы знаете, здесь же Щемиловка рядом. А это родина ее мужа. И здесь двоюродная сестра, тетя Колина, мама Колина. Они здесь жили. Он здесь вырос, и двоюродная сестра тоже здесь. Светлана на полусловие замолкает. Похоже, ей нехорошо. У кого есть вода? Воды. Есть. Сейчас, сейчас, секунду. Может быть, под сердцем нужно? Нет, у меня не сердце, дочка. Меня просто душит. У меня был страх за маму, за ее сердце. Я думаю, реально, маме было плохо. Так, подождите, держите. Не могу слюну глотнуть. Не надо. Я почитаю. Мы уже близко, и мама это почувствовала. Глазки закрыли? Водичку пейте. Выдох, все. Решайте сами. Пойдете дальше? Да. Несчастная мать едва держится на ногах, но продолжает идти. Для нее крайне важно узнать правду, кто и за что затянул петлю на шее ее любимой дочери. Вон он, этот дом белый. Смотри. Какой еще дом? Вот я тебе говорила. Все, пошли быстрее. Мы вспомнили. Еще утром экстрасенс говорила, что в видении ей показали какой-то белый домик. Стоит маленький-маленький такой белый домик. А вокруг могильные плиты, и на них вот какие-то знаки по типу рун. Посмотри. Здесь могильник, могилы. Дети, женщины, очень старая. Это место жертвоприношения, потому что вот в этот костерчик здесь не шашлычки жарятся. Смотрите, веточки выложены специальным образом. Так обкладываются ритуальные костры. В этот костерчик сливается кровь. А кладбище еврейское? Да. Это еврейское кладбище, еврейская община. И именно от них мы получили заявление о повреждении данных надгробных плит. И мы открыли уголовное дело. От такой жуткой местности у нас волосы на голове зашевелились. Но никто не понимал, почему ясновидицу привело сюда ее шестое чувство. Это связано с сестрой моей. А не занималась она у вас магией часом? Она какой-то бабки ходила там по соседству, где она жила, на молодежном. А чего она туда ходила? Она нам не объяснила. Алена, смотрите. Помните, я говорил еще утром о магическом глазе? Я увидела сразу. Хаял повторял какой-то глаз. Но не понимал, к чему этот глаз ведет. Это оккультные, это оккультисты, оккультные, да, оккультный знак. Здесь сатанисты, Хаял, сатанисты. Среди оккультистов есть люди, которые поклоняются черному богу. Всевидящее око – его символ. Оно непременно должно присутствовать во время ритуалов жертвоприношения. Мы не хотели верить своим ушам. Неужели двойная жизнь, которая постоянно выпадала на картах ясновидецы, это связь покойной Лины с оккультистами? Неужели эта милая женщина, молодая мама, участвовала в кровавых ритуалах? Так уж это они ее убили. Вполне возможно. Вот только Лина не одна из них. Она могла просто стать жертвой сатанинского обряда. Подожди, подожди. Церковного праздника в то время не было никакого большого? Я не знаю. Это было когда? 29 августа она ушла, 2-3 сентября. Не было. И в обязательном порядке используются ритуальные ножи, вырезаются разные оккультные знаки на теле, идет кровопролитие, обязательно кровопролитие. На теле покойной вообще не было телесных повреждений, кроме телесных от удушения на шее. Родные утверждают, что видели на теле Лины гематомы. Но ведь это не ножевые ранения. Такого рода травмы не характерны для ритуальных убийств. Я же сразу давай думать, почему мне в видении показали белый дом и могильные плиты. Понимаю, что, наверное, мне указывали путь к месту Линыной смерти. Алена, я вижу, где она висела. Это здесь. Она висела вот на этом дереве. Сейчас я сама сориентируюсь. Да, вот она. Это там место, Традиарина. Мама и сестра погибшей Лины сейчас впервые на этом трагическом месте и не могут сдержать эмоции. Скажите дочери все, что у вас на душе, она услышит. А что я могу сказать? Я ее люблю очень. Я не могу, мне тяжело без нее. Она благодарна вам за то, что вы присматриваете за ее сыном. Сколько у меня будет сил, сколько будет здоровья. Не переживай, Лина, как вы с нами. Она кивает. Она головой кивает. Да. Сейчас дух показывает мне на шею. На ней черная веревка. Кожаный ремешок с сумки. Слушайте, а сумка... Сумка в машине у нас осталась. Она есть у нас. Выяснилось, что родные покойные взяли вещественное доказательство на встречу с экстрасенсами. Надеялись, возможно, это поможет в расследовании. Ведь к сумке точно прикасался убийца, и там сохранилась его энергетика. На сумке погибшей вполне могли остаться отпечатки пальцев убийцы. Но криминалисты их не сняли, поскольку правоохранители сразу же сделали вывод о том, что никакого криминала о смерти Лины Панасенко нет. Нам нужно вернуться. Дух не зря обратил мое внимание на тот ремень от сумки. Это очень важная деталь. В этой сумке рылся убийца. Здесь мужские руки. Можно я высыплю? Конечно, конечно. Так, подождите. Карты. А вот это? А вот это что это за телефон? Ну, мы не знаем. Телефон Ломбарда. В рамках уголовного дела выяснили. Телефон Ломбарда. По этому номеру мы сразу же позвонили на месте происшествия, и нам сообщила девочка, администратор этого Ломбарда, о том, что у нее у этой умершей долг был какой-то. Кредит у меня на ней, потому что мне до сих пор звонят. Она просто оставила мой номер телефона, да. Звонит теперь мне и говорят за то, что хотят родственников, потому что кредит или на родственников, по идее. Я говорю, что вы звоните, задалбываете меня, говорю. Говорю, этого человека нет в живых, говорю. Ей нужны были деньги. Я сразу вспомнила карту, которая выпала мне еще в начале нашего расследования. Карта денег. Молодая девушка, в руках у нее деньги. В смерти замешаны деньги. Правосудие. Это карта страшного суда. Очень много долгов, вы понимаете? Ужас. Она в долгах была, как в шелках, понимаете? Карта говорит о том, что это не единичные, а должные деньги. То есть оно идет без начала и конца. Но откуда у Лины могли появиться долги? Ведь она работала. Ее муж Николай тоже. Денег вроде бы на все хватало. Зачем тогда обращалась в ломбард? Деньги и карты. Карты? Карточные долги? Она что, играла в карты? Это странно, она в карты никогда не играла. Она в карты у нас не играла, вообще не играла. Вы раньше говорили, что женщина вела какую-то двойную жизнь. Возможно, это она и есть? Это просто в голове не укладывается. Неужели молодая мама могла быть азартным картежником? В тайне от семьи играла в карты на деньги и ее убили именно за долги. А ну-ка, можно я возьму ее колоду? Беру я в руки эту колоду и понимаю, что она энергетически чистая. Этими картами никто и никогда не пользовался. Они новые. Она брала эту колоду, чтобы пойти гадать. Новую чистую колоду надо нести гадалке. Она хотела. Почему я вас спросила, ваша девочка занималась магией или нет? У нее была какая-то такая тревога на душе. Она хотела пойти, узнать, чем это закончится. Получается, что карты и долги не связаны между собой. Ей нужны были деньги зачем-то. Она их брала. А помните, в начале расследования я почувствовал, что смерть Лины может быть связана с ее сыном. Дух тогда еще сбросил вазу с цветами со стола. Что-то было. Деньги нужны были для сына. А чем ребенок болел? У него было воспаление бронхов и делали операцию. Женщины рассказали, что сын Лины, Денис, постоянно сильно болел. Сначала медики боролись с тяжелой формой сальмонеллеза. Инфекция поразила кости и суставы малыша. Ребенок мог бы и не ходить, и ручка не двигалась бы. Благодаря массажу, благодаря зарядке, благодаря уколам, тем, что прописали, с ребенком все наладилось. Мальчика лечили целый год. Но не успели победить болезнь, как у ребенка снова поднялась температура под 40. Медики диагностировали воспаление легких. Денис снова оказался на грани жизни и смерти. Врачи буквально вытащили его с того света. Мы еще в кредит влезли на 8 тысяч, чтобы вылечить ребенка. Но она на ребенка сильно много денег тратила. Ребенок постоянно болел. Постоянно и сильно. На спасение сына пошли все сбережения супругов. Пришлось влезть в долги. Позвони мне, скажи. Нет, она взяла в кредит эти деньги, потом там наросло, не отдала сразу. Лина должна была банку около 10 тысяч гривен, а также одолжила 3 тысячи в ломбарде. Это, кстати, объясняет отсутствие у женщины паспорта. Документ вполне могли взять под залог. А первую страницу Лина вырвала, чтобы иметь хоть какое-то удостоверение личности. Проблемы у женщины могли начаться в том случае, если бы она не вернула деньги вовремя. По словам подруги, Лина все-таки просрочила возвращение долга. Даже было дошло до того, что уже все, если сегодня не заплатить там 600 рублей, ей хана, я свой мобильный телефон залаживала, чтобы просто спасти. Неужели Лине угрожали именно сотрудники ломбарда? Или это был кто-то другой? Да, ну в ломбарде мы были, сказали, долгов нету. Были долги? Она дала, сказали, она ничего не должна. А откуда у нее появлялись деньги? Она их переодалживала. Я чувствую, что деньги Лине дал какой-то знакомый мужчина. И дело тут не чисто, пахнет жареным. Ее дух там, возле дерева. Странно, Лина снова показывает мне магический глаз. Не понимаю почему. Послушайте, а ну-ка дайте мне, у кого есть денежная купюра? Такая вот, ну там, 500 гривен. Хаял постоянно говорит, глаз, глаз. А вот он, этот глаз. На деньгах глаз. И еще вчера, когда я работал с фотографией Лины, она дала мне подсказку. Магический глаз. Но я неправильно все понял и подумал, что к смерти женщины причастны какие-то сатанисты. На самом же деле, тайна скрывалась в деньгах. Подождите, побудьте минутку, тихо. Идет ощущение присутствия рук, рук на теле, вот обнимаются, обнимаются, то есть он ее прижимает. Подождите, Алена. Дух просит вас остановиться. Ей очень стыдно. Она плачет. Не хочет, чтобы открылась правда. Эта фраза экстрасенсов всем присутствующим показалась странной. Но мы и представить не могли, какая это правда. Приготовьтесь, вас ждет шок. Знакомство с мужчинами, да, мужики, мужики, это была как любовь. Что это за любовь? Это, я извиняюсь, она показывает, это карта работы. Извините, я в шоке. А вот рука, дающая деньги. Так, что-то я, что-то я... Она что, деньги с мужчин брала? За любовь. В это невозможно поверить. Такого просто не может быть. Все застыли в немом ожидании. Но ясновидица не отказывается от своих слов. Это была как любовь, знакомство по интернету, понимаете? Нет. Мы проверили то, что почувствовала ясновидица. Через номер мобильного телефона Лины нашли ее тайную страничку в соцсети. И прочитали переписку покойной женщины. Текст шокирует. Цена? Сколько за час хочешь? Расценки у меня нету. Срочно нужны деньги. Жду предложений. А сколько тебе лет? 400 гривен тебя устроят? Мне 30. Куда идти навстречу? Квартира 278. Привет. Хочешь повторить встречу за деньги? У меня есть знакомый парень с Кривенчуга. Он хочет тебя. Фото свое покажет? Покажет, если надо. Надо. Не хочу на знакомого попасть. По тексту переписки было понятно, что Лина договаривалась с неким человеком об интимной встрече за деньги. Подобных переписок было много. Но в день исчезновения женщина договаривалась о свидании только с одним человеком. И рассказала об этом своей подруге Людмиле. Говорит, Комга, я познакомилась по интернету с мужчиной. Его зовут Сергей. Я вот за возраст я вам ничего говорить не буду, по-моему, я не спрашивала. Я говорю, где он живет? В районе ЖД вокзала. И это она мне буквально вот перед этим, как она пропала. Ой, она занималась проституцией. Она не хотела, чтобы вы это знали. Ей стыдно было. Она ходила вот так, она и ненавидела этих мужиков. Ей просто тупо нужны были деньги. Тупо деньги, понимаете? Ребенка кормить. Это был ужас. Это был кошмар. Это такой был кошмар, что у меня крышу снесло. Я вообще... Я просто до такой степени ее прочувствовала, эту боль ее внутреннюю. Что ей пришлось на это пойти, зарабатывать деньги таким путем. Я не могу, я просто не могу в это поверить, что так ей было тяжело. И выхода у нее не было. У меня сердце сжималось. Дышать было тяжело очень в этот момент. Она все время говорила, даже если у меня нет денег, для ребенка я всегда найду. Если б знать, где именно Лина будет искать деньги. В свой последний день жизни она была в этом месте с клиентом. Журналисты нашего проекта несколько дней опрашивали каждого, кто появлялся на этой территории. И все-таки нашли свидетеля, который часто рыбачит на местном озере. Ну, я ее помню. Такая высокая была, видная девка. А где вы ее видели? Я ее видел дальше, вот там, возле граньера. Она одна была? Ну, нет, с парнем каким-то. Высокий, в кепке. И вот они с ним сидели на берегу. Так они купались или что они делали? Да нет, сидели, курили там, ну, как молодежь, что там, обнимались. Мы у нее спрашиваем, мы у нее спрашиваем, как ты умерла. А она говорит, я не знаю, то есть я помню только руки мужчины у себя на шее. Она отъехала, отключилась. Ее ударили сзади по голове, чтобы она потеряла сознание. А потом набросили ремень от сумки на горло и задушили. Убийство было спонтанным. Возможно, мужчина сделал это, чтобы не платить за секс. А самоубийство он инсценировал, чтобы ввести правоохранителей в заблуждение. По версии правоохранителей, Лина Панасенко изнасилована не была. Однако в случае сексуального контакта с использованием презерватива, да еще по согласию, на теле может не остаться никаких следов и биологических материалов. А соответственно, в ходе судмедэкспертизы они не будут выявлены. Такого финала не ожидал никто. Хорошая жена и заботливая мать, Лина Панасенко, поплатилась жизнью за деньги, которые собирала на лечение сына. Она пыталась заработать необходимую сумму официально, трудилась сверхурочно, однако зарплаты не хватало. Помощи от отца ребенка почти не было, поэтому ей пришлось искать деньги другим способом. Она хотела жить как люди, взять дитё, покатать его на каких-то аквапарках, в море, посидеть в ресторанчике, понимаете? Она хотела красивой жизни, вот так, ну, не красивой, а людской, понимаете? Мне жалко её, мне искренне жаль. Она этого не хотела сделать, ради денег делала. Это кошмар. Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой возобновить дело о гибели Лины Панасенко и проверить всех, с кем женщина общалась в соцсетях. По ощущениям экстрасенсов, убийца – один из её клиентов. Наши следователи примут во внимание всё, что сказали экстрасенсы. В рамках закона мы проверим тех людей, которые могли быть причастны к данному деянию. Она мучилась в своей беде, она думала, что вылезет из этого справиться сама, как всегда, со своей бедой. Нужно идти к своим родным, к отцу, к матери. Выход всегда можно найти, если есть кому поддержать, если есть кому помочь. Мне было и тяжело, и больно, и плохо. Сейчас я чувствую облегчение, потому что я узнала всю правду. Спасибо им большое. Через несколько дней после съёмки родные Лины позвонили в редакцию проекта. Сообщили, что священник принял во внимание всё, что сказали экстрасенсы, и согласился отпеть покойную. С Лины Панасенко снято клеймо самоубийцы. С Линия Панасенко Панасенко С Линия Панасенко Уживая Продолжение следует...